Виктор Суворов. «Аквариум». Книги об армии. Читает Леонид Деркач. Пролог. Закон у нас простой. Вход – рубль, выход – два. Это означает, что вступить в организацию трудно, но выйти из нее труднее. Теоретически для всех членов организации предусмотрен только один выход из нее – через трубу. Для одних этот выход бывает почетным, для других – позорным. Но для всех нас есть только одна труба. Только через нее мы выходим из организации. Вот она, эта труба. Седой указывает мне на огромное во всю стену окно. Но полюбуйся на нее. С высоты девятого этажа передо мной открывается панорама огромного, бескрайнего пустынного аэродрома, который тянется до горизонта. А если смотреть вниз, то прямо под ногами – лабиринт песчаных дорожек между упругими стенами кустов. Зелень сада и выгоревшая трава аэродрома разделены несокрушимой бетонной стеной с густой паутиной колючей проволоки на белых роликах. Вот она. Седой указывает на невысокую метров десять толстую квадратную трубу над плоской смоленой крышей. Черная крыша плывет по зеленым волнам сирени, как плод в океане и как старинный броненосец, низкобортный, с неуклюжей трубой. Над трубой вьется легкий прозрачный дымок. Это кто-то покидает организацию? Нет, смеется Седой. Труба – это только наш выход. Труба – источник нашей энергии. Труба – хранительница наших секретов. Это просто сейчас жгут секретные документы. Знаешь, лучше сжечь, чем хранить. Спокойнее. Когда кто-то из организации уходит, то дым не такой. Дым тогда густой, жирный. Если ты вступишь в организацию, то и ты в один прекрасный день вылетишь в небо через трубу. Но это не сейчас. Сейчас организация дает тебе последнюю возможность отказаться. Последнюю возможность подумать о своем выборе. А чтобы у тебя было над чем подумать, я тебе фильм покажу. Садись. Седой нажимает кнопку на пульте и усаживается в кресло рядом со мной. Тяжелые коричневые шторы с легким скрипом закрывают необъятное окно. И тут же на экране, без всяких титров и вступлений, появляется изображение. Фильм черно-белый, старый и порядочно изношенный. Звука нет, и оттого отчетливее слышно стрекотание киноаппарата. На экране высокая мрачная комната без окон, средняя между цехом и котельной. Крупным планом топка с заслонками, похожими на ворота маленькой крепости и направляющая желоба, которые входят в топку, как рельсы в туннель. Возле топки люди в серых халатах, кочегары. Вот подают гроб. Вот оно что, крематорий. Тот самый, наверное, который я только что видел через окно. Люди в халатах поднимают гроб и устанавливают его на направляющая желоба. Заслонки плавно разошлись в стороны, гроб слегка подтолкнули, и он понес своего неведомого обитателя в ревущее пламя. А вот крупным планом камера показывает лицо живого человека. Лицо совершенно потное, жарко у топки. Лицо показывает со всех сторон бесконечно долго. Наконец камера отходит в сторону, показывая человека полностью. Он не в халате. На нем дорогой черный костюм, правда, совершенно измятый. Галстук на шее скручен веревкой. Человек туго прикручен стальной проволокой к медицинским носилкам, а носилки поставлены к стенке на задние ручки так, чтобы человек мог видеть топку. Все кочегары вдруг повернулись к привязанному. Это внимание привязанному, видимо, совсем не понравилось. Он кричит, он страшно кричит. Звука нет, но я знаю, что от такого крика дребезжат окна. Четыре кочегара осторожно опускают носилки на пол, затем дружно поднимают их. Привязанный делает невероятное усилие, чтобы воспрепятствовать этому. Титаническое напряжение лица, вена на лбу вздута так, что готова лопнуть. Но попытка укусить руку кочегара не удалась. Зубы привязанного впиваются в его собственную руку, и черная струйка крови побежала по подбородку. Острые у человека зубы, ничего не скажешь. Его тело скручено крепко, но оно извивается, как тело пойманной ящерки. Его голова, подчиняясь звериному инстинкту, мощными ритмичными ударами бьет о деревянную ручку, помогая телу. Привязанный бьется не за свою жизнь, а за легкую смерть. Его расчет понятен. Раскачат носилки и упасть вместе с ними, с направляющих желобов на цементный пол. Это будет или легкая смерть, или потеря сознания. А без сознания можно и впечь. Не страшно. Но кочегары знают свое дело. Они просто придерживают ручки носилок, не давая им раскачиваться, а дотянуться зубами до их рук привязанной не сможет, даже если бы и лопнула его шея. Говорят, что в самый последний момент своей жизни человек может творить чудеса. Подчиняясь инстинкту самосохранения, все его мышцы, все его сознание и воля, все стремление жить, вдруг концентрируется в одном коротком рывке, и он рванулся. Он рванулся всем телом. Он рванулся так, как рвется лиса из капкана, кусая и обрывая собственную окровавленную лапу. Он рванулся так, что металлические направляющие желоба задрожали. Он рванулся, ломая собственные кости, разрывая жилы и мышцы. Он рванулся. Но проволока была прочной, и вот носилки плавно пошли вперед. Дверки топки разошлись в стороны, озарив белым светом подошвы лакированных, давно не чищенных ботинок. Вот подошвы приближаются к огню, человек старается согнуть ноги в коленях, чтобы увеличить расстояние между подошвами и ревущим огнем, но и это ему не удается. Оператор крупным планом показывает пальцы. Проволока туго впилась в них, но кончики пальцев человека свободны. И вот ими он пытается тормозить свое движение. Кончики пальцев растопырены и напряжены. Если бы хоть что-то попалось на их пути, то человек, несомненно, удержался бы. И вдруг носилки останавливаются у самой топки. Новый персонаж на экране, одетый в халат, как и все кочегары, делает им знак рукой. И, повинуясь его жесту, они снимают носилки с направляющих желобов и вновь устанавливают у стенки на задние ручки. В чем дело? Почему задержка? Ах, вот в чем дело. В зал крематория на низкой тележке вкатывается еще один гроб. Он уже заколочен. Он великолепен. Он элегантен. Он украшен бахромой и каемочками. Это почетный гроб. Дорогу почетному гробу. Кочегары устанавливают его на направляющие желоба, и вот он пошел в свой последний путь. Теперь неимоверно долго нужно ждать, когда он сгорит. Нужно ждать и ждать. Нужно быть терпеливым. А вот теперь, наконец, и очередь привязанного. Носилки вновь на направляющих желобах, и я снова слышу этот беззвучный вопль, который, наверное, способен срывать двери с петель. Я с надеждой вглядываюсь в лицо привязанного. Я стараюсь найти признаки безумия на этом лице, сумасшедшим легко в этом мире. Но нет этих признаков на красивом, мужественном лице. Не испорчено это лицо печатью безумия. Просто человеку не хочется в печку, и он это старается как-то выразить. А как выразишь, кроме крика? Вот он и кричит. К счастью, крик этот не увековечен. Вот лаковые ботинки в огонь пошли. Пошли, черт побери. Бушует огонь. Наверное, кислород вдувают. Два первых кочегара отскакивают в стороны. Два последних силой толкают носилки в глубину. Дверки топки закрываются, и треск аппарата стихает. Он кто? Я и сам не знаю, зачем такой вопрос задаю. Он полковник, бывший полковник. Он был в нашей организации. На высоких постах он организацию обманывал. За это его из организации исключили, и он ушел. Такой у нас закон. Силой мы никого не вовлекаем в организацию. Не хочешь? Откажись. Но если вступил, то принадлежишь организации полностью, вместе с ботинками и галстуком. Итак, я даю последнюю возможность отказаться на размышление одна минута. Мне не нужна минута на размышление. Таков порядок. Если тебе и не нужна эта минута, организация обязана тебе ее дать. Посиди и помолчи. Седой щелкнул переключателем, и длинная худая стрелка, четко выбивая шаг, двинулась по сияющему циферблату. А я вновь увидел перед собой лицо полковника в самый последний момент, когда его ноги уже были в огне, а голова еще жила. Еще пульсировала кровь, и еще в глазах светился ум, смертная тоска, жестокая мука и непобедимое желание жить. Если меня примут в эту организацию, я буду служить ей верой и правдой. Это серьезная и мощная организация. Мне нравится такой порядок. Но, черт побери, я почему-то наперед знаю, что если мне предстоит вылететь в короткую квадратную трубу, то никак не в гробу с бахромой и каемочкой, не та у меня натура, не из тех я, которые с бахромой, не из тех. Время истекло. Тебе нужно еще время на размышления? Нет. Еще одна минута. Нет. Что ж, капитан, тогда мне выпала честь первым поздравить тебя с вступлением в наше тайное братство, которое именуется Главное разведывательное управление Генерального штаба или сокращенно ГРУ. Тебе предстоит встреча с заместителем начальника ГРУ генерал-полковником Мещеряковым и визит в Центральный комитет генерал-полковнику Лемзенко. Я думаю, ты им понравишься. Только не вздумай хитрить. В данном случае лучше задать вопрос, чем промолчать. Иногда в ходе наших экзаменов и психологических тестов такое покажут, что вопрос сам к горлу подступает. Не мучь себя. Задай вопрос. Веди себя так, как вел себя сегодня тут. И тогда все будет хорошо. Успехов тебе, капитан. Глава первая. Если вам захотелось работать в КГБ, то езжайте в любой областной центр. На центральной площади всенепременно статуя Ленина стоит. А позади нее обязательно огромное здание с колоннами. Это обком партии. Где-то тут рядом и областное управление КГБ. Тут же на площади любого спросите. Вам любой покажет. Да вон то здание, серое, мрачное. Да-да, именно на него Ленин своей железобетонной рукой указывает. Но можно в областное управление и не обращаться. Можно в особый отдел по месту работы обратиться. Тут вам тоже каждый поможет. Прямо по коридору и направо. Дверь черной кожей обита. Можно стать сотрудником КГБ и проще. Надо к особисту обратиться. Особист на каждой сахудалой железнодорожной станции есть. На каждом заводе. А бывает, что и в каждом цехе. Особист есть в каждом полку. В каждом институте. В каждой тюрьме. В каждом партийном комитете. В конструкторском бюро. А уж в комсомоле, в профсоюзах, в общественных организациях и в добровольных обществах их множество. Подходи и говори. Хочу в КГБ. Другой вопрос. Примут или нет? Ну, конечно же, примут. Но дорога в КГБ открыта для всех. И искать эту дорогу совсем не надо. А вот в ГРУ попасть не так легко. Кому обратиться? У кого совета просить? В какую дверь стучать? Может, в милиции поинтересоваться? В милиции плечами пожмут? Нет такой организации. В Грузии милиция даже на мирные знаки выдает с буквами ГРУ, не подозревая, что буквы эти могут иметь некий таинственный смысл. Едет такая машина по стране, никто не удивится, никто вслед не посмотрит. Для нормального человека, как и для всей советской милиции, эти буквы ничего не говорят и никаких ассоциаций не вызывают. Не слышали честные граждане о таком, и милиция никогда не слышала. В КГБ миллионы добровольцев, а в ГРУ их нет. В этом и состоит главное отличие. ГРУ это организации секретные, о ней никто не знает и оттого не идет в нее по своей инициативе. Но, допустим, нашелся некий доброволец, каким-то образом нашел он ту дверь, в которую стучат надо. Примите, говорит. Примут? Нет, не примут. Добровольцы не нужны. Добровольца немедленно арестуют и ждет его тяжелое мучительное следствие. Много будет вопросов. Где ты эти три буквы услышал? Как ты на нас сумел выйти? Но главное, кто помог тебе? Кто, кто, кто? Отвечай, сука! Правильный ответ ИГРУ вырывать умеет. Ответ из любого вырвут. Это я вам гарантирую. ГРУ обязательно найдет того, кто добровольцу помог. И снова следствие начнется. А тебе, падла, кто эти буквы сказал? Где ты их услышал? Долго ли, коротко ли? Но найдут и первоисточник. Им окажется тот, кому тайно доверено. Но у кого язык превышает установленные стандарты. О, ГРУ умеет такие языки вырывать. ГРУ такие языки вместе с головами отрывает. И каждый, попавший в ГРУ, знает об этом. Каждый, попавший в ГРУ, бережет свою голову. А сберечь ее можно только сберегая язык. О ГРУ можно говорить только внутри ГРУ. Говорить можно так, чтобы голос твой не услышали за прозрачными стенами величественного здания. Каждый, попавший в ГРУ, свято чтит закон аквариума. Все, о чем мы говорим внутри, пусть внутри и останется. Пусть ни одно наше слово не выйдет за прозрачные стены. И от того, что такой порядок существует, мало кто за стеклянными стенами знает о том, что происходит внутри. А тот, кто знает, тот молчит. А потому, что все знающие молчат, личная о ГРУ никогда ничего не слышал. Был я ротным командиром. После освободительного похода в Чехословакию ураган перемещений подхватил и меня и бросил в 318-ю мотострелковую дивизию 13-й армии Прикарпатского военного округа. Под командование я получил вторую танковую роту в танковом батальоне 910-го мотострелкового полка. Рота моя не блистала, но и в отстающих не числилась. Жизнь свою я видел на много лет вперед. После роты начальником штаба батальона, после этого надо будет прорваться в бронетанковую академию имени маршала Малиновского, а потом будет батальон, полк, может быть, что и повыше. Отклонения могли быть только в скорости движения, но не по направлению. Направление я выбрал себе однажды на всю жизнь и менять его не собирался. Но судьба распорядилась иначе. 13 апреля 1969 года в 4 часа 10 минут взял меня осторожно за плечо мой посыльный. Вставай, старший лейтенант, вас ждут великие дела. Тут же он сообразил, что с просонья я к шуткам не расположен, и потому, сменив тон, коротко объявил «Боевая тревога». Собрался я за три с половиной минуты. Одеяло в сторону, брюки, носки, сапоги, гимнастерку на себя, не застегивая, это на ходу сделать можно. Теперь портупею на самые последние дырочки затянуть, командирскую сумку через плечо и фуражку на голову. Ребром ладони по козырьку совпадает ли кокарда с линией носа. Вот и все сборы. И бегом вперед. Мой пистолет в комнате дежурного по полку хранится, пистолет при входе в полк я из огромного сейфа схвачу, а мой вещмешок, шинель, комбинезон и шлем всегда в танке хранятся. Бегом по лестнице вниз. Эх, в душ бы сейчас, до щеки бритвой поскоблить. Но не время, боевая тревога. Тупорылый ГАЗ-66 уже почти полон. Все молодые офицерики, да их посыльные, которые и того моложе. А в небе уже звезды тают. Они уходят тихо, не прощаясь, как уходят из нашей жизни люди, воспоминания о которых сладкой болью тревожат наши черствые души. Гремит парк. Ревет парк боевых машин сотнями двигателей. Серая мгла кругом докопат солярное. Рычат потревоженные танки. По грязной бетонной дороге ползут серо-зеленые коробки, выстраиваются в нескончаемую очередь. Впереди широкогрудые плавающие танки и разведывательные роты. Вслед за ними бронетранспортеры штаба и роты связи, а за ними танковый батальон. А дальше за поворотом три мотострелковых батальона вытягивают колонны, а за ними артиллерия полковая, зенитная да противотанковая батарея, саперы, химики, ремонтники. А тыловым подразделениям и места нет в громадном парке. Они свои колонны вытягивать начнут, когда головные подразделения далеко вперед уйдут. Бегу я вдоль колонны машин к своей роте, а командир полка материт кого-то от всей души. Начальник штаба полка с командирами батальонов ругается, криком сотни двигателей перекрывает. Бегу я! И другие офицеры бегут. Скорее, скорее! Вот она рота моя. Три танка, первый взвод, три, второй, еще три, третий. А командирский мой танк впереди. Вся десятка на месте. И услышу я все свои десять двигателей. Из общего рева их выделяю. У каждого двигателя свой нрав, свой характер, свой голос, и не фальшивит ни один. Для начала неплохо. Перед своим танком я учащаю шаги, резко прыгаю и по наклонному лобовому броневому листу взбегаю к башне. Мой люк открыт, и радист протягивает мой шлем, уже подключенный к внутренней связи. Шлем из мира рева и грохота переносит меня в мир тишины и спокойствия. Но наушники оживают мгновенно, разрушая зыбкую иллюзию тишины. Сидящий рядом радист по иначе пришлось бы орать на ухо, докладывает последнее указание. Все о пустяках. Я его главным вопросом обрываю, война или учение, хрен его знает, пожимает плечами. Как бы там ни было, моя рота к бою готова, и ее надо немедленно выводить из парка, таков закон. Скопление сотен машин в парке, цель, о которой наши враги мечтают. Я вперед смотрю, а разве увидишь что? Первая танковая рота впереди меня стоит. Наверное, командир еще не прибыл. Все остальные впереди тоже ждут. Я на крышу башни выскакиваю, так виднее. Похоже на то, что в разведывательной роте танк заглох, загородив дорогу всему полку. Я смотрю на часы. Восемь минут нашему командиру полка осталось, бате нашему. Если через восемь минут колонны полка не тронутся, с командира полка погоны сорвут и выгонят из армии без пенсии, как старого пса. А к голове колонны ни один тягач из ремонтной роты сейчас не пробьется. Вся центральная дорога, стиснутая серыми угрюмыми гаражами, забита танками от края до края. Я на запасные ворота смотрю. Дорога к ним глубоким рвом перерезана. Там кабель какой-то или трубу начали прокладывать. Я в люк прыгаю, и водитель во всю глотку влево вперед, и тут же всей роте делай, как я, а влево ворот нет никаких. Влево стенка кирпичная между длинными блоками ремонтных мастерских. В командирском танке лучший в роте водитель. Так установлено задолго до меня и во всей армии. Я ему по внутренней связи кричу «Ты в роте лучший! Я тебя про хвоста выбрал, я тебе проходимца высшей чести удостоил, командирскую машину беречь да ласкать, не пострами выбора командирского, сокрушу, сгною». А водителю моему отвечать некогда. На совсем коротком отрезке разгоняет он броневого динозавра, перебрасывая передачи выше да выше. Страшен удар танком по стене кирпичной. Дрогнуло все у нас в танке, зазвенело, заныло. Кирпич битый лавиной на броню обрушился, ломая фары, антенны, срывая ящики с инструментами, калеча внешние топливные баки. Но взревел мой танк и окутанный паутиной колючей проволоки вырвался из кирпичной пыли на сонную улочку тихого украинского городка. А в задний триплекс смотрю, танки роты моей пошли в пролом за мной, весело, до хулиганиста. К пролому дежурный по парку бежит, руками машет, кричит что-то, рот разинут широко, да разве услышишь, что он там кричит, как в немом кино, по мимике догадываться приходится, полагаю, что материться дежурный шибко матерная мимика, не спутаешь. Когда десятый танк моей роты через пролом выходил, там уж регулировщики появились, форма черная, портупеи и шлемы белые. Те порядок наведут. Те знают, кого первым выпускать. Разведку вот кого. В каждом полку есть особая разведрота с особой техникой, с особыми солдатами и офицерами, но кроме нее, в каждом мотострелковом и танковом батальоне подготовлены еще по одной роте, которые ни особой техники, ни особых солдат не имеют, но и они могут использоваться для ведения разведки. Вот эти роты и нужно выпускать вперед. Нас, белые шлемы, выпускайте, нам сейчас далеко вперед вырваться надо. Смотришь на роты в дивизии или в полку, все они одинаковы по стороннему взгляду, а нет. В каждом батальоне первая рота и есть первая, какие не есть плохие солдаты в батальоне, а все, что есть лучшего, комбат в первую роту собирает. И если нехватка офицеров, то свежее офицерское пополнение обязательно первой роте отдадут. Потому как первая рота на главной оси батальона всегда идет. Она первая с врагом лбами сшивается. От завязки боя и его исход во многом зависит. Вторая рота в любом батальоне средняя. Офицеры во вторых ротах без особых отличий вроде меня и солдаты тоже. Зато каждая вторая рота имеет дополнительную разведывательную подготовку. У нее вроде как смежная профессия есть. Прежде всего, она тоже боевая рота, но если потребуется, то она может вести разведку в интересах своего батальона, а может и в интересах полка работать, заменяя собой или дополняя особую полковую разведроту. В советской армии 2400 мотострелковых батальонов, и в каждом из них третья рота не только по номеру третья. В третьих ротах обычно служат те, кто ни в первые, ни во вторые роты не попал, совсем молодые, неопытные офицеры или перезрелые, бесперспективные. Солдат в третьих ротах всегда не хватает, более того, на территорию союза третьи роты в подавляющем большинстве вообще солдат не имеют, техника их боевая постоянно на консервации стоит, война начнется, тысячи этих рот дополнят резервистами и быстро поднимут до уровня обычных боевых подразделений. В этой системе глубокий смысл добавить в дивизию резервистов это в тысячу раз лучше, чем формировать новые дивизии целиком из резервистов. Моя вторая танковая рота стремительно уходит вперед. На повороте я оглядываюсь и считаю танки, пока скорость выдерживают все. Прямо за последним танком моей роты, выбивая искры из бетона, не отставая, идет гусеничный бронетранспортер с белым флажком, а у меня от сердца отлегло. Маленький белый флажок означает присутствие посредников, а их присутствие в свою очередь означает учение, но не войну, значит поживем еще. А надо мной вертолет стрекоза, вниз скользит, разворачивается и заходит прямо против ветра, чтобы не снесло. С правого борта завис, я на крыше башни, рука правая над головой, пилот рыжий совсем, лицо как сорочье яйцо, веснушками изукрашено, а зубы снег, смеется, знает он вертолетный человек, что тем ротным, кому он сейчас приказы развез, денек выполни из лучших, вертолет тут же вверх и в сторону уходит, только рыжий пилот смеется, только зубы его блестят, лучи восходящего светила отражают. танк мой грудастый вселенную пополам режет, и то, что единым было впереди, распадается надвое, и летят перерезки справа и слева, грохот внутри, адов, карта на коленях, и многое становится ясно. Дивизию в прорыв бросили, и идет она стремительно на запад, только где противник, неясно, ничего об этом карта не говорит, и оттого впереди дивизии порвутся два десятка рот, и моя в их числе. Роты эти, как растопыленные пальцы одной ладони, их задача нащупать самое уязвимое место в обороне противника, на которое командир дивизии обрушит свой тысячетонный кулак. Уязвимое место противника ищут на огромных пространствах, и поэтому каждая из высланных вперед рот идет в полном одиночестве. Знаю я, что идут где-то рядом такие же роты лихо и стремительно, но обходя очаги сопротивления, деревни и города. И моя рота тоже в изнурительные стычки не ввязывается. Встретил противника, сообщил штаб, и обходи, скорее обходи и снова вперед, а где-то вдали главные силы, как ревущий поток, прорвавший плотину. Вперед, ребята, вперед на запад! А бронетранспортер с белым флагом не отстает. Он проклятый, вдвое легче танка, а силищи в нем почти столько же. Пару раз пытался я оторваться, мол, высокие скорости залог победы, но не выгорело. Когда взводом командовал, то такие вещи вполне проходили, но с ротой не пройдет. Разорвешь колонну, танки по болотам порастеряешь. За это не жалуют, за это с ротой снимают, черт с вами, думаю. Проверяйте на здоровье, а роту я растягивать не буду. Кран впереди! Кричит по радио командир шестого танка, высванного вперед. Кран? Подъемный? Точно! Кран! Весь зелененький, стрела для маскировки ветками облеплена. Где на поле боя можно кран увидеть? Правильно! В ракетной батарее каждый ли день такая удача. Рота ору! Ракетная батарея к бою! Вперед! А уж мои ребята знают, как с ракетными батареями расправляться. Первый взвод, обгоняя меня, рассыпается в боевую линию. Второй, резко увеличивая скорость, уходит вправо и, бросая в небо комья грязи из-под гусениц, несется вперед. Третий взвод уходит влево, огромным крюком охватывая батарею с фланга. Скорость, рычеву! А водители это и без меня понимают. Знаю, что у каждого водителя сейчас правая нога уперлась в броневой пол, вжав педаль до упора. И оттого двигатели взвыли непокорно и строптиво. И оттого рев такой, и оттого копоть невыносимая. Топливо не успевает сгорать полностью в двигателях. И жутким напором газа его выбрасывает через выхлопные горловины. Разведку прекращаю. Квадрат 1341. Стартовая позиция. Принимаю бой. Это мой радист, заряжающий, кричит в эфир, «Наша!» Может быть, последнее послание. Ракетные подразделения и штабы противника должен атаковать каждый при первой встрече без всяких на то команд, каковы бы ни были шансы, чего бы это ни стоило. Заряжающий щелчком обрывает связь и бросает первый снаряд на досылатель. Снаряд плавно уходит в казенник, и мощный затвор, как нож гильотины, дробящим сердце ударом запирает ствол. Башня плывет в сторону, а под моими ногами полетела влево спина механика-водителя, боя укладка со снарядами. Казенник орудия, вздрогнув, плывет вверх. Наводчик вцепился руками в пульт прицела, и мощные стабилизаторы, повинуясь его корявым ладоням, легкими рывками удерживают орудие и башню, не позволяя им следовать бешеной пляске танка, летящего по пням и корягам. Большим пальцем правой руки наводчик плавно давит на спуск, с тем, чтобы страшный удар не обрушился на наши уши внезапно. Во всех шлемофонах раздается резкий щелчок, заставляя барабанные перепонки сжаться, встречая все сокрушающий грохот выстрела сверхмощной пушки. Щелчок в шлемофонах опережает выстрел на сотые доли секунды, и оттого мы не слышим самого выстрела. Сорокатонная громада летящего вперед танка дрогнула, орудийный ствол отлетел назад и изрыгнул из себя звенящую дымную гильзу, и тут же вторе командирской пушки бегло залаяли остальные, а заряжающий уже второй снаряд бросил на досылатель. Скорость, ору я, а грязь из-под гусениц фонтанами, а лязг гусениц даже громче пушечного грохота, а в шлемофонах щелчок, это наводчик опять на спуск давит, и снова мы своего собственного выстрела не слышим, только орудие судорожно назад рванулось, только гильза страшно звенит, столкнувшись с отбойником, мы слышим выстрелы только соседних танков, а они слышат нас, и эти пушечные выстрелы стягают моих доблестных азиатов, как плетью между ушей, и звереют они, я каждого из них сейчас представить могу. В пятом танке наводчик между выстрелами резиновый налобник прицела от восторга гложет, это не только в роте, во всем батальоне знает, нехорошо это, отвлекается он от наблюдения за обстановкой, его за это даже чуть заряжающее не перевели, но уж очень точно стреляет про хвост. В восьмом танке командир всегда топор с собой держит, и когда его пушка захлебывается беглым огнем, он обухом по броне лупит, а в третьем танке прошлый раз командир включил рацию на передачу, да и забыл ее выключить, забивая всю связь в ротной сети, и вся рота слышала, как он скрежетал зубами и подбывал по волчьи. «Круши!» шепчу я, и шепот мой на тридцать километров радиоволны разносит, вроде я каждому из своих милых свирепых азиатов это слово прямо в ушко нашептываю «Круши!» а по ушам щелчок, а гильза снова звенит, аромат устреленных гильз дурящий, кто тот ядовитый аромат вдыхал, тот зверел сладострастно, «Круши!» от грохота, от мощи небывалой, от пулеметных трелей пьянеют мои танкисты и не удержат их теперь никакая сила, вот и водители всех танков вроде как с цепи посрывались, рвут рычаги ручищами своими грубыми, терзают машины свои, гонят их непокорных в пекло прямо, а я назад смотрю, не обошли бы с тылов, а далеко позади бронетранспортер с белым флажком отстав и сил выбился, люди в нем несчастные, нет у них такой пушки сверхмощной, нет у них грохота одуряющего, нет аромата пьянящего, нет у них в жизни наслаждения, не познали они его, оттого труслив их водитель, камни да пни осторожно обходит, а ты не бойся, а ты машину хватил лапани, рви ее и терзай, броневая машина существо нежное, но если почувствует машина на себе могучего седока, то озвереет и она и понесет она тебя вскач по валунам гранитным по пням тысячелетних дубов, по воронкам и ямам, не бойся гусеницы изорвать, не бойся торсионы переломать, рви и круши и понесет тебе танк как птица, он танк тоже боем упивается, он рожден для боя, круши, выводи роту из боя, искры из-под гусениц, влетела рота на позиции ракетной батареи, скрежет в уши, то ли гусеницы по стальному листу, то ли зубы моего наводчика в моих наушниках, выводи роту из боя, чтобы не задеть друг друга, танки без всякой команды, огонь прекратили, только ревут как волки рвущие оленя на части, бьют танки лбами своими броневыми хлипкие ракетные транспортеры, краны, пусковые установки, в жирный чернозем втаптывают красу и гордость ракетной артиллерии, круши, выводи роту из боя, снова слышу отчей-то далекий скрипучий голос, и вдруг понимаю, что это проверяющие ко мне обращаются, ах, черт, да кто же в такой момент наивысшего почти сексуального блаженства людей от любимого занятия отрывает, проверяющий твою мать, ты же моих жеребцов в импотентов превратишь, кто тебе право дал портить великолепную танковую роту, ты враг народа или буржуазный вредитель, хуй тебе в зубы, рота, круши, и треснув кулаком по броне, выматерив в открытый эфир всю штабную сволочь, которая порохового дыма по своим канцеляриям не нюхала, я командую, роте боевой отбой, влево на поляну повзводно, марш! Мой водитель в сердцах рвет левый рычаг до упора, отчего танк всей массой своей партии опрокидывается вправо, ломая красавицу березу. Мастерский водитель перебрасывает передачи, почти секундным перерывом, и мгновенно добравшись до верхней, бросает броневого динозавра вперед, через кусты, глубокие ямы, прямо на поляну, и, лихо развернувшись, снижает обороты почти до нуля, отчего машина замирает на месте, бросив нас далеко вперед, как при внезапном торможении самолета в самом конце разбега. Остальные танки с разочарованным ревом один за другим вырываются из леса и, судорожно тормозя, выстраиваются в четкую линию. Разрежай! Оружие к осмотру! Подаю команду и вырываю шнур шлемофона из разъема, а заряжающий щелчком вырубает всю связь. Бронетранспортер с проверяющими далеко отстал. Пока он доковылял до роты, я успел проверить вооружение, получил рапорты о состоянии машин, о расходе топлива и боеприпасов, построил роту и замер посредине поляны в готовности рапортовать. Стою, в уме плюсы и минусы подсчитываю, за что меня хвалить могут, а за что наказывать. Рота из парка начала выход на восемь минут раньше срока. За это хвалят, за это иногда командиру роты и золотые часики подбросить могут. В начале войны счет на секунды идет. Все танки, все самолеты, все штабы должны рывком из-под удара выйти. Тогда первый, самый страшный удар противника по пустым военным городкам будет нанесен. Восемь минут. Тут мне плюс несомненный. Все танки мои исправны и весь день таковыми оставались. Это моему зампотеху плюс. Жаль, что из-за нехватки офицеров нет у меня в роте зампотеха. Я сам за него работаю. Опорные пункты мы обходили крутым маневром, вовремя и четко сообщая о них. Это плюс командиру первого взвода. Жаль, и его в роте нет. Опять же нехватка. Ракетную батарею не проморгали, не пропустили, унюхали, в землю ее втоптали. А ракетная батарея самая захудалая, может пару Хиросим сотворить. Прекратив разведку и бросив свои коробки против ракет, я эти самые Хиросимы предотвратил. За такое на войне орденишко на грудь вешают, а на учения хвалят долго. А вот и проверяющий полковник, ручки белые, чистенькие, сапожки блестят. Лужи он брезгливо обходит, как кот, чтобы лапки не испачкать. Командир полка, батя наш, тоже полковник, да только ручищи у него мозолистые, как у палача, к тяжелому труду его ручищи приучены, а рожа у нашего бати обожжена морозом, солнцем и ветрами всех известных мне полигонов и стрельбищ, не в пример бледному личику проверяющего полковника. Равняйсь, смирно, равнение направо, но проверяющий рапорта моего не слушает, он на полусловие обрывает, увлекаетесь старший лейтенант в бою, как мальчишка, я молчу, я улыбаюсь ему, вроде он не ругает меня, а медаль на грудь вешает, а он от моей улыбки еще пуще свирепеет, свита его угрюмо молчит, знает свита, что статья 97 дисциплинарного устава запрещает ругать меня в присутствии моих подчиненных, знают майоры и подполковники, что, ругая меня в присутствии моих подчиненных, полковник не мой командирский авторитет подрывает, а авторитет всего офицерского состава доблестной советской армии, и в том числе свой собственный полковничий авторитет, а мне вроде бы и ничего, а я улыбаюсь. Это позорно, старший лейтенант, не слышать команд и не выполнять их. Эх, полковник, а я бы на орудийных стволах вешал тех, кто в бою не увлекается, кого запах крови не пьянит. Это учение, а как бы в настоящем бою гусеницы наших танков были перепачканы настоящей кровью, не бутафорской, не театральной, так мои азиаты славные еще бы и не так распалились. Да только это не слабость, это их сила, их никто в мире остановить не смог бы. И еще со стенкой, вы стенку в парке проломали, это преступление. А про стенку я и думать забыл, велика беда, ее уж наверное восстановили, долго ли. Пригони с губы десять арестантов, они за пару часов новую стенку сложат. И откуда мне полковник знать учение это или война? Кто это во время тревоги знать может? А если война и стенка целая осталась бы, а двести человек и сотни великолепных боевых машин, все в одной куче сгорели бы. Ась полковник, большой титул ты носишь, именуешься ты начальником разведки 13 так поинтересуйся, сколько мои узбеки за день целей вскрыли? Они по-русски не говорят, а цели вскрывают безошибочно. Похвали их, полковник, не мне, так хоть им улыбнись. И я улыбаюсь ему. К роте своей я спиной сейчас стою, и повернуться мне к ней лицом никак нельзя. только я и так знаю, что и вся моя рота сейчас улыбается просто так, без всякой причины. Они у меня такие, они в любой обстановке зубы скалят. А полковнику это не нравится, он, наверное, думает, что мы над ним смеемся. А зверел полковник, зубами заскрижетал, как наводчик в бою. Наши улыбки он понять и оценить неспособен, и оттого он кричит мне в лицо. Мальчишка, вы недостойны командовать ротой, я отстраняю вас. Сдайте роту заместителю, пусть он ведет роту в казармы. Нет у меня сейчас заместителя. Улыбаюсь я ему. Тогда командиру первого взвода. Нет и его. И чтобы полковнику всех командиров, ниже стоящих не перечислять, я объясняю. Один я в роте офицер. Полковник угас. Пыл с него сошел. Сошел, вроде и не было его. Ситуация, при которой в роте один только офицер, по нашей армии, особенно на территории Союза, почти стандартная. Офицерами быть много желающих. Да только все полковниками быть хотят, а лейтенантский старт, мало кого влечет. И оттого нехватка на самом низу, нехватка офицеров жестокая. Но там, наверху, в штабах, об этом как-то забывается. Вот и сейчас полковник просто не подумал, что я могу быть единственным офицером на всю роту. Меня он от командования отстранил, у него на это право есть. Но роту надо возвращать в казармы, а гнать роту, да еще танковую одну, без офицеров на десятки километров нельзя. Это преступление, это непременно расценят как попытку государственного переворота. Тут тебе полковник, исход летальный. Если уж ты отстранил командира в обстановке, когда у него нет заместителей, то этим самым ты роту под свою персональную ответственность принял, и никому эту роту доверить не имеешь права. Если бы такое право предоставили, то каждый командир дивизии мог бы вывести войска в поле, сместить командиров, заменить их теми, кто ему подходит, и переворот. Но нет у нас переворотов, ибо не допущен каждый к деликатному вопросу подбора и расстановки командирских кадров. Снимать твое право, снимать легко, снимать любой умеет. Это так же легко, как убить человека, но возвращать командиров на их посты так же трудно, как мертвого к жизни вернуть. Ну что, полковник, думаешь меня вновь на роту поставить? Не выйдет. Недостоин я. И все это слышали. Не имеешь ты права ставить на роту недостойного, а если наверху узнают, что ты вблизи государственной границы снимал с танковых рот законных командиров и на их место недостойных ставил, что с тобой будет? Ась то-то тут полковнику с командиром моего батальона или полка связаться, мол, заберите свою беспризорную роту. Но учения кончились. Кончились так же внезапно, как и начались. Кто же позволит боевой связи после учений пользоваться? Тех, кто допускал такие вольности, в тридцать седьмом расстреляли. После того никому не повадно такими вещами баловаться. Ну что ж, полковник, ну, веди роту, а может быть ты уж и забыл, как ее водить? А может ты никогда ее и не водил? Рос в штабах, таких полковников множество, любое занятие со стороны пустяковым кажется, и роту танковую вести тоже вроде несложно, да только команды нужно подавать так, как они в новом уставе записаны. Люди в роте не русские не поймут, хуже, если поймут, да не так, тогда их и на вертолете по лесам и болотам не сыщешь. Тяжел танк, иногда на человека наехать может, под мост провалиться, в болоте может утонуть, а расплата всегда одна и та же. Я не улываюсь больше, ситуация серьезная, и смеяться незачем. Мне бы в самое время ладонь козырьку, разрешите идти, товарищ полковник, все равно я тут теперь посторонний, ни командир и ни подчиненный. Вы кашу заварили, вы и расслебывайте. Захотелось покомандовать, вот, товарищ полковник, и командуйте, но злость и злорадство во мне быстро погасли. Рота родная, люди мои и машины мои. За роту я больше не отвечаю, но и не брошу ее просто так. Разрешите, товарищ полковник, бросил я ладонь козырьку, последний раз роту провести, вроде как попрощаться с ней. Да, коротко согласился он. На одно мгновение показалось мне, что по привычке хочет он обычное наставление дать, мол, не гони, не увлекайся, колонну не растягивай, но не сделал он этого. Может, у него и намерения такого не было, просто мне так показалось. Да-да, ведите роту, считайте, что мой приказ еще в силу не вошел. Приведите роту в казарму, там ее издадите. Есть! Поворачиваюсь я резко кругом, только заметил усмешки в свите полковника. Как это так? Пока командуйте. Понимает свита, что нет такого положения, пока командуйте. Командир или достоин своего подразделения и полностью за него отвечает, или он недостоин, и тогда его немедленно отстраняют. Пока командуйте, это не решение, и за такой подход может полковник дорого поплатиться. Мне это ясно, и свите его. Но не до этого мне сейчас. У меня дело серьезное, я ротой командую, и нет мне дела до того, кто и что подумал, кто как поступил и как за это будет наказан. Перед тем, как первую команду подать, обязан командир свое подразделение воле своей подчинить. Обязан он глянуть на своих солдат так, чтобы по строй легкая зыбь побежала, чтобы замерли они, чтобы каждый почувствовал, что сейчас командирская команда последует, а команды в танковых войсках беззвучны, два флажка в моих руках. Ими я и командую. Белый флажок резко вверх это первая моя команда. Жестом этим коротким и резким я своей роте длинное сообщение передал. Роты командую я работу радиостанции на передачу до встречи с противником запрещаю. Внимание! Команды бывают предварительные и исполнительные. Предварительные команды командир как бы ухватывает своих подчиненных железной уздой своей воли и натянув поводья, должен командир выждать пять секунд перед подачей главной команды. Должен строй застыть, ожидая ее, должен каждый почувствовать железные удила, должен каждый чуть вздрогнуть, должны мускулы заиграть, как перед хлестким ударом, должен каждый исполнительные команды ждать, как хорошая лошадь ждет удара плетью. Красный флажок резко вверх и оба через стороны вниз. Дрогнула рота, рассыпалась, коваными сапогами по броне загрохотала. Может, прощала со мной рота, может, проверяющим выучку свою демонстрировала, может, просто злость разобрала, и никак эту злость по-другому выразить невозможно было. Ах, если бы секундомер кто включил, но и без секундомера я в тот момент знал, что бьет моя рота рекорд дивизии, а может, и какой повыше. Знал я в тот момент, что много в свете полковника настоящих танкистов, и что каждый сейчас своими азиатами любуется. Много я сам видел рекордов в танковых войсках, знаю цену тем рекордам, повидал я и руки поломанные, и зубы выбитые, но везло ребятам в тот момент, и знал я как-то наперед, что не отступится ни один, не скользнет, совершая немыслимый прыжок в люк, знал я, что и пальцы никому не отдавит, не тот момент. Десять двигателей хором взвыли, я в люке командирском, теперь белый флажок вверх в моей руке означает я готов, и в ответ мне девять других флажков готов, 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 резкий круг над головой и четкий жест в сторону востока следуй за мной, просто все, элементарно, примитивно, да, но никакая радиоразведка не может обнаружить даже выдвижение четырех танковых армий одновременно, а против других видов разведки есть столь же примитивные, но неотразимые приемы, и потому мы всегда внезапно появляемся, плохо или хорошо, но внезапно, даже в Чехословакии, даже семью армиями одновременно, проверяющий полковник вскарабкался на свой бронетранспортер, свита за ним, бронетранспортер взревел, круто развернулся и пошел в военный городок другой дорогой, свита полковника его явно ненавидит, в противном случае ему подсказали бы, что он должен идти прямо за моим танком, я ведь теперь никто, самозванец, доверять мне роту, все равно, как если бы начальник полиции доверил проведение ареста бывшему полицейскому, выгнанному с работы, если уж тебе и пришла в голову такая идея, так хоть будь рядом, чтобы вовремя вмешаться, если уж отдал роту кому-то, если не умеешь ею управлять, так хоть будь рядом, чтобы на тормоза вовремя нажать, но не подсказал никто полковнику, что он жизнь свою в руки молодого старшего лейтенанта отдал, а старший лейтенант, отстраненный от власти, может любую гадость сотворить, он в роте посторонний, отвечать же тебе придется, а может быть знали все в свите, что старший лейтенант роту приведет без всяких происшествий, знали, что не будет старший лейтенант ломать полковничью судьбу, а мог бы, так часто бывает, хлестнуть дивизию плетью боевой тревоги, вырвется она на простор, а ее обратно возвращают, глубокий смысл в этом, так привычка вырабатывается, на настоящее дело пойдут дивизии, как на обычное учение, без эмоций, а заодно и у противника бдительность теряется, вырываются советские дивизии из своих военных городков часто и внезапно, противник на это реагировать перестает, дороги танковыми колоннами забиты, ясно, что отбой дали всей дивизии одновременно, кто знает, сколько дивизий сегодня по боевой тревоге было поднято, сколько их сейчас в свои военные городки возвращается, может одна наша дивизия, может три дивизии, а может пять, кто знает, может и сто дивизий были одновременно подняты, у ворот военного городка оркестр гремит, командир полка нашего батя на танке стоит, свои колонны встречает. Глаз у него опытный, придирчивый, ему взгляда одного достаточно, чтобы оценить роту, батарею, батальон и их командиры. Ежатся командиры под свинцовым батиным взглядом. Здоровенный он мужик, портупея на нем, на последние дырочки застегнуто, еле сходится, а голенища его из полинских сапог сзади разрезаны слегка, по-другому не натянешь их на могучие икры. Кулачище у него как чайник, и этим чайником он машет кому-то, наверное, командиру третьего мотострелкового батальона, бронетранспортеры которого сейчас втягиваются в прожорливую горловину ворот. Вот минометная батарея этого батальона прошла через ворота, и теперь моя очередь. И хотя я знаю, что все мои танки идут за мной, и хотя все равно мне теперь, идут они или нет, я им больше не командир. Я в самый последний момент оглядываюсь. Да, все идут, не отстал ни один. Командиры всех танков ловят мой взгляд, а я снова резко вперед поворачиваюсь, правую ладонь к черному шлему бросил, и командиры всех остальных девяти танков четко повторили это древнее военное приветствие. Командир полка все еще что-то кричит обидное и угрожающее вслед колонии третьего батальона и, наконец, поворачивает свирепый взгляд на мою роту. Горилла лесная, атаман разбойничий, кто твой взгляд выдержать может? Встретив взгляд его, я вдруг неожиданно для себя самого принимаю решение этот многотонный взгляд выдержать. А он кулачище свое разжал в ладонь широченную, как лопата, козырьку. Не каждому батя на приветствие отвечает. И не ждал я этого. Хлопнул глазами. Заморгал часто. Танк мой уже прошел мимо него, а я голову назад, на командира смотрю, а он вдруг улыбнулся мне. Рожа у него черная, как негатив, и от того улыбка его белозубая всей моей роте видна. И, наверное, гаубичные батареи, которая следом за мной идет, которую он сейчас с кулачищем своим приветствовать будет. Эх, командир, не знаешь ты, что я не ротный уже. Сняли меня командир с роты, сняли с позором, вроде как публично высекли. Это, командир, ничего. Думаешь, я заплачу? Да никогда в жизни. Я улыбаться буду. Всегда. Всем назло. Радостно и гордо улыбаться буду. Вот как тебе сейчас, командир, улыбаюсь. Роту я скоро новую получу. Нехватка офицеров, сам знаешь. Жаль только с моими азиатами расставаться. Уж очень ребята дружные подобрались. Ну ничего, переживем. С меня и того достаточно, что полк вовремя по тревоге выход начал. Что ты, командир, с полка не слетел. Стой тут и маши своим кулачищем. На то ты тут и поставлен. И не надо нам никакого другого командира в полку. Мы, командир, нрав твой крутой прощаем. Если надо, пойдем за тобой туда, куда ты нас поведешь. Я, командир, пойду за тобой, пусть не ротным, так взводным, а могу и простым наводчиком. При возвращении боевой машины в парк, что должно быть сделано в первую очередь? Правильно. Она должна быть заправлена. Исправленная или поломанная, но заправленная. Кто знает, когда новая тревога грянет. Каждая боевая машина должна быть готова повторить все сначала и в любую минуту. И оттого гудит снова парк. Сотни машин одновременно заправляются. Каждому танку минимум по тоне топлива надо. И бронетранспортеры тоже прожорливы. И артиллерийские тягачи тоже. И все транспортные машины заправить нужно. Тут же всем боевым машинам боекомплект пополнить надо. Снаряды танковые по 30 килограммов каждый. Сотни их подвезли. Каждая пара снарядов в ящике. Каждый ящик нужно с транспортной машины снять. Снаряды вытащить. Упаковку с каждого снять. Почистить каждый. Заводскую защитную смазку снять и в танк его. А патроны тоже в ящиках. По 880 штук в каждом. Патроны нужно в ленты снарядить. В ленте пулеметной 250 патронов. Потом ленты нужно в магазины заправить. В каждом танке по 13 магазинов. Теперь все стреляные гильзы нужно собрать, уложить их в ящики и сдать на склад. Стволы позже чистить будем. По очереди всем взводам каждый танковый ствол. По многу часов каждый день. Повторяя чистку много дней. Но сейчас пока нужно стволы маслом залить. А вот теперь танки нужно помыть. Это грубая мойка. Основная мойка и чистка будет потом. А вот теперь солдат нужно накормить. Обеда не было сегодня. И поэтому обед совмещен с ужином. А после ужина всех на техническое обслуживание. К утру все проверить нужно. Двигатели, трансмиссии, подвеску, ходовую часть. Где нужно траки сменить. В четвертом танке торсион поломан на левом борту. В восьмом оборачивающий редуктор барахлит. А в первой танковой роте два двигателя сразу менять будут. А с утра начнется общая чистка стволов. Чтобы все было готово, сокрушу. И вдруг чувствую я пустоту под сердцем. И вдруг вспомнил я, что не придется мне с утра в своей роте проверять качество обслуживания. Может быть, и не пустят меня завтра вообще в танковый парк. Знаю, что все документы на меня уже готовы. И что официально снимут меня не завтра утром, а уж сегодня вечером. И знаю, что положено офицеру на снятие идти в блеске не хуже, чем за орденом. И рота моя это знает. И потому, пока я с заправщиками ругался, пока ведомости расхода боеприпасов проверял, пока под третий танк лазил. Уж кто-то мне и сапоги до зеркального блеска отполировал. И брюки выгладил, и воротничок свеженький пришил. Сбросил я грязный комбинезон быстро в душ. Брился долго и старательно. А тут и посыльный, и штаба полка. Гремит парк. Через ворота разбитый бронетранспортер тягач тянет. Гильзы стреляны и звенят. Гудят огромные Уралы, доверху пустыми снарядными ящиками переполненные. Электросварка с салютом брыжет. Все к утру будет блестеть и сиять. А пока грязь, грязь кругом. Шум, грохот, как на великой стройке. Офицера от солдата не отличишь. Все в комбинезонах. Все грязные, все матерятся. И идет среди этого хаоса старший лейтенант Суворов. И умолкают все. Чумазые танкисты в свет мне смотрят. Ясно каждому. На снятие старший лейтенант идет. Никто не знает, за что слетел он. Но каждый знает, что зря его снимают. Чувство такое у каждого. В другое бы время и не заметили старшего лейтенанта в чужих ротах. А если и заметили бы, то сделали вид, что не заметили. Так бы в двигателях и ковырялись, выставив промасленные задницы. Но на снятие человек идет. И потому грязной пятерней под замусоленные пилотки приветствуют меня чужие, незнакомые танкисты. И я их приветствую и улыбаюсь им. И они мне улыбаются, мол, бывает хуже. Крепись. А за стенами парка весь городок военный. Каштаны в три обхвата. Новобранцы громко, но не стройно песню орут. Стараются, но неуклюже еще. Ехой Ефрейтор покрикивает. Вот и новобранцы меня приветствуют. Эти еще телята. Эти еще ничего не понимают. Для них старший лейтенант — это очень большой начальник, гораздо выше Ефрейтора. А что, как-то особо сапоги у него блестят, так это, наверное, праздник у него какой-то. Вот и штаб. Тут всегда чисто. Тут всегда тихо. Лестницы, мрамор. Румыны до войны строили. Ковры по всем коридорам. А вот и полуовальный зал, залитый светом. В пуленепробиваемом прозрачном конусе опечатанные гербовыми печатями знамя полка. Под знаменем часовой замер. Короткий плоский штык дробит последний луч солнца, рассыпает его искрами по мрамору. Я приветствую знамя полка, а часовой под знаменем не шелохнется. Он ведь с автоматом, а вооруженный человек не использует никаких других форм приветствия. Его оружие и есть приветствие всем остальным людям. Посыльный прямо по коридору к кабинету командира полка. Странно это. Почему не к начальнику штаба? Столкнул посыльный в командирскую дверь. Вошел, плотно закрыв дверь за собой. Тут же назад вышел, молча уступив проход. Входите. За командирским дубовым столом незнакомый подполковник небольшого роста. Этого подполковника я сегодня в свете проверяющего полковника видел. Что за черт, дивлюсь, где же батя? Где начальник штаба? И почему подполковник в командирском кресле сидит? Неужели по своему положению он выше нашего бати? Ну, конечно, выше. Иначе не сидел бы за его столом. Садитесь, старший лейтенант. Не слушая рапорта, предлагает подполковник. Сел на краешек. Знаю, что сейчас громкие слова последуют. И оттого вскочить придется. Оттого спина у меня прямая. Вроде в строю стою на параде. Доложите, старший лейтенант. Почему вы улыбались, когда вас полковник Ермолов с роты снимал? Глаза подполковника в душу смотрят. Только правду говори. Я тебя, старлей, насквозь вижу. Смотрю на подполковника, на свежий воротничок, на уже ношеные, но чистенькой и выглаженной гимнастерке. А что ответишь? Не знаю, товарищ подполковник. Жалко с ротой расставаться. Жалко. Рота твоя мастерские работала, особенно в самом конце. А со стенкой все согласны. Ее лучше сломать, чем весь полк под удар поставить. Стенку восстановить нетрудно. Ее уже восстановили. Вот что, старший лейтенант, зовут меня подполковник Кравцов. Я начальник разведки 13-й армии. Полковник Ермолов, снявший тебя с роты, думает, что он начальник разведки. Но он смещен, хотя об этом еще не догадывается. На его место уже назначен я. Сейчас мы объезжаем дивизии. Он думает, что он проверяет. А на самом деле это я дела принимаю. Знакомлю с состоянием разведки в дивизиях. Все его решения и приказы никакой силы не имеют. Он распоряжается каждый день, а по вечерам я представлю свои документы командирам полков и дивизий. И все его приказы теряют всякую силу. Он об этом не догадывается. Он не знает, что его крик — это не более чем лесной шум. В системе советской армии и всего нашего государства он уже ноль, частное лицо, неудачник, изгнанный из армии без пенсии. Приказ об этом ему скоро объявят. Так что его приказ о смещении тебя с роты никакой силы не имеет. — Спасибо, товарищ подполковник. Не спеши благодарить. Он не имеет права тебя отстранить от командования роты, поэтому я тебя отстраняю. И сменив тон, он тихо, но властно сказал. — Приказываю роту сдать. У меня привычка давняя встречать удары судьбы улыбкой, но удар оказался внезапным, и улыбки не получилось. Я встал, бросил ладонь козырьку и четко ответил. — Есть сдать роту. Садись. Сел. — Есть разница. Полковник Ермолов снял тебя, потому что считал, что роты для тебя много. Я снимаю тебя, считая, что роты для тебя мало. У меня для тебя есть должность начальника штаба разведывательного батальона дивизии. Я только старший лейтенант. Я тоже только подполковник. А вот вызвали и приказали принять всю разведку целой армии. Я сейчас не только принимаю дела, но и формирую свою команду. Кое-кого я за собой перетащил со своей прежней работы. Я был начальником разведки 87-й дивизии, но у меня теперь хозяйство много раз большее, и мне нужно очень много толковых исполнительных ребят, на которых можно положиться. И штаб разведывательного батальона — это минимум для тебя. Я попробую тебя и на более высоком посту, если справишься. Он смотрит на часы. 20 минут тебе на сборы. В 21.30 отсюда в ровно в штаб 13-й армии пойдет наш автобус. В нем зарезервировано место и для тебя. Я заберу тебя к себе в разведывательный отдел штаба 13-й армии, если завтра ты сдашь экзамены. Экзамены я сдал. Глава 2. От офицерской гостиницы до штаба 13-й армии 240 шагов. Каждое утро я не спеша иду вдоль шеренги старых кленов, мимо пустых зеленых скамеек, прямо к высокой кирпичной стене. Там, за стеной, в густом саду, старинный особняк. Когда-то очень давно тут жил богатый человек. Его, конечно, убили, ибо это несправедливо, чтобы у одних большие дома были, а у других маленькие. Перед войной в этом особняке размещалось НКВД, а во время нее — гестапо. Очень уж место удобное. После войны тут разместился штаб одной из наших многочисленных армии. В этом штабе я теперь служу. Штаб — это концентрация власти, жестокой, неумолимой, несгибаемой. В сравнении с любым из наших противников, наши штабы очень малы и предельно подвижны. Штаб армии — это 70 генералов и офицеров до рота охраны. Это все. Никакой бюрократии. Штаб армии может в любой момент разместиться на 10 бронетранспортерах и раствориться в серо-зеленой массе подчиненных ему войск, не теряя при этом руководство ими. Бета его незаметности и подвижности — неуязвимость. Но и в мирное время он защищен от всяких случайностей. Еще первый владелец огородил свой дом и большой сад высокой кирпичной стеной. А все последующие владельцы стену эту укрепляли, надстраивали, дополняли всякими штуками, чтобы начисто отбить охоту через стенку перелезть. У зеленых ворот — часовой. Предъявим ему пропуск, он его внимательно рассмотрит и рука к козырьку. Проходите, пожалуйста. От контрольного пункта самого здания не видно. К нему идет дорожка между стен густых кустов. С дороги не свернешь. В кустах непролазная чаща колючей проволоки. Так что идти по дороге, как по туннелю. А дорога плавно поворачивает к особняку, спрятанному среди каштанов. Окна его первого этажа много лет назад замурованы. На окнах второго этажа крепкие решетки снаружи и плотные шторы изнутри. Площадка перед центральным входом вымощена чистыми белыми плитами и окружена стеной кустов. Если присмотреться, то кроме колючей проволоки в кустах можно увидеть и серый шершавый бетон. Это пулеметные казематы, соединенные подземными коридорами с подвальным помещением штаба, где размещается караул. Отсюда, от центрального дворика, дорога поворачивает вокруг особняка к новому трехэтажному корпусу, пристроенному к главному зданию. Отсюда можно наконец попасть в парк, который зеленой мглой окутывает весь наш белый дом. Днем на дорожках парка можно увидеть только штабных офицеров, ночью караулы с собаками. Тут же в парке, совсем неприметный со стороны, вход в подземный командный пункт, сооруженный глубоко под землей и защищенный тысячами тонн бетона и стали. Там под землей рабочие и жилые помещения, узел связи, столовая, госпиталь, склады и все, что необходимо для жизни и работы в условиях полной изоляции. Но кроме этого подземного КП, есть еще один. Тот не только бетоном, сталью и собаками защищен, но и тайной. Тот КП-призрак. Мало кто знает, где он расположен. До начала рабочего дня двадцать минут, и я брожу по дорожкам, шурша первым золотом осени. Далеко-далеко в небе истребитель чертит небо, пугая журавлей, кружащих над невидимым отсюда полем. Вот офицеры потянулись к белому дому. Время, двинемся и мы. По дорожке, к широкой аллее, мимо журчащего ручья, теперь обгоняем левое крыло особняка. Вот мы снова на центральном дворике, среди густых кустов, под тяжелыми взглядами пулеметных амбразур, из-под низких бетонных лубов, сумрачных казематов. Предъявим снова пропуск к озряющему часовому и войдем в гулкий беломраморный зал, где когда-то звенели шпоры, шелестели шелком юбки и за страусовыми перьями вееров прятали томные взгляды. Теперь тут юбок нет. Редко-редко мелькнет телеграфистка с узла связи. Юбка на ней суконная, форменная, хаки в обтяжку. Что, полковники, вслед смотрите? Нравится? По беломраморной лестнице вверх. Тут уж мне вслед смотрят. Там наверху часовой. Там еще одна проверка документов. И сюда наверх отнюдь не каждому штабному полковнику вход разрешен. А я только старший лейтенант. Но пропускают меня часовые. Внизу удивляются. Что за птица? Отчего по мраморной лестнице вверх ходит. Предъявим еще раз пропуск и войдем в затемненный коридор. Тут ковры совсем заглушают наши шаги. В конце коридора четыре двери. В начале тоже четыре. Там в конце коридора кабинеты командующего армией. Его первого заместителя, начальника штаба и политического шамана 13-й армии, который именуется член военного совета. А четыре двери в начале коридора – это самые важные отделы штаба. Первый, второй, восьмой и особый. Первый отдел – оперативный. Он занимается боевым планированием. Второй отдел – разведывательный. Он поставляет первому отделу всю информацию о противнике. Восьмой отдел – название не имеет. У него есть только номер. Мало кто знает, чем этот отдел занимается. А у особого отдела наоборот. Номера нет, только название. Чем занимается – все знают. Наш коридор – наиболее охраняемая часть штаба. И доступ сюда разрешен очень ограниченному числу офицеров. Конечно, в наш коридор и некоторые лейтенанты ходят. Особисты и генеральские адъютанты. Вот и мне вслед полковники смотрят. Что за гусь? А я не особист и не адъютант. Я офицер второго отдела. А вот наша черная кожаная дверь первая налево. Набрали шифр на пульте, и дверь плавно открылась. А за ней еще одна. На этот раз бронированная, как в танке. Нажмем на кнопку звонка, на нас глянет бдительное око через пуленепробиваемую смотровую щель и щелкнет замок. Вот мы и дома. Раньше тут, видимо, был один большой зал. Потом его разделили на шесть не очень больших кабинетов. В тесноте, но не в обиде. В одном кабинете начальник разведки 13-й армии, мой благодетель и покровитель, пока еще подполковник Кравцов. В остальных пяти кабинетах работают пять групп отдела. Первая группа руководит всей ниже стоящей разведкой, разведывательными батальонами дивизии, разведротами полков, внештатными разведротами, артиллерийской, инженерной и химической разведкой. Пятая группа занимается электронной разведкой. В ее подчинении два батальона перенгации и радиоперехвата. А кроме того, эта группа контролирует электронную разведку во всех дивизиях, входящих в состав нашей 13-й армии. Вторая и третья группы для меня – терра инкогнито. Но проработав в четвертой группе месяц, я начинаю догадываться о том, чем эти совершенно секретные группы занимаются. Дело в том, что наша четвертая группа занимается окончательной обработкой информации, поступающей из всех остальных групп отдела. А кроме того, к нам стекается информация снизу от штабов дивизии, сверху и штаба округа, сбоку от соседей пограничных войск КГБ. В нашей группе в мирное время три человека, в военное время должно быть десять, в кабинете три рабочих стола. Тут работают два подполковника, аналитик и прогнозист, и я – старший лейтенант. Я работаю на самой простой работе – на перемещениях. Понятно, что аналитик в нашей группе старший. Раньше на перемещениях тоже работал подполковник, но новый начальник разведки его изгнал из отдела, освободив место для меня. Но должность эта по штату подполковничья, и это означает, что если мне на ней удастся удержаться, то очень скоро стану капитаном, а потом через четыре года также автоматически майором, а еще через пять лет подполковником. Если за эти годы мне удастся прорваться выше, то и следующие звания будут идти автоматически по выслуге лет. Но если я скачусь вниз, то за каждую новую звезду придется грызть кому-то глотку. Подполковникам совсем не нравится инициатива нового начальника разведки – посадить в подполковничье кресло старшего лейтенанта. Мое появление унижает их и авторитет, и опыт. Но не это главное. Главное в том, что в их кресло новый начальник может посадить молодых и порывистых. Они оба смотрят на меня и только слабыми кивками отвечают на приветствие. В рабочем кабинете информационной группы разведывательного отдела три стола, три больших сейфа, книжные полки во всю стену и карта Европы тоже во всю стену. Прямо напротив входа небольшой портрет моложавого генерала. На погонах по три звезды. Иногда, когда никто не видит, я улыбаюсь генерал-полковнику и подмииваю ему. Но генерал-полковник с портрета никогда мне не улыбается. Взгляд его холоден, суров и серьезен. Глаза, зеркало души, жестоки и властны. В уголках губ легкая тень презрения. Под портретом нет никакой надписи. Нет ее и на обратной стороне портрета. Я проверял, когда в комнате никого не было. Вместо имени там стоит печать, войсковая часть 44-388 и грозное предупреждение. Содержат только в защитных помещениях аквариума и подчиненных ему учреждений. «Командный состав Советской Армии я знаю хорошо. Офицер обязан это знать. Но совершенно уверен, что генерал-полковника с портрета я не видел ни в одном военном журнале, включая и секретные». «Ладно, товарищ генерал, не мешайте работать». Передо мной на столе пачка шифровок, поступивших за прошлую ночь. «Моя работа – разобраться с ними, изменения в составе и дислокации войск противника внести в журнал перегруппировок, нанести на большую карту, которая хранится в первом отделе штаба армии. Первая шифровка сразу ставит в тупик. На железнодорожном мосту через Рейн, вблизи Кёльна, зарегистрирован эшелон 20 британских танков Чифтен. Идиоты! В каком направлении прошел эшелон? Это усиление или ослабление? 20 танков – пустяк, но из таких крупиц и только из них создается общая картина происходящего. И аналитик, и прогнозист имеют на столах точно такие же копии шифровок. И от того, что они совершенно четко представляют себе картину происходящего, от того, что в своих головах они держат тысячи цифр, дат, имен и названий, им, конечно, не надо поднимать шифровки предыдущих дней, чтобы там найти ключ к разгадке такого пустякового вопроса. Они испытующе смотрят на меня и совсем не спешат подсказать нужный ответ. Я поднимаюсь со своего места, иду к сейфу. Если перечитать снова все шифровки предыдущих дней, то, наверное, ответ будет однозначным. От четыре злых глаза мне в спину, трудись, старлей, знай, за что подполковники и свой хлеб жуют. Мы работаем до 17.00 с одним часовым перерывом на обед. Тот, кто имеет срочную работу, может оставаться в кабинете до 21 часа. После этого все документы полагается сдать в секретную библиотеку, а сейфы и двери опечатать. Только подземный командный пункт не спит. Во время обострения обстановки мы по очереди остаемся в штабе, в каждой группе по одному офицеру, а в моменты кризисов все офицеры штаба по несколько дней живут и работают в своих кабинетах или под землей. В подземках КП условия для жизни гораздо лучше, но там нет солнца, и потому, если можно, большую часть времени мы проводим в наших немного тесных кабинетах. Если нет шифровок, то я читаю разведывательную сводку генерального штаба. Я полюбил эту пухлую в 600 страниц книгу. Я зачитываюсь ею. Многие страницы знают чуть ли не наизусть, несмотря на то, что каждая из них умещает иногда по нескольку сот цифр и названий. Когда нет кризисов и напряженного положения, то подполковники ровно в 17.00 исчезают. У них, как у павловских подопытных псов, в определенное время слюна выделяется, чтобы плюнуть на печать и вдавить ее в пластилин на сейфе. С этого момента я остаюсь один. Я читаю разведывательную сводку сотый раз. А кроме общей сводки, есть такая же толстая книга о бронетанковой технике, о флоте, о системе мобилизации Бундесвера, о французских ядерных исследованиях, о системе тревог НАТО и еще черт знает о чем. Ты спишь когда-нибудь? Я не заметил, как на пороге появился подполковник Кравцов. Иногда. А вы? Я тоже иногда. Кравцов смеется. Я знаю, что Кравцов каждый вечер сидит допоздна или же неделями пропадает в подчиненных ему подразделениях. Тебя проверить? Да. Где находится 406-е тактическое истребительное тренировочное крыло военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки? Сарагоса, Испания. Что входит в состав 5-го армейского корпуса Соединенных Штатов Америки? 3-я бронетанковая, 8-я механизированная дивизии и 11-й бронекавалерийский полк. Для начала неплохо. Смотри, Суворов. Скоро будет проверка. Если ты не справишься с работой, то тебя выгонят из штаба. Меня не выгонят, но по шее дадут. Стараюсь, товарищ подполковник. А сейчас иди спать. Еще час можно поработать. Я сказал, иди спать. Ты мне, рехнувшийся, тоже не нужен. Через две недели, когда подполковник-прогнозист находился в штабе округа, мне пришлось работать вместо него. За один день и две ночи я подготовил свой первый разведывательный прогноз. Два тонких печатных листа с названием «Предполагаемая боевая активность третьего корпуса Бундесвера на предстоящий месяц». Эти листы начальник разведки просмотрел и приказал передать в первый отдел. Все прошло как-то буднично. Меня никто не хвалил, но никто и не смеялся над моим творением. Воздушная волна бумаги со столов сорвала. Подполковники их телами накрывают. Не разлетелись бы. За каждую бумажку по пятнадцать лет получить можно. Дверь кабинета без стука на всю ширину раскрылась. В двери лейтенант. «Здравствуйте, Константин Николаевич!» Улыбаются лейтенанту подполковники. Красив лейтенант, высок, плечист, ногти розовые, полированные. Лейтенанта в штабе только по имени-отчеству называют. Положение его завидное. Адъютант начальника штаба армии. Если просто его называть «товарищ лейтенант», это вроде как обидеть его. «Поэтому, Константин Николаевич!» «Перемещение!» Неврежно бросает Константин Николаевич. Можно, конечно, сказать. Начальник штаба требует к себе офицера по перемещениям с докладом об изменениях в группировке противника за прошлую ночь. Но можно и проще это сделать, как это Константин Николаевич делает, коротко, с легким презрением. Я быстро шифровки в папку собираю, адъютант генеральский чуть подобрел, даже улыбнулся. «Не суетись под клиентом!» Подполковники адъютантской шутки зубки скалят. «Суки штабные! За места теплые держитесь! А я этого терпеть не буду! Мне, кроме своих цепей, терять нечего!» «Не хамили, лейтенант!» В лицо адъютанта вытянулось. Подполковники умолкли. На меня звериные взгляды уставили. «Дурак! Выскочка! Хам! Как же ты с адъютантом разговариваешь? С Константином Николаевичем? Тут тебе не батальон! Тут штаб! Тут обстановку тонко чувствовать надо! Ты, деревенщина неотесанная, и на нас гнев накликаешь!» Выхожу из кабинета, генеральского адъютанта вперед себя не пропустив. И не пропущу никогда. Подумаешь! Адъютантишка! Халуй генеральский! Ты солдата видел ли когда-нибудь на огневом рубеже? На стрельбище? Когда у него автомат с патронами, а у тебя только флажок красный в руке? Почувствовав оружие, идет солдат на мишени и мыслью терзается, а не врезать ли длинную очередь по командиру своему. За свою жизнь я каждого своего солдата десятки раз через огневой рубеж водил. И не однажды видел сомнения в солдатских глазах. По фанерке стрелять или насладиться смертью настоящей? А ты, адъютантик, водил солдат на огневой рубеж? А видел ты их один на один в лесу, в поле, на морозе, в горах? А видел ты злобу солдатскую? А случалось тебе вдруг застать всю роту пьяной с боевым оружием? Ты, адъютант, на мягких коврах карьеру делаешь и не рыпайся на Витю Суворова. Я терпел бы, если бы ты капитаном был, или если хотя бы одного возраста со мной оказался. А ты же сопляк, мальчишка, как минимум, на год младше меня. В коридоре генеральский адъютант, как бы нечаянно, мне больно на ногу наступил. Я ждал выходки какой-нибудь и готов к ней был. Шел я чуть впереди адъютанта и чуть левее, и потом правым своим локтем двинул резко назад. В мягкое попал. Что-то в адъютанте булькнуло. Охнул адъютант. Ртом разинутым воздух хватает и загнулся. К стенке привалился. Медленно разгибается адъютант. Выше он меня и в кости шире. Кисти рук огромные. Мячик баскетбольный, наверное, той кистью без труда держать можно. Но пузечко слабеньким оказалось. А может, просто не ожидал удара? Это ты, адъютант дурака, свалял. Удара всегда ожидать нужно. Каждое мгновение, тогда и не будет такого сокрушительного эффекта. Медленно адъютант выпрямляется, от моей руки взгляда не отрывает. А у меня два пальца рогаткой растопырены. Во всех странах этот жест викторию означает, победу то есть. А у нас этот жест означает «Гляделки, сука, выколю». Поднимается он медленно по стеночке, от растопыренных пальцев взгляд не отрывает. И понимает он, что его высокий покровитель ему сейчас не защита. Мы один на один, в пустом коридоре, как единоборцы на древнем поле боя, когда перед кровавой битвой от двух несметных армий вышли на середину только двое и будут бить друг друга. Он выше меня и шире. Но сейчас он понимает, что суета жизни простила со мной. И уже ничего, кроме победы, для меня не важно. И что за победу я готов платить любую цену, даже собственную жизнь. Он уже знает, что на любое его действие или даже слово я отвечу жутким ударом растопыренных пальцев в глаза и тут же вцеплюсь ему в глотку, чтобы уже никогда ее не отпустить. Он, не моргая, медленно поднимает свои руки к горлу и, нащупав галстук, поправляет его. «Начальник штаба ждет!» «Вас», — подсказываю я. «Начальник штаба ждет вас!» «Мне трудно возвращаться в этот мир. Я уже простился с ним перед смертельной звериной схваткой, но он боя не принял. Я втягиваю воздух в себя и тру, онемевшие от напряжения, руки. Он не отрывает взгляда от моего лица. Мое лицо, видимо, изменилось. Что-то говорит ему, что я его пока убивать не намерен. Я поворачиваюсь и иду по коридору. Он идет сзади. «Я старший лейтенант, а ты еще только лейтенант. Вот и топай сзади!» В приемной два стола, один против другого. Они, как бастионы, прикрывают каждой свою дверь. Одна дверь в кабинет командующего, другая в кабинет начальника штаба. У двери командующего, за полированным столом, его адъютант. Он тоже лейтенант, но и его никто по званию или по фамилии в штабе не называет. Арнольд Николаевич, его имя. Тоже высокий, тоже красивый. Форма на нем не офицерского, генеральского сукна. Ко мне, с его стороны, тоже никакого почтения. Сквозь меня смотрит, не замечая. Есть на то причина. Мой шеф, начальник разведки подполковник Кравцов, назначен на свой высокий пост без согласия командующего армией, его заместителя и начальника штаба, вытеснив их человека с этого важного поста. И от того, к моему шефу, презрение командующего, придирки начальника штаба, от того, ко всем нам, кого Кравцов за собой привел, общая ненависть офицеров штаба, особенно тех, кто работает на Олимпе, на втором этаже. Мы чужаки. Мы незваные гости в теплой компании. Начальник штаба генерал-майор Шевченко вопросы ставит толково, слушает, не перебивая. Я ждал придирок, но он только пристально смотрит мне в лицо. В штабе появляются новые офицеры, чья-то невидимая мощная рука толкает их прямо на мягкие ковры второго этажа. Мнение начальника штаба теперь почему-то не спрашивают, и это не может ему нравиться. Власть мягка, как вода, струится сквозь пальцы. Как ее удержать? Он отворачивается к окну и смотрит в сад, заложив руки за спину. Кожа на его щеках фиолетовая, чуть-чуть жилки проступают. Я стою у двери, не зная, что делать. Товарищ генерал, разрешите идти? Не отвечает. Молчит. Может, вопроса не услышал? Нет, услышал. Помолчав еще, он коротко отвечает. Да, не повернув ко мне головы. В приемной оба адъютанта встречают меня недобрыми взглядами. Ясно, что адъютант начальника штаба уже все рассказал своему коллеге. Конечно, они еще не доложили о случившемся своим покровителям, но непременно это сделают. Для этого они должны выбрать удобный момент, когда босс в соответствующем для подобного доклада настроении... Я иду к двери, спиной чувствуя их ненавидящие взгляды, как пистолеты в затылок. Чувства во мне два сейчас — облегчение и досада. Служба моя штабная завершена, и ждет меня белая бескрайняя ледяная пустыня с заполярным кругом или желтая раскаленная пустыня, возможно, еще и суд офицерской чести. Подполковники встречают меня гробовым молчанием. Они, конечно, не знают того, что случилось в коридоре, но и того, что случилось тут в кабинете, вполне достаточно, чтобы уже меня не замечать. Я выскочка. Я внезапно взлетел высоко, но, не понимая этого и по достоинству не оценив случившегося, на этом месте не удержался и сорвался в пропасть. Я — никто, и моя участь их не беспокоит. Их интересует более важный вопрос. Будет ли удар по мне перенесен и на моего, столь ими ненавидимого шефа? Я запираю документы в сейф и спешу к подполковнику Кравцову предупредить о грозящих ему неприятностях. С адъютантами не надо ссориться. Назидательно говорит он, не проявляя, однако, особого беспокойства по поводу случившегося. О том, что я ему рассказал, он, кажется, забывает мгновенно. Чем ты намерен заниматься сегодня вечером? Готовится к сдаче должности. Тебя еще никто из штаба не выгоняет. Значит, скоро выгонят. Руки коротки. Я тебя сюда, Суворов, за собой привел, и только я тебе могу дать команду убираться отсюда. Так чем ты намерен заниматься вечером? Изучать 69-ю группу сил 6-го флота Соединенных Штатов Америки. Хорошо. Но тебе, кроме умственных, нужны и физические нагрузки. Ты разведчик. Ты должен пройти курс нашей подготовки. Ты знаешь, чем занимается вторая группа нашего отдела? Знаю. Как ты это можешь знать? Догадался. Так чем вторая группа, по твоему мнению, занимается? Руководит агентурной разведкой. Правильно. А может, ты знаешь, и чем третья группа занимается? Он недоверчиво смотрит на меня. Знаю. Он ходит по комнате, стараясь осмыслить то, что я ему сказал. Затем он порывисто садится на стул. Садись. Я сел. Вот что, Суворов. Из второй группы ты получал для обработки крупицей информации, и поэтому ты мог догадаться об их происхождении, но из третьей группы ты ни черта не получал. Из этого я сделал вывод, что силы, подчиненные третьей группе, действуют только во время войны, а дальше догадался. Твоя догадка могла быть неверной, но офицеры в третьей группе очень высокие, все как один. Чем же они, по-твоему, занимаются? Во время войны они выливают информацию силой. И хитростью, ставил он. Они диверсанты, террористы. Ты знаешь, как это называется? Этого я знать не могу. Это называется спецназ, разведка специального назначения, диверсионная, силовая разведка. Мог ли ты догадаться, сколько диверсантов в подчинении третьей группы? Батальон. Он вскочил со стула. Кто тебе это сказал? Догадался. Как? По аналогии. В каждой дивизии одна рота занимается глубинной разведкой. Это, конечно, не спецназ. Но нечто очень похожее. Армия на ступени выше дивизии. Значит, в вашем распоряжении должна быть не рота, а батальон, то есть на ступень выше. Четыре раза в неделю по вечерам будешь являться вот по этому адресу, имея с собой спортивный костюм. Все. Иди. Есть. Если придет новый командующий армией и новый начальник штаба, а следовательно и новые адъютанты, постараясь иметь с ними хорошее отношение, вы думаете, что командование нашей армии скоро сменится? Я тебе этого не говорил. В нашей информационной группе разведывательного отдела небольшие изменения. Подполковник, который работал на прогнозах, внезапно уволен в запас. Его вызвали на медицинскую комиссию, которая нашла нечто такое, что мешает ему оставаться в армии. На пенсии ему будет лучше. Уходить ему никак не хотелось, ибо каждый год после 25 лет солидную надбавку к пенсии. Но, доктора, неумолимы. Ваше здоровье дороже всего. Вместо подполковника на должность прогнозиста назначен капитан из разведки 87-й дивизии. Начальник штаба должен знать все о противнике, поэтому каждое утро, разобравшись с шифровками, я иду к нему на доклад. Он никогда не вызывает меня по телефону, просто посылает адъютанта. После нашей стычки прошло уже две недели. Я уверен, что адъютант давно доложил своему шефу о случившемся, конечно, выгодном для себя свете, но я все еще хожу по коридорам второго этажа, я еще не провалился в тартарары. Это генеральским адъютантам не совсем понятно. Им ясно, что я какое-то исключение в правиле, но они не знают, какое и почему, и потому они не хамят мне больше. Этот вопрос и меня занимает самого. Отчего, черт побери, я исключение? У нас изменения. Начальник первого отдела штаба смещен. Вместе с ним уволены старшие групп и некоторые ведущие офицеры. Вместо полковника на должность поставлен подполковник. За собой он привел целый табун капитанов и старших лейтенантов и рассадил их по подполковничьим местам. Начальник разведки 13-й армии приказал мне пройти сокращенный курс подготовки для работы в третьей группе. Да-да, я знаю. Заходи. Он широко улыбается. Ручище у него, как клешни у краба. Информаторы должны работать у нас. Они должны понимать, как кусочки информации собираются и какова им цена. Переодевайся. Сам он босиком, в зеленой куртке и в зеленых брюках, мягких, но, видимо, прочных. Руки по локоть обнажены и напоминают мне здоровенные, необычно чистые, волосатые лапы хирурга, который лет пять назад собирал меня из кусочков. Мы в широком солнечном спортивном зале. Посреди зала два одиноких стула кажутся совсем маленькими в этой необъятной шире. Садись. Мы сели на стуле лицом к лицу. Руки на колени положи и расслабь их, как плети. Всегда так сиди. В любой обстановке ты должен быть предельно расслаблен. Нижние зубы не должны касаться верхних. Челюсть должна отвисать, слегка, конечно. Шею расслабь. Ноги, ступни, ногу на ногу никогда не клади. Это нарушает кровообращение. Так он встал, обошел меня со всех сторон, придирчиво оглядывая. Потом ручищами ощупал шею, мышцы спины, кисти, рук. Никогда не барабань пальцами по столу. Так делают только неврастейники. Советская военная разведка таких в своих рядах не держит. Что ж, ты достаточно расслаблен. Приступим к занятиям. Он садится на стул, руками держится за сиденье, потом качается на двух задних ножках стула и вдруг, качнувшись резко назад, опрокидывается на спину вместе со стулом, улыбается, скакивает, поднимает стул и садится на него, скрестив руки на коленях. Запомни, если ты падаешь назад, сидя на стуле, с тобой ничего не может случиться. Если, конечно, сзади нет стенки или ямы, падать назад, сидя на стуле, так же просто и безопасно, как опуститься на колени или встать на четвереньки. Но природа наша человеческая противится падению назад. Нас сдерживает только наша психика. Возьмись руками за сиденье. Я тебя подстраховывать не буду. Удариться ты все равно не можешь. Покачайся на задних ножках стула. Стой, стой. Боишься? Боюсь. Это ничего. Это нормально. Было бы странно, если бы не боялся. Все боятся. — Возьмись руками за сиденье. Начинай без моих команд. Покачались? Я качался на стуле, балансируя, затем слегка нарушил баланс, качнувшись чуть больше, и стул медленно пополз в бездну. Я вжался в сиденье. Я втянул голову в плечи. Потолок стремительно уходил вверх, но падение затянулось. Время остановилось, и вдруг спинка стула грохнулась в пол. Только тут я по-настоящему испугался, и в то же мгновение радостно рассмеялся. Со мной решительно ничего не случилось. Голова, повинуясь рефлексу, чуть ушла вперед, и оттого я просто не мог удариться затылком. Удар приняла спина, плотно прижатая к спинке стула. Но площадь спины гораздо больше площади ступней, и оттого падения назад менее неприятно, чем прыжок со стула на землю. Он протянул мне руку. «А можно я еще попробую?» «Конечно, можно!» — улыбается. Я сел на стул, ухватился руками за сиденье и повалился назад. «Я еще попробую!» — радостно кричу я. «Да-да, наслаждайся!» По нашему заказу, Академия наук разработала методику прыжков из скоростного поезда, а равно из автомобиля трамвая. Математическая формула тебе не нужна. Пойми только вывод. Из стремительно несущегося поезда надо прыгать задом и назад, приземляться на согнутые ноги, стараясь сохранить равновесие и не коснувшись руками земли. В момент касания земли нужно мощно оттолкнуться и несколько секунд продолжать бег рядом с поездом, постепенно снижая скорость. Наши ребята прыгают с поезда на скоростях 75 км в час. Это общий стандарт. Но есть одиночки, которые этот стандарт значительно перекрывают, прыгая с гораздо более скорых поездов, прыгая под уклон, с мостов, прыгая с оружием в руках и со значительным весом за спиной. Запомни главное – не коснуться руками земли. Ноги вынесут тебя. Мышцы ног обладают исключительной силой, динамичностью и выносливостью. Касание рукой может нарушить стремительный ритм движения ног. За этим следует падение и мучительная смерть. Потренируемся. Вначале тренажер. Настоящий поезд будет позже. Начинаем со скорости 10 км в час. А через месяц мы вдвоем стояли на перилах железнодорожного моста. Далеко внизу холодная свинцовая река медленно несет свои воды, сворачиваясь в могучие змеиные кольца у бетонных опор. Я уже грамотен и понимаю, что человек может ходить и по телеграфному проводу над бездонной пропастью. Все дело в психической закалке. Человек должен быть уверен, что ничего плохого не случится. И тогда все будет нормально. Цирковые артисты тратят годы на элементарные вещи. Они ошибаются. У них нет научного подхода. Они базируют свою подготовку на физических упражнениях, не уделяя достаточного внимания психологии. Они тренируются много, но не любят смерть, боятся ее, стараются ее обойти, забывая о том, что можно наслаждаться не только чужой смертью, но и своей собственной. И только люди, не боящиеся смерти, могут творить чудеса вместе с богами. — Дураки говорят, что вниз смотреть нельзя, — кричит он. — Какое наслаждение смотреть вниз на водовороты! Я смотрю в глубину, и она больше не кажется мне жуткой и влекущей, как змеяная пасть для лягушонка, и ладони мои больше не покрываются отвратительной холодной влагой. А пять изменений в руководстве 13-й армии. В каждой армии подва генерала-майора артиллерии. Один командует ракетными подразделениями и артиллерией, второй — ПВО. В 13-й смещены оба. В Прикарпатском военном округе грандиозные изменения. Скоропостижно скончался командующий Прикарпатским военным округом, генерал-полковник Бесярин. Еще не прошло и года с того времени, когда он командовал Прикарпатским фронтом в Чехословакии. Он был бодр и здоров и правил четырьмя армиями своего фронта легко и свободно. Говорят, что он никогда не болел, и вот его нет. Командование военным округом принял генерал-лейтенант танковых войск Абатуров. И тут же в штабе военного округа произошло массовое смещение людей Бесярина и их замена людьми Абатурова. И тут же волна изменений покатилась вниз в штабы армии. В округе их четыре. 57-я, воздушная, 8-я, гвардейская, танковая, 13-я и 38-я. По мягкому ковру нашего коридора быстро прошли два новых генерала. Новый командующий нашей 13-й армией и новый начальник штаба. В этот день броневую дверь разведывательного отдела всем посетителям открывал я. Звонок. Через танковый триплекс я вижу незнакомого лейтенанта. О, я знаю, кто это. Пароль Омск. Допуск 106. Заходите. Тяжелая дверь плавно отошла в сторону, пропуская лейтенанта. Доброе утро. Товарищ старший лейтенант. Мне нужен начальник разведки. Я доложу ему. Одну минуту подождите, пожалуйста. Я стукнул в дверь своего шефа и тут же вошел. Товарищ подполковник, к вам адъютант нового командующего армией. Просите. Лейтенант входит. Товарищ подполковник, вас просит командующий. Я знаю наперед, что будут учения, что шифровки будут сыпаться, как из рога изобилия, что молодые адъютанты устанут смертельно, у них будут красные воспаленные глаза, когда ночами мы будем вместе с ними работать над большой картой. Я знаю, что после первых учений два новых адъютанта и я напьемся до зеленых чертиков и станем друзьями. Я буду рассказывать им похабные анекдоты, они мне смешные истории из интимной жизни их покровителей. Но и сейчас уже, после самой первой встречи, уже потому, как адъютант приветствовал меня, и потому, как он входил в кабинет моего шефа, я понимаю, что мы фигуры одного цвета. Новые генералы в штабе армии люди Абатурова, новые начальники отделов, включая и Кравцова, люди Абатурова, новые адъютанты, новые офицеры в штабе, все они люди Абатурова. Я осознаю впервые, что и я член этой группы, и я знаю, что сам новый командующий Прикарпатским военным округом, генерал-лейтенант Абатуров, человек какой-то мощной группы, стремительно и неудержимо идущий к власти. Все, кто пришел в этот штаб и в другие штабы округа раньше нас, все они фигуры другого цвета, и их время кончилось, тех, кто стар достаточно, будут вышибать на пенсию, остальных в раскаленные пески. Старая группа под мощным, но невидимым со стороны ударом рухнула и рассыпалась, и ее осколком никогда не быть верными слугами воротил этого общества, никогда не нежится в лучах могущества. В секретной библиотеке я столкнулся с бывшим адъютантом бывшего начальника штаба. Он сдавал документы, он едет куда-то очень далеко командовать взводом, он более двух лет уже офицер, но никогда не имел в своем распоряжении недисциплинированных, полупьяных, совершенно неуправляемых солдат. Если бы с этого началась его служба, то все было бы нормально. Но его служба началась с мягких ковров. В любой обстановке он сытно ел, был в тепле, теперь все ломалось, человек привыкает быть на дне пропасти, а если он всегда там находился, то и с трудом представляет, что может быть какая-либо другая жизнь. Но лейтенант был вознесен к вершинам, а теперь снова падал в пропасть на самое дно, и это падение было мучительным. Он улыбается мне, а улыбка его кажется собачьей. Когда-то очень давно на Дальнем Востоке я видел двух псов, прибившихся к чужой своре, но свора рычала, не желая принимать чужаков в свою среду, и тогда один из этих псов бросился на своего несчастного товарища и загрыз его. Их борьба продолжалась долго, и свора терпеливо следила за исходом поединка. Один ревел, а другой, более слабый, жутко визжал, не желая расставаться с жизнью. Убив своего товарища, а может быть и брата, весь искусанный изорванный пес, поджав хвост, подошел к своре, демонстрируя свою покорность, и тогда свора бросилась на него и разорвала. Почему-то бывший адъютант мне напомнил того пса с поджатым хвостом, готового грызть кого угодно, лишь бы быть принятым в свору победителей, дурак. Будь гордым, езжай в свою пустыню и не виляй хвостом, пока тебя не загрызли. В ту ночь снился мне старый добрый еврей дядя Миша, было мне тогда пятнадцать лет, учился в школе в школе, и работал в колхозе. Зимой работал время от времени, летом наравне с матерыми мужиками, поэтому, когда на обсуждение встал серьезный вопрос, то на собрание позвали и меня. Дело вот в чем было. В конце августа каждый год наш колхоз отправлял в город Запорожье одного человека на две-три недели торговать арбузами. Конец августа приближался и нужно было решить, кто из мужиков поедет в этом году торговать колхозными арбузами. Сидят мужики в клубе, пора горячая, уборка в разгаре, а мужикам не до уборки. Спорят, кричат. Председатель предложил на арбузы зятя своего сережку послать. Первые ряды молчат, а задних свистят, стучат ногами и скамейками. Председатель ставит вопрос на голосование. Разгорячился он, голову теряет. В таких случаях нужно сначала спросить, кто против. Никто, конечно, не поднимет руку. Тогда и голосованию конец, значит, все согласны. Но председатель по ошибке спрашивает, кто за. Он привык так вопрос ставить, когда нужно мудрую политику нашей родной партии одобрять. Но тут вопрос скровный, тут все руки вверх единогласно не будут тянуть. Кто за, повторяет председатель, а зал молчит, ни одна рука вверх не поднялась, просчитался председатель. Не так вопрос поставил. Сережку зятя председателева нельзя посылать, значит. Махнул он рукой, сами тогда решайте. Опять шум и крик все с места вскакивали, снова все недовольны. А я в углу сижу. О чем люди спорят, никак в толк не возьму. Те мужики, что в прошлые годы арбузами торговать ездили, уверяют всех, что работа эта опасная, шпана на базаре зарезать может. Если ошибешься в расчетах, милиция арестует, или придется потом с колхозом своими собственными деньгами рассчитываться. Но странное дело, ни один из них, раньше торговавших, вроде бы и не очень упирается, если его на эту опасную, неблагодарную работу вновь выдвигают. Зато все остальные сразу ногами топают и кричат, что он мошенник и плут, и что от него только убыто к колхозу. Опять же странно, если работа опасная и неблагодарная, отчего его и не сунуть на эту работу вместо себя, но нет, не пускает собрание ни одного из названных, все новых кандидатов называют, и все так же решительно собрание их отклоняет. Чудеса! Нет бы первого, кого председатель назвал, и послать на это проклятое место, всем бы облегчение. Так нет же, никому не хочется посылать туда ни врага своего, ни друга, ни соседа. Такое впечатление, что каждый сам туда норовит попасть, да другие его не пускают, а коль я туда не попал, так и тебя не пущу. Спорили, спорили, утомились, всех перебрали, всех отклонили. Кого ж тогда? Витьку Суворова, что ли? Мал он еще. Но мужики на этот счет другое мнение имели. Я им не равен ни по возрасту, ни по опыту, ни по авторитету, для мужиков вроде бы как никто. И послать меня означало для них почти то же самое, что не послать никого. Пусть Витька едет, рассуждал каждый, лишь бы мой враг туда не попал. Так порешили. Проголосовали единогласно, председатель и даже зять его Сережка и те руки вверх подняли. Привезли меня в город два лохматых мужика в три часа ночи. Вместе мы арбузы разгрузили, уложили их в деревянный короб у зеленого дощатого навеса, в котором мне предстояло проработать шестнадцать дней и проспать пятнадцать ночей. В пять утра базар уже гудел тысячами голосов. Мужики давно уехали, а я один со своими арбузами остался. Торгую и за прилавка не выхожу. Стесняюсь, ноги босые, а в городе никто так не ходит. Торгую, судьбу проклинаю, еще меня никто и резать не собирается, а жизнь уж в моих глазах меркнет. Арбузы у меня отменные, очередь у прилавка огромная, все кричат как на колхозном собрании, а я считаю. Цена моим арбузам семнадцать копеек за килограмм. Это государственная цена. Отклониться от нее в тюрьму посадят. Считаю, математику я любил, но ничего у меня не получается. Весит допустим арбуз четыре килограмма восемьсот семьдесят граммов. Если по семнадцать копеек за килограмм брать, то сколько такой арбуз стоит? Если бы толпа не шумела, если бы та баба жирная меня за волосы ухватить не норовила, то я мигом бы сосчитал. А так ни черта не получается, ни карандаша, ни бумажки с собой нет, откуда знать было, что потребуется. Толстые женщины в очереди злятся на медлительность, напирают на прилавок. Те, что купили, в сторонке сдачу подсчитывают, снова к прилавку подбегают, кричат, милицию вызвать грозятся. А арбузы самые разные, и вес у них разный, и цена разная, а копейка на доли не делится. Вспомнил я слова мужиков на собрании. Просчитаешься, потом с колхозом своими деньгами рассчитываться будешь. Откуда у меня свои деньги, ни черта у меня не получается. Я толке кричу, что закрываю торговлю. Тут меня чуть не разорвали. Уж больно арбузы хорошие. А напротив меня в лавочке старый еврей с косматыми белыми бровями сидит, шнурками торгует. Смотрит он на меня, морщится, как от зубной боли. Невыносимо ему на эту коммерцию смотреть. То отвернется, то глаза к небу торгует. Долго он так сидел, мучился, не выдержал. Закрыл лоточек свой, встал со мной рядом и давай торговать. Я ему арбузы кидаю, на которые он длинным костлявым пальцем указывает, и пока успеваю я арбуз из кучи выхватить, он предыдущий на риту ловит, взвешивает, подает, деньги принимает, сдачу отсчитывает. Мне на следующий пальцем тычет, да еще как и арбуз, а с понятием то меня на самый верх кучи гонит, то к основанию, то с другой стороны кучи забежать мне приходится, то обратно вернуться, а он всем улыбается. Ему все улыбаются, все его знают, все ему кланяются. Спасибо, дядя Миша, говорят. За час он всю очередь пропустил, а куча наполовину уменьшилась. Только мы с очередью управились, он мне кучу денег вывалил, трешки мятые рубли рваные, кое-где и пятерки попадаются, милость звенящую, он отдельной кучкой сложил, сдачу, чтоб давать. Вот, говорит, выручка твоя, в правый карман ее положи, тут достаточно, чтобы с твоим колхозом за сегодня рассчитаться, а все, что сегодня еще выручишь, смело в свой левый карман клади. Ну, дядя Миша, говорю, век не забуду, это не все, говорит, это только я практику преподал, а теперь теорию слушай, принес он лист бумаги, написал цены на нем, один килограмм 17 копеек, два килограмма 34 и так до десяти, но с килограммами у меня проблем не было, с граммами проблема, вот и их он отдельным столбиком пишет, 50, 100, 150, копейка на доле не делится, поэтому за 50 граммов ничего можно не взять, а можно взять целую копейку, и так правильно, и так, за 100 граммов можешь взять одну копейку, а можешь две копейки взять, с хорошего человека бери всегда минимум, а с нормального человека всегда бери максимум, быстро он мне цены пишет, 750, минимум 12 копеек, максимум 13, как же вы, дядя Миша, так считаете быстро, а я не считаю, я просто цены знаю, черт побери, говорю, цены же меняются, ну и что, если завтра тебе по 18 копеек прикажут продавать, значит, например, за 5 килограммов 920 граммов можно минимум взять рубль и 6 копеек, а максимум рубль и 8 копеек, граммы тоже округлять нужно для хорошего человека в сторону минимума, а для нормального в сторону максимума, хорошему человеку хороший арбуз давай нормальному человеку нормальный, как хороший арбуз от нормального отличить, я знаю, у хорошего арбуза хвостик засушен, а на боку желтая лысинка, а вот как хороших людей от обычных отличить, если спрошу, ведь он смеяться будет, вздохнул я, но ведь и мне когда-то ума набираться надо, и спросил его, от этого вопроса он аж присел, долго вздыхал он, головой качал, глупости моей удивлялся, заприметь хозяек из окрестных домов, тех, которые у тебя каждый день покупают, вот им и давай лучшие арбузы, да по минимальной цене, их немного, но они тебе славу разносят, рекламу тебе делают, мол, честный, точный, и арбузы сладкие, они тебе очередь формируют, раз, две, три возле тебя стоят, значит, десять других вслед им пристроятся, но это уж покупатели одноразовые, им-то и давай обычные арбузы похуже, а бери максимум с них, понял? Картон с ценами он над моей головой приладил, со стороны не видно, но стоит мне голову вверх задрать, вроде цены вычисляя, все цены передо мной, так и пошла торговля, быстро, да с доходом, хороши арбузы, ах, хороши, подходи, налетай, через день окрестные домохозяйки меня узнавать стали, улыбаются, я им арбузы по минимальной цене улыбаюсь, всем остальным по максимальной тоже улыбаюсь, с одного покупателя доли копеечки, с другого тоже, вдруг я понял выражение, что деньги к деньгам липнут, не обманывал я людей, просто доли копейки в свою пользу округлял, но появились в моем левом кармане трешки мятые, рубли рваные, иногда и пятерки, посчитаю доход, все лишние деньги у меня, сдам колхозу выручку, а в моем собственном кармане все прибывает, появилась в кармане хрустящая десятка, пошел я к дяде Миша, протягиваю, спасибо, дядя Миша, научил, как жить, дурак, говорит дядя Миша, вон милиционер стоит, ему дай, а у меня и своих достаточно, зачем же милиционеру, дивлюсь я, просто так, говорит, подойди и дай, от тебя не убудет, а милиционеру приятно, я же преступления не совершаю, зачем ему давать, дай, говорю, дядя Миша сердится, да, когда давать будешь, не болтай, просто сунь в карман и отойди, пошел я к милиционеру, суровый стоит, рубаха на нем серая, шея потная, глаза оловянные, подошел к нему прямо вплотную, аж страшно, а он и не шевельнется, в нагрудный карманчик ему ту десятку трубочкой свернутую сунул, а он и не заметил, стоит, как статуя, глазом не моргнет, не шелохнется, пропали, думали, мои денежки, он и не почувствовал, как я ему сунул, на следующее утро тот милиционер снова на посту, здравствуй, Витя говорит, удивляюсь я, откуда бы ему имя мое знать, здравствуйте, гражданин, начальник, отвечаю, а каждый вечер машина из колхоза приезжала, отвалят мужики две-три тонны арбузов на новый день, а я за прошедший день отчет держу, было ровно две тонны, продал 1816 килограммов, остальные не проданы, битые и мятые, их 184 килограмма, вот выручка, 308 рублей, 72 копейки, взвесят мужики брак, бумагу запишут, и домой поехали, а я битые арбузы, корзины через весь базар, на свалку таскаю, за этим занятием меня дядя Миша застал, охает, кряхтит, моей тупости девица, отчего, говорит, ты тяжелую грязную работу делаешь, да еще и без всякой для себя прибыли, какая от них польза, удивляюсь я, кто же их гнилые, добитые купит, опять он сокрушается, глаза к небу закатывает, продавать, говорит, их не надо, но и таскать их на свалку тоже не надо, оставь их, сохрани, придет завтра контроль, а ты их и покажи второй раз, да вместе с теми, что завтра битыми окажутся, продашь ты завтра, допустим, 1800 килограммов, а говори, что только 1650, а еще через день снова продашь 1800, но показывай все битые арбузы, что за три дня скопились, и говори, что удалось продать только 1500 килограммов, так и пошло, не увлекайся, дядя Миша учит, жадность фраера губит, это я и сам понимаю, не увлекаюсь, если 150 килограммов в день у меня битых, я только 300 килограммов показываю, но не больше, а ведь мог бы и полтонны показать, на этих битых арбузах в день я по 25 рублей в свой левый карман клал, в колхозе я и в месяц постольку не зарабатывал, да от доли тех копеечных в карманах оседало, да еще несколько секретов, дядя Миша шепнул, в последний вечер захватил я шесть бутылок коньяка, надел новые туфли лакированные, пошел к дяде Мише, дурак, говорит дядя Миша, ты, говорит, эти бутылки своему председателю отдай, чтобы он и на следующее лето твою кандидатуру на собрание вывинул, нет, говорю, у тебя может и своих много, но возьми и мои тоже, возьми их от меня на память, если не нравится, разбей об стенку, но я тебе их принес, и обратно не заберу, взял он их, я говорю, две недели торговал, а вы сколько, мне отвечает, семьдесят три сейчас, обошел я в коммерцию шести лет, при государе Николае Александриче, вы за свою жизнь, наверное, всем торговали, нет, отвечает, только шнурками, а если б золотом пришлось торговать, сумели бы, сумел бы, но не думай, что на золоте проще деньги делать, чем на других вещах, вдобавок, все наперед знают, что ты миллионер подпольный, на шнурках больше заработать можно, и спокойнее с ними, а чем тяжелее всего торговать, спичками, наука исключительной сложности, но если овладеть ею, то миллион за год сколотить можно, вы, дядя Миша, если бы в капиталистическом мире жили, то давно бы миллионером были, на это он промолчал, а у нас-то в социализме не развернешься, быстро расстреляют, нет, не соглашается дядя Миша, и при социализме не всех миллионеров расстреливают, нужно только десятку трубочкой свернуть, и милиционеру в кармашек, тогда не расстреляют, а еще говорил дядя Миша, что деньги собирать не надо, их тратить надо, ради них на преступление идти не стоит, и рисковать из-за них незачем, не стоят они того, другое дело, если они сами к рукам липнут, тут уж судьбе противиться не нужно, бери их и наслаждайся, а на земле нет такого места, нет такого человека, которому миллион бы сам в руки не шел, правда, многие этих возможностей просто не видят, не используют, и сказав это, он трижды повторил, что счастье не в деньгах, а в чем счастье, он мне не сказал, редко дядя Миша мне снится, трудно сказать почему, но в те ночи, когда добрый старик приходит ко мне на пыльный базар, я плачу во сне, в жизни я редко плакал, даже и в детстве, а во сне, только когда его вижу, шепчет дядя Миша на ухо мудрости жизни, а я все запоминаю и радуюсь, что ничего не упустил, и все им сказанное в уме стараюсь удержать до пробуждения, все просто, истины прописные, но просыпаюсь и не помню ничего, разбудил меня лучик яркого света, потянулся я и улыбнулся мыслям своим, долго вспоминал, что мне дядя Миша на ухо шептал, нет, ничего не помню, а было что-то важное, чего никак забывать нельзя, из тысячи правил только самый маленький кусочек остался, людям улыбаться надо. Глава третья. Главный элемент снаряжения диверсанта – обувь, после парашюта, конечно. Матерый диверсант со шрамом на щеке выдал мне со склада пару ботинок, и я их с интересом разглядываю. Обувь эта, не то что ботинки, но и не сапоги, нечто среднее – гибрид, сочетающий в себе лучшее качество и сапога, и ботинка. Ведомости эта обувь числится под названием БП – ботинки прыжковые, так их и будем называть. Сделаны эти ботинки из толстой мягкой валовьи кожи и весят гораздо меньше, чем это кажется по их виду. Ремней и пряжек на каждом ботинке много. Два ремня вокруг пятки, один широкий вокруг ступни, два вокруг голени. Ремни тоже очень мягкие. Каждый ботинок впитал в себя опыт тысячелетий. Ведь так ходили в походы наши предки, обернув ногу мягкой кожей и затянув ее ремнями. Мои сапоги именно так и сделаны – мягкая кожа до ремни. Но вот таких подошв наши предки не знали. Подошвы толстые, широкие и мягкие. Мягкие, конечно, не значит, что непрочные. В каждой подошве по три титановые пластинки. Они как чешуя, одна на другую наложены, и прочно, и гибко. Такие титановые пластинки-чешуйки в бронежилетах используются, пулей не пробьешь. Конечно, в подошвы они не против пуль вставлены. Эти титановые пластинки защищают ступни от шипов и кольев, что в изобилии встречаются на подступах к особо важным объектам. При случае с такими подошвами и по огню бегать можно. Пластинки еще одну роль выполняют. Они чуть выступают в стороны из подошв и служат опорами для лыжных креплений. Рисунок на подошвах ботинок скопирован с подошв солдатской обуви наших вероятных противников. В зависимости от того, в каких районах предстоит действовать, мы можем оставлять за собой стандартный американский, французский, испанский или любой другой след. И все же главная хитрость не в этом. Диверсионный, точнее прыжковый ботинок имеет каблук впереди, а подошву сзади. Так что, когда диверсант идет в одну сторону, его следы повернуты в другую. Понятно, что каблуки сделаны более тонкими, а подошвы более толстыми, так чтобы ноге было удобно, чтобы перестановка каблук вперед, подошва, назад не создавала трудностей при ходьбе. Опытного следопыта вряд ли, конечно, обманешь. Он-то знает, что при энергичной, быстрой ходьбе носок оставляет более глубокую вмятину, чем пятка. Но много ли людей всматривается в отпечатки солдатских подошв? Многие ли из них знают, что носок оставляет более четкий след? Многие ли обратят внимание на то, что вдруг появился след, у которого все наоборот? Многие ли смогут по достоинству оценить увиденное? Кому может прийти в голову идея сапога, у которого каблук на носке, а подошва на пятке? Кому в голову придет мысль, что если следы ведут на восток, значит, человек прошел на запад? Да ведь и мы не глупые. Диверсанты, как волки, они по одному не ходят. И как волки мы идем след в след, пойми, поди, сколько нас в группе было, трое или сто. А когда по одному следу прошло много ног, то уловить тонкий нюанс, что наши каблуки вдавили грунт больше, чем носки, почти невозможно. К диверсионному ботинку есть только один тип носка. Очень толстые, чистой шерсти. И куда бы мы ни шли, в тайгу или в знойную пустыню, носки будут всегда одинаковыми. Толстые очень, шерстяные, серого цвета. Такой носок и греет хорошо, и хранит ногу от пота, не трет ее, и не стирается сам. А носков у диверсанта две пары. Хоть на день идешь, хоть на месяц. Две пары. Крутись, как хочешь. Белье льняное, тонкое. Оно должно быть новым, но уже немного поношенным, и минимум один раз стиранным. Поверх тонкого белья надевается сетка. Второе белье, выполненное из толстых мягких веревок, в палец толщиной. Так что между верхней одеждой и тонким бельем всегда остается воздушная прослойка почти в сантиметр. Умная голова это придумала. Если жарко, если пот катит, если все тело горит, такая сетка спасения. Одежда к телу не липнет, и вентиляция под одеждой отменная. Когда холодно, воздушная прослойка хранит тепло, как перина, и вдобавок не весит ничего. Сетка и еще одно назначение имеет. Комариный нос, проткнув одежду, попадает в пустоту, не доставая до тела. Диверсанта в поле только злая судьба выгнать может. Диверсант в лесу, да на болоте обитает. Он часами в жгучей осоке, в огневой крапиве лежит, под звенящим зубом комариным. Не только сетка его и спасает, а уж сверху брюки и куртка зеленые из хлопчатой ткани. Швы везде тройные, куртка и брюки мягкие, но прочные. На сгибах, на локтях и коленях, на плечах материя тройная для большей прочности. На голове диверсанта шлем. Зимой он кожаный, меховой, с шелковым подшлемником. Летом хлопчатый, диверсионный шлем из двух частей. Собственно, шлем и маска. Шлем должен не слетать с головы ни при каких условиях, даже при десантировании. Он не должен иметь никаких пряжек, ремешков и выступов на внешней части, ибо он в момент прыжка находится прямо у парашюта. На шлеме не должно быть ничего, что могло бы помешать к куполу и стропам четко раскрыться. Поэтому десантный шлем выполнен точно по форме человеческой головы и плотно закрывает голову, шею и подбородок, оставляя открытыми только глаза, нос и рот. Во время сильных морозов, а также при выполнении задания маскировки ради, глаза, нос и рот закрываются маской. Есть у диверсанта еще и куртка. Она толстая, теплая, легкая, непромокаемая. В ней можно в болоте лежать, не промокнешь, и спать в снегу не замерзнешь. Длина куртки до середины бедра и ходить не мешает. И если надо, на льду сутками сидеть, чтоб она и сидением служила. Снизу куртка широкая. При беге и быстрой ходьбе это очень важно. Вентиляция. Но если нужно, нижняя часть может быть стягнута туго, облегая ноги и сохраняя тепло. Раньше диверсанты и брюки такие же имели. Толстые да теплые. Но это было неправильно. Когда идешь сутками, не останавливаясь, такие брюки помеха. Они всю вентиляцию нарушают. Наши предки мудрые никогда меховых брюк не нашивали. Вместо этого они имели длинные шубы до пят. Правы они были. В меховых брюках сопреешь, а в длинной шубе нет. Древний опыт теперь учтен. И диверсант имеет только куртку. Но в случае необходимости к ней пристегиваются длинные полы, которые закрывают тело почти до самых пят. Всегда тепло, но никогда не жарко. Эти полы легко отстегиваются и скручиваются рулоном, не занимая много места в багаже диверсанта. Раньше куртки выворачивались на две стороны. Одна сторона белая, другая серо-зеленая пятнистая. Но и это было неправильно. Куртка изнутри нежной должна быть, как кожа женщины. Она должна ласкать диверсантское тело. А снаружи она должна быть грубой, как шкура носорога. Поэтому куртки теперь не выворачиваются на две стороны. Они нежные изнутри и корявые снаружи. А цветы они светло-серого, как прошлогодняя трава или как грязный снег. Цвет выбран очень удачно. Ну а если нужда острая, поверх куртки можно надеть белый легкий маскировочный халат. Все снаряжение диверсанта умещается в РД, ранец десантный. РД, как и вся одежда и снаряжение диверсанта, светло-серый. Он небольшой, форма его прямоугольная. Выполнен он из плотной материи, чтобы не оттягивал плечи назад, он сделан плоским, но широким и длинным. Крепления десантного ранца выполнены так, что он может закрепляться на теле в самых разных положениях. Его можно повесить на грудь, можно закрепить высоко за спиной, можно опустить вниз на самую задницу и закрепить на поясе, высвободив на время растертые плечи. Куда бы диверсант ни шел, у него только одна фляга воды – 810 граммов. Кроме этого, он имеет флакончик с маленькими коричневыми обеззараживающими таблетками. Такую таблетку можно бросить в воду, загрязненную нефтью, бациллами дизентерии, мыльной пеной. Через минуту вся грязь оседает вниз, а верхний слой можно слить и выпить. Чистая вода, полученная таким способом, имеет отвратительный вкус и режущий запах хлора, но диверсант пьет ее. Тот, кто знает, что такое настоящая жажда, пьет и такую воду с величайшим наслаждением. Если диверсант идет на задание на неделю или на месяц, время роли никакой не играет. Он несет с собой всегда одинаковое количество продовольствия. 2765 граммов. Часто в ходе выполнения задания ему могут подбросить самолеты и продовольствие, и воды, и боеприпасов. Но этого может и не случиться, и тогда живи, как знаешь. Почти 3 килограмма продовольствия это очень много, учитывая необычную калорийность специально разработанной и изготовленной пищи. Но если этого не хватит, продовольствие нужно добывать самостоятельно. Можно убить оленя или кабана. Можно наловить рыбы. Можно есть ягоды, грибы, ежей, лягушек, змей, улиток, земляных червей. Можно вываривать березовую кору и желуди. Можно... Да мало ли что! Может съесть голодный человек, особенно если он владеет концентрированным опытом тысячелетий. Кроме продовольствия, в десантном ранце диверсант несет с собой четыре коробки саперных спичек, которые не намокают, горят на любом ветру и под водой. У него сто таблеток сухого спирта, он не имеет права разжигать костер. Поэтому он греется и готовит пищу у огонька таблетки. Этот огонек точно такой же, как огонек свечки, только более устойчив на ветру. Есть в его ранце и два десятка других таблеток, на этот раз медицинских. Это от всяких болезней и против отравлений. А еще в десантном ранце одно полотенце, зубная щетка и паста, безопасная бритва, тюбик жидкого мыла, рыболовный крючок с леской, иголка с ниткой. Расческу диверсант с собой не носит. Перед выброской его стригут наголо. Меньше голова потеет, и волосы мокрые не залепляют глаза. За месяц отрастают новые волосы, но не настолько длинные, чтобы тратить драгоценное место для расчески. Он и так много несет на себе. Есть два варианта вооружения диверсанта. Полный комплект вооружения и облегченный комплект. Полный комплект – это автомат Калашникова, АКМС и 300 патронов к нему. Некоторые автоматы имеют дополнительно ПБС – прибор бесшумной и беспламенной стрельбы, и НСП-3 – ночной бесподсветный прицел. Во время десантирования автомат находится в чехле, чтобы не помешать правильному раскрытию парашюта, чтобы в первый момент после приземления не оказаться беззащитным, каждый диверсант имеет бесшумный пистолет П-8 и 32 патрона к нему. А кроме того, на правом его голенище висит огромный диверсионный нож-стропорез, а на левом голенище четыре запасных лезвия для ножа. Диверсионный нож – необычный. В его лезвии могучая пружина. Можно снять предохранитель, а затем нажать на кнопку спуска, и лезвие ножа с жутким свистом метнется вперед, отбрасывая руку с пустой рукояткой назад. Тяжелое лезвие выбрасывается вперед на 25 метров. Если оно попадет в дерево, то вытащить его обратно не всегда возможно, и тогда диверсант вставляет в пустую рукоять новое запасное лезвие, всем своим телом наваливаясь на рукоять, чтобы согнуть мощную пружину. Затем застегивается предохранитель, и диверсионным ножом снова можно пользоваться как обычным, резать людей и хлеб, пользоваться им как напильником или саперными ножницами для разрезания колючей проволоки. Если диверсант несет полный комплект вооружения, то вдобавок ко всему в его сумке шесть гранат, пластическая взрывчатка, мины направленного действия или другое тяжелое вооружение. Облегченный комплект вооружения несут офицеры и солдаты-радисты. В облегченный комплект входит автомат со 120 патронами, бесшумный пистолет и нож. Все это на складе выдает мне бывалый диверсант. Пистолет у меня настоящий, я иду с группой диверсантов по средникам, я проверяющий, и потому мне не нужно стрелять. Но я тоже офицер разведки и тоже должен чувствовать вес автомата и патронов. Поэтому мой автомат учебный, он такой же, как и боевые автоматы, но уже порядочно изношен и списан. В патроннике ствола просверлено отверстие и выбита надпись «Учебный». Я вешаю автомат через плечо. Носить учебный автомат с дыркой в патроннике мне не приходилось уже много лет. С таких автоматов начинают службу самые молодые солдаты и курсанты военных училищ. Тот, кто носит такой автомат, обычно является в армии объектом легких, не злых шуток. Я, конечно, не чувствую себя молодым и желторотым, но все же в диверсионных войсках я совсем новый человек. И, получив автомат с дыркой, вдруг совершенно автоматически решаю проверить, не считают ли они меня желторотым и не подбросили ли они мне одну из старых армейских шуток. Я быстро снимаю ранец с плеч, открываю его, из небольшого карманчика достаю ложку. На ложке, как и на казеннике автомата, просверлена дыра и красуется точно такая же надпись. Учебная. Извините, товарищ старший лейтенант, матерый диверсант делает смущенное лицо. Не досмотрели. Ему немножко жаль, что я в армии не первый день знаю все эти древние шутки и проявил достаточно бдительности. Он вызывает своего помощника, совсем молоденького солдатика, и тут же при мне отчитывает его за невнимание. И он, и я понимаем, что молоденький солдатик тут ни при чем, что учебную ложку мне подсунул сам сержант. Сержант тут же приказывает учебную ложку немедленно выбросить, чтоб такая глупая шутка больше никогда не повторялась. Конечно, я понимаю, что ее не выбросят, она будет служить еще многим поколениям диверсантов. Но порядок есть порядок. Сержант должен дать необходимое указание, а молодой солдат должен быть наказан. Сержант быстро достает другую ложку и подает мне. Шутка не получилась. Но он видит, что я армейский юмор понимаю, умею его ценить, и не нарушу старых традиций криком. На шутки в армии обижаться не положено. Он снова серьезен и деловит. Удачи вам, товарищ старший лейтенант. Спасибо, сержант. Каждый в советской армии укладывает свой собственный парашют лично. Это и к генералам относится. Не знаю, прыгал ли Маргелов, став генералом армии, но, будучи генерал-полковником, прыгал. Это я знаю точно. И, конечно, сам для себя парашют укладывал. А кроме Маргелова в воздушно-десантных войсках много генералов, и все прыгают. А кроме них десятки генералов в военной разведке. И те из них, кто прыгать продолжает, сами себе парашюты укладывают. Это мудро. Если ты грабанулся, то и вся ответственность на тебе, на мертвом. А живые за тебя ответственности не несут. Все парашюты хранятся на складе, они уложены, опечатаны, всегда готовы к использованию. На каждом парашюте расписка на шелке, рядовой Иванов. Этот парашют я укладывал сам. Но если нас поднимает не ночная тревога, если нас используют по плану с полным циклом подготовки, то все парашюты распускают и укладывают вновь. И каждый на нем распишется. Этот парашют я укладывал сам. Укладка производится в тех условиях, в которых придется прыгать. А прыгать придется на морозе. Оттого и укладка тоже на морозе. Шесть часов. Укладывает парашюты сегодня весь батальон. На широкой площади, отгороженный высоким забором от любопытных взглядов посторонних солдат. Приготовили парашютные столы. Парашютный стол это не стол вообще. Это просто кусок длинного брезента, который растилают на бетоне и крепят специальными колышками. Укладка идет в две очереди. Вначале вдвоем укладываем твой парашют. Ты старший, я помогающий. Потом уложим мой парашют. Ролями поменяемся. Потом уложим твой запасной. Снова ты старший, а потом мой запасной. Тогда я буду старшим. Некоторых из нас будут бросать не с двумя, а с одним парашютом. Но кому выпадет этот жребий, пока не ясно. И оттого каждый готовит оба своих парашюта. Начали. Операция первая. Растянули купол и стропы по парашютному столу. В каждой роте есть офицер, заместитель командира роты по парашютной десантной службе, зам по ПДС. Он подает всей роте команду, и он проверяет правильность ее исполнения. Убедившись, что все ее выполнили правильно, он подает вторую команду, вершину купола закрепить, и опять пошел по рядам, проверяя правильность выполнения. У каждого за плечами большой опыт укладки. Но мы люди, и мы ошибаемся. Если ошибка будет обнаружена у кого-то, то его парашют немедленно распустит, и он начнет укладку с самого начала. Первая операция. Правильно. Вторая операция. Рота терпеливо ждет, пока тот, кто ошибся, выполнит все с самого начала и догонит роту. Операция 17. А мороз трескучий. Вместе с батальоном укладку парашютов ведут офицеры разведывательного отдела армии. Мы проверяющие. Значит, и нам идти вместе с диверсантами неделями через снега. Темнеет зимой рано, и мы полностью завершаем укладку уже при свете прожекторов в морозной мгле. Мы уйдем в теплые казармы, а наши парашюты под мощным конвоем останутся на морозе. Если их занести в помещение, то на холодной материи осядут невидимые глазу капельки влаги, а завтра их вновь вынесут на мороз. Капельки превратятся в мельчайшие лединки, крепко прихватив пласты перкаля и шелка. Это смерть. Вещь простая, вещь, понятная даже самым молодым солдатам. А ведь случается такое, и гибнут диверсанты все вместе, всем взводом, всей ротой, ошибок, возможных при укладке и хранении, сотни, расплата всегда одна, жизнь. Закоченевшей рукой я расписываюсь на шелковых полосках двух моих парашютов. Старший лейтенант Суворов. Этот парашют я укладывал сам. И еще на дно укладывал сам. Я разобьюсь, а виновного найдут. Это буду, конечно, я. Мы греемся в приятном тепле казаром. Потом поздний ужин, а уж после того последнее приготовление. Все уже пострижены наголо, все в баню в парную. Попарьте, ребята, косточки, не скоро вам еще придется с горячей водой встретиться. Далеко за полночь всем спать. Каждый должен выспаться на много недель вперед. Сон каждому по десять часов. Все окна в казармах плотно завешены, чтобы утром никто не проснулся рано. Сон у каждого глубоким должен быть. Для этого небольшой секрет есть. Нужно лечь на спину, нужно вытянутся, нужно расслабить все тело, а потом нужно закрыть глаза и под закрытыми веками закатить зрачки вверх. Это нормальное состояние глаз во время сна. И, приняв это положение, человек засыпает быстро, легко и глубоко. Поднимут нас очень поздно. Это не будет ротоподъем, построение через 30 секунд, нет. Несколько солдат и сержантов, которые не прыгают на этот раз, которые несут охрану рот, их вооружение и парашюты будут подходить тихо к каждому и осторожно будить «Вставай, Коля! Время!» «Вставайте, товарищ старший лейтенант! Время! 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 Вставайте, ребята! Наше время!» 43-я диверсионная группа 296-го отдельного разведывательного батальона спецназ в своем составе. Она имеет 12 человек. Я офицер информации иду с группой 13-м. Я посредник, контролер действий группы. Мне легче всех. Мне не нужно принимать решений. Моя задача в самые неожиданные моменты задавать вопросы то солдатам, то командиру группы, то его заместителю. У меня с собой лист сотни вопросов. На многие из них я пока не знаю точных ответов. Мое дело вопрос задать и ответ зафиксировать. После офицеры третьей группы под руководством подполковника Кравцова «Стем» будет произведен массовый ракетный и авиационный удар по ее командным пунктам и скоплениям войск, и в ходе этого удара будут высажены 28 первых диверсионных групп нашего батальона. Группы имеют разные задачи и разный состав, от 3 до 40 человек. Во главе некоторых групп – сержанты, во главе других – офицеры. В последующие ночи будет производиться выброска все новых групп, от 3 до 8 групп – в ночь. Выброска производится в разных районах, с разных маршрутов и с разных высот. Нас сегодня бросают со сверхмалой высоты. Сверхмалая – это 100 метров. У каждого из нас только по одному парашюту. Раскрытие не свободное, а принудительное. Второй парашют на сверхмалой высоте совсем не нужен. Страх животный видел в глаза людских. А я видел. Это когда на сверхмалой высоте с принудительным раскрытием бросают. Всех нас перед полетом взвесили вместе со всем, что на нас навешано. И сидим мы в самолете в соответствии с нашим весом. Самый тяжелый должен выходить самым первым, а за ним чуть менее тяжелый и так до самого легкого. Так делается для того, чтобы более тяжелые не влетели в купола более легких и не погасили бы их парашютов. Первым пойдет большой скуластый радист. Фамилии его я не знаю. В группе у него кличка Лысый Тарзан. Это большой угрюмый человечище. В группе есть и потяжелее. Но его взвешивали вместе с радиостанцией. И оттого он самым тяжелым получился. А потому и самым первым. Вслед за ним пойдет еще один радист по кличке Брат Евлампии. Третьим по весу числится Чингисхан, шифровальщик группы. У этих первых троих очень сложный прыжок. Каждый имеет с собой контейнер на длинном метров 15 леере. Каждый из них прыгает, прижимает тяжеленный контейнер груди. И после раскрытия парашюта бросает его вниз. Контейнер летит вместе с парашютом. Но на 15 метров ниже его. Контейнер ударяется о землю первым. И после этого парашютист становится как бы легче. И в последние доли секунды падения его скорость несколько снижается. Приземляется он прямо рядом с контейнером. От скорости и от ветра парашютист немного сносится в сторону, почти никогда не падая на свой контейнер. От этого, однако, не легче. И прыжок с контейнером – очень рискованное занятие, особенно на сверхмалой высоте. Четвертым идет заместитель командира группы старший сержант Дроздов. В группе он самый большой. Кличка у него «Кисть». Я смотрю на титаническую руку и понимаю, что лучшие клички придумать нельзя. Велик человек. Огромен. Уродит же порода такое чудо. Вслед за кистью пойдет командир группы лейтенант Елисеев. Тоже огромен, хоть и не так, как его заместитель. Лейтенанта по номеру группы называют «сорок три один». Конечно, и у него кличка какая-то есть, но разве в присутствии офицера кто-нибудь осмелится назвать кличку другого офицера? А вслед за командиром сидят богатырского вида, широкие, как шкафы, рядовые диверсанты. Диверсанты, плетка, вампир, утюг, Николай Третий, негатив, Шопен, Карл де ле Дюшес. Меня они, конечно, тоже как-то между собой называют за глаза, но официально у меня клички нет, только номер 43К. Контроль, значит. 43-й диверсионной группе я самый маленький и самый легкий, поэтому мне покидать самолет последним, но это не значит, что я сижу самым последним. Наоборот, я у самого десантного люка. Тот, кто выходит последним, выпускающий. Выпускающий, стоя у самого люка, в самый последний момент проверяет правильность выхода и в случае необходимости имеет право в любой момент десантирование прекратить. Тяжелая работа у выпускающего, хотя бы потому, что сидит он в самом хвосте и лица всех к нему обращены. Получается, что выпускающий, как на сцене, все на него смотрят. Куда я не гляну, всюду глаза диверсанта на меня в упор смотрят. Шальные глаза у всех. Нет, пожалуй, командир группы исключения. Дремлет спокойно. Расслаблен совсем. Но у всех остальных глаза с легким блеском помешательства. Хорошо с трех тысяч прыгать. Красота. А тут только сто. Много всяких хитростей придумано, чтобы страх заглушить. Но куда же от него уйдешь? Тут он, страх, с нами в обнимку сидит. Уши заломило, самолет резко вниз пошел. Верхушки деревьев рядом мелькают. Роль у меня плохая. У всех вытяжные тросики пристегнуты к центральному лееру. Лишь у меня он на груди покоится. Пропустив всех мимо себя, я в последний момент должен свой тросик защелкнуть над своей головой. А если промахнусь? А если сгоряча выйду, не успев его застегнуть? Открыть парашют руками будет уже невозможно. Земля рядом совсем несется. Я вдруг представил себе, что валюсь вниз без парашюта, как кот, расставив лапы. Вот крику-то будет. Я представляю свой предсмертный вой, и мне смешно. Диверсанты на меня понимающе смотрят. Истерика у проверяющего. А у меня не истерика, мне просто смешно. Синяя лампа над грузовым люком нервно замигала. Встать, наклонись. Первый диверсант, лысый тарзан, наклонился, выставив для устойчивости правую ногу вперед. Брат Евлампии своей тушей навалился на него. Третий навалился на спину второго, и так вся группа, слившись воедино, ждет сигнала. По сигналу задние напрут на передних, и вся группа почти одновременно вылетит в широкий люк. Хорошо им, а меня никто толкать не будет. Гигантские створки люка чуть шурша разошлись в стороны, морозом в лицо. Ночь безлунная, но снег яркий, слепящий, все как днем видно. Земля вот она, кусты и пролески взвесились, диким галопом мимо несутся. Пошли, братцы, пошли! Хуже этого человечества ничего не придумало. Глаза сумасшедшие мимо меня все сразу, сирена кричит, как зверь умирающий, рев ее, уши рвет, это чтобы страх вглубь загнать, а лица перекошены. Каждый кричит страшное слово «Пошли!» Увернуться некуда, напор сзади неотвратимый, передние посыпались в морозную мглу. Ветропоток каждого вверх ногами бросает «Пошли!» А задние, увлекаемые стадным инстинктом, тут же в черный снежный вихрь вылетают. Я руку вверх бросил щелчок и вылетаю в морозный мрак, где порядочные люди не летают. Тут черти, да ведьмы, на помеле, да витя суворов с парашютом. Все на сверхмалой высоте одновременно происходит. Голова вниз, жаркий мороз, плетью семихвосткой по роже, ноги вверх, жуткий рывок за шиворот, ноги вниз, ветер за пазуху, под меховой жилет, удар по ногам, жесткими парашютными строками опять же по морде, а в перчатках и в рукавах по локоть снег горячий и сразу таять начинает, противно. Парашюты в снег зарыли, какой-то гадостью вокруг посыпали, это против собак. Вся местная милиция, КГБ, части МВД, все сейчас тренируются, все они сейчас против наших несчастных групп брошены, а у нас руки, считай, связаны. Если бы война, мы захватили бы себе несколько бронетранспортеров или машин, да и разъезжали бы по округе. Но сейчас не война, и транспорт нам захватывать запрещено. Драконовский приказ. Ножками, ножками, от собак. Лыжи у нас короткие, широкие, снизу настоящим листьям мехом отделаны. Такие легко на парашюте бросать. Такие лыжи скользят вперед, а назад отдачи нет. Лисий мех дыбом тогда становится, не пускает. Лыжи эти диверсионные, часто следа не оставляют, особенно на плотном лежалом снегу. Они широкие очень, не проваливаются. Из таких лыж и избушку в снегу сложить можно. Мехом внутрь спи, ребята, по очереди. Но самое главное, лыжи эти не обнерзают, ледяной коркой не покрываются. К утру выбились из сил. Три часа из района выброски уходили, следы путали. Куртки мокрые, лица красные, под ручьями, сердце наружу рвется, язык вываливается, как у собаки на жаре. Это всегда так сначала бывает. На четвертый и пятый день втянемся и будем идти, как машины. Но первый день всегда очень тяжелый. Первая ночь и двое последующих суток ужасны. Потом легче будет. Командир, в деревне собаки брешут, не к добру, значит, там чужие люди. Это любому понятно. Кто глушив такую рань деревенских собак потревожить мог? Обходить будем, влево пойдем. Влево засада КГБ, вон в том лесочке. Смотри, командир, птицы над лесом кружат. Тоже правильно. Кто их в такой мороз с мест поднял? Птицы сейчас на ветках нахохлившись сидят, инием покрытые. Туда идти, конечно, нельзя. Остается только путь через овраги, через бурелом, где добрые люди не ходят. Там только волком дорога до диверсантом. Готовы? Вперед! Нормы жестокие. Восемь километров в час. Вечер. Мороз силу набирает. За день прошли шестьдесят семь километров. Отдыхали дважды. Пора бы и еще в снегу полежать. Ни черта дармаеды. Командир подбадривает «Вчера спать надо было». Злой командир. Группа маршевой скорости не выдерживает. Группа злая. Ночь надвигается. Плохо это. Днем иногда группа может залечь в снегу, в кустах, в болоте и переждать. Но ночью этого никогда не случается. Ночь для работы придумана. Мы как проститутки ночами работаем. Если днем не отдыхал, то ночью не дадут. Снег не жрать, командир Суров сокрушу. Это не ко мне относится. Это он Чингисхану и утюгу угрозы адресует. Меня положение обязывает проверяющий. Нельзя мне снег в рот брать. А если бы непроверяющим я был, то обязательно тайком белой влаги наглотался бы. Горстями бы в глотку снег запихивал. Жарко. Под струйками пол букатит. Хорошо, хорошо, голова бритая, иначе волосы в один комок слиплись бы. Курки у всех на спинах парят. Все потом пропитано, все морозом прихвачено, одежда вся колом стоит, как из досок сшитая. Перед глазами оранжевые круги. Группа маршевой скорости не выдерживает. Не жрите снег, сокрушу, лучше вниз смотреть, на концы лыж. Если далеко вперед смотреть, сдохнешь, если под ноги смотришь, дуреешь, идешь чисто механически, недоседаемый горизонт не злит. А карака чертовы, желудки, командир свиреп, вперед смотреть, в засаду влетим. Негатив слева огонек не заметил, смотри негатив, зубы, палкой лыжной вышибу. Группа знает, что командир шуток не любит, вышибет, вперед, желудки. Над миром встает кровавая заря, в морозной мгле над лиловыми верхушками елей выкатилось лохматое надменное солнце, мороз трещит по просекам леса. Мы в ельнике лежим, за ночь второй раз. Ждем высланный вперед дозор. Лица у всех белые, не кровиночки, как у мертвецов. Ноги гудят, их вверх поднять надо, так кровь отливает, так ногам легче. Радисты спинами на снегу лежат, ноги на свои контейнеры положили, все остальные тоже ноги вверх подняли. После десантирования прошло уже более суток. Мы все время идем, останавливаемся через 3-4 часа на 15-20 минут. За обстановкой наблюдают двое, и двое выходят вперед, остальные ложатся на спины и засыпают сразу. Карл де ля дюшес запрокинул спящую голову, из-под расстегнутой его куртки медленно струится пар. Аккуратно вырезанная снежинка медленно опустилась на его раскрытое горло и плавно исчезла. Мои глаза слепаются, под веки вроде бы золы насыпали, проморгать бы, да и закрыть их и не раскрывать минут шестьсот. Командир группы подбородок трет, нехороший признак. Мрачен командир, и заместитель его кисть мрачен, к узлу связи танковой армии шли одновременно с разных сторон пять диверсионных групп. Приказ фрост был, кто до трех ночи к узлу связи доберется, тот в три сорок атакует его. Те, кто к условленному времени не успеет, в бой не вступают, обходя узел связи большим крюком и идут к следующей цели. Наша сорок третья группа ко времени не успела. Мрачен потому, командир, вдали мы слышали взрывы и стрельбу длинными очередями. В упор били, значит, с нулевой дистанции. Ко времени успели минимум три группы. Но если даже и только одна группа ко времени успела, сняла часовых и появилась на узле связи в конце холодной неуютной ночи, о, одна группа, много может сделать против узла связи, пригревшегося в теплых контейнерах, против очкастых, ожиревших связистов, против распутных телефонисток, погрязших в ревности и блуде. Жаль командиру, что не успели его солдаты к такой заманчивой цели. Знает командир наверняка, что группа лейтенанта Злова уже точно ко времени поспела. Наверное, и старший сержант Акл своих молодцов вовремя успел привести. Акл это акула значит. У старшего сержанта зубы острые, крепкие, но неровные, вроде как в два ряда. Зато его акулы величают. А может быть и не только за это скрипит наш командир зубами. Ясно, что он сегодня группе расслабляться не позволит. Держитесь желудки. Спим. Идет одиннадцатый день после выброски. Днями поднять головы невозможно. Вертолеты в небе, на всех дорогах кордоны, на опушке каждого леса засада. Появилось много ложных объектов, ракетные батареи, узлы связи, командные пункты, диверсионные группы выходят на них, но попадают в ловушки. Батальон уже потерял десятки своих диверсионных групп. Мы не знаем сколько. Нам бросают посылки с неба каждую ночь, боеприпасы, взрывчатка, продовольствие, иногда спирт. Такое внимание означает только одно – нас мало осталось. За эти дни наша группа нашла линию радиорелейной связи, неизвестную нашему штабу раньше. По ориентировке приемных и передающих антенн группа нашла мощный узел связи и тыловой командный пункт. Тогда на пятый день операции группа впервые вышла в эфир, сообщив о своем открытии. Группа получила благодарность лично от командующего 13-й армейской и приказ из этого района уходить. Наверное, его обработали ракетами или авиацией. На седьмой день группа объединилась с четырьмя другими, образовав диверсионный отряд капитана по кличке Четвертый Лишний. Отряд в полном составе успешно атаковал аэродром прямо днем, прямо во время проведения взлета истребительного авиаполка. Отряд без потерь ушел от преследования и рассыпался на мелкие группы. Наша 43-я временно не существовала, превратившись в две 431-ю и 432-ю. Теперь они вновь объединились. Но работать активно пока не удается. Вертолеты в небе, кордоны на дорогах, засады в лесах, ловушки у объектов. А все же мы свое дело делаем. 8-я гвардейская танковая армия парализована почти полностью и вместо того, чтобы воевать, она ловит нас по своим тылам. День угасает. Никто днем нас не тревожил. Отдохнули, нашу группу пока не накрыли, ибо командир хитер как змей. Змеем его оказывается и зовут. Он нашел склад боеприпасов наших врагов. У этого склада мы проводим дни. Тут у нас база, все тяжелое снаряжение тут свалено, а по ночам часть группы налегке уходит далеко от базы, и там проводят дерзкие нападения, а потом на базу возвращается. Все группы, которые по лесам непроходимым прятались, давно уже уничтожены, а мы пока нет. Трудно нашим противникам проверить и понять, что наша база прямо под самым носом спрятана, и потому вертолеты нам не докучают, а засадами и кордонами надо быть просто осторожным. Готовы желудки? Группа готова, лыжи подогнаны, ремни проверены, попрыгали. Перед выходом на месте попрыгать положено, убедиться не гремит ли что, не звенит ли, время, пошли. Слушай, Шопен, представь себе, что мы на настоящей войне. Заместитель командира убит, а у командира прострелена нога. Тащить с собой всех погубишь, бросить его тоже смерть группе. Враги из командира печень вырыжут, а говорит заставят. Эвакуации у нас в спецназе нет. Представь себе, Шопен, что ты руководство группой принял. Что ты с раненым командиром делать будешь? Шопен достает из маленького карманчика на рукаве куртки шприц-тюбик одноразового действия. Это блаженная смерть. Правильно, Шопен, правильно, на войне у нас единственный способ выжить, убивать своих раненых самим. В контрольной тетрадке я рисую еще один плюс. Идет семнадцатый день после выброски. Активно действуют только пять-шесть диверсионных групп и наши в их числе. Группа акулы, как и группа злого, давно поймана. Командир сорок-третий знает это каким-то особым чутьем. А злой и акула, его друзья и его соперники. Наверное, лейтенант змей думает о них сейчас, и слабо сам себе улыбается. Готово? Попрыгали? Время? Пошли, ребята! Своих солдат он больше не называет желудками. Глава четвертая Я иду по красному ковру. Тут я не был двадцать три дня. Отвык от тишины, от ковров, от тепла, одичал. Вообще человек дичает быстро и возвращается в животный мир легко и свободно, без затруднений. В коридорах штаба спокойно и уютно. Тут сытые чистые люди, тут бритые лица, тут нет простуженного командирского хрипа и нетерпеливого повизгивания собак, которых вот-вот спустят с поводков. Нашу сорок третью диверсионную группу захватили в числе последних, обложили, загнали во враг. Все как на войне настоящие. И собаки настоящие были, а они четвероногие друзья человека разницы совсем не понимают. Настоящая травля или учебная, им один черт. Тонкие гибкие солдат плетка вывернулся и из этого переплета. Его первого от группы отбили и погнали к реке, на которой уже тронулся лед. Думали к берегу прижать, но он сбросил куртку, бросил автомат и поплыл между льдин. Вертолет за одним не послали, а собаки в воду не пошли, не дурные. Через четыре дня он пришел в казармы своего батальона, в конец отощавший, в темно-синей милицейской шинели, украл. За это плетки было пожаловано сержантское звание и пятнадцать суток отпуска. Вообще таких ребят в батальоне немало. По одному они возвращаются в батальон на сломанных лыжах, в изорванных куртках, иногда с кровавыми ранами. Нашу группу захватили в глубоком овраге, отрезав все пути. Нас привезли в казармы полка МВД, встретили, как старых друзей, выпалили в бане, накорнили, дали сутки это спаться. Для захваченных групп была заранее освобождена одна казарма и санитарная часть полка работала только на нас. В бане солдаты МВД на нас с уважением и испугом смотрят. Скелеты! Тяжкая вам, братишки, служба выпала. Не спорим, тяжкая, да только каждый год в спецназе за полтора года службы считается. Прослужи десять лет, пятнадцать запишут, соответственно с этим и по полторы получки платят, и за прыжки платят, да за каждый рейдовый день особо добавляют. А жиру мы скоро нового нагуляем. Не зря нас желудками зовут. Отоспался я, отдохнул, и вот вновь по мягкому ковру иду. Штаб меня шутками встречает. Расскажи, Витя, как ты вес сбрасываешь. Эй, разведчик, ты откуда такой загорелый? Лицо мое обожжено морозом, ветром и безжалостным зимним солнцем. Губы черные, растрескались, нос облупился. Давай, Витя, в воскресенье на лыжах покатаемся. Это жестокая шутка. Такие шутки я переношу с трудом. И вообще, после спецназа я больше всего в мире ненавижу людей, которые добровольно надевают лыжи, просто из-за того, что им нечего делать. Мой путь к начальнику разведки. Разрешите войти, товарищ подполковник? Извините. На новеньких погонах Кравцова не по две, по три звезды. Товарищ полковник, старший лейтенант Суворов с выполнения учебно-боевого задания прибыл. Здравствуй. Здравия желаю, товарищ полковник. Поздравляю вас. Спасибо. Садись. Он смотрит на мои обтянутые скулы. Эка тебя обтесало. Отоспался? Да. Работы много. За время твоего отсутствия мир изменился. В кратчайший срок постарайся войти в курс дел. Все забыл в рейде. Старался все, что знаю, повторять в уме. Тебя проверить? Да. Шпанг долем. Шпанг долем авиабаза ВВС Соединенных Штатов Америки в Западной Германии. 25 километров севернее города Трир. Постоянно базируется 52-е тактическое истребительное крыло. 72 истребителя Р-4. Взлетная полоса 1. Длина 3050 метров. Ширина 45 метров. В состав крыла входит хорошо. Иди. Мир стремительно меняется. 23 дня я не имел доступа к информации. И вот теперь передо мной толстые папки с разведывательными сводками, приказами, шифровками. за 23 дня мир изменился неузнаваемо. Я понимаю, что начальник разведки пощадил мое самолюбие и задал легкий вопрос о неподвижном объекте, об авиабазе. Если бы он спросил о 6-й мотопехотной дивизии Бундесвер, например, то я непременно попал бы в неловкое положение. За обстановкой нужно следить постоянно, иначе превратишься в носителя устаревшей информации. И так совершенно секретно. Агентурная разведка Белорусского военного округа обнаружено усиление охраны стартовых батарей ракет «Першинг» на территории Западной Германии. Совершенно секретно. Пятый отдел разведывательного управления Балтийского флота зарегистрировал полную смену системы кодирования в правительственных и военных каналах связи Дании. Совершенно секретно. Агентурной разведкой Генерального штаба вскрыты. Совершенно секретно. Агентурной разведкой 11-й гвардейской армии Прибалтийского военного округа на территории Западной Германии зарегистрированы работы по строительству колодцев для ядерных фугасов. Приказываю начальнику 2-го главного управления Генерального штаба начальникам разведки ГСВГ СГВ ЦГВ Прибалтийского Белорусского и Прикорпатского военных округов обратить особое внимание на сбор информации о системе ядерных фугасов на территории Федеративной Республики Германии. Начальник Генерального штаба генерал армии Куликов. 23 дня назад никто не слышал ничего о ядерных фугасах, а теперь колоссальные силы агентурной разведки брошены на вскрытие этой таинственной системы самозащиты Запада. Меняется лицо и нашей армии. Секретно о результатах экспериментальных учений 8-й воздушно-штурмовой бригады Забайкальского военного округа не было таких бригад еще 23 дня назад. Совершенно секретно. Приказываю принять на вооружение истребительно-противотанковой артиллерии изделия «Малютка-М» системой наведения по двум точкам. Министр обороны маршал Советского Союза «А. Гречка». Совершенно секретно. Только для офицеров спецназа. Расследование обстоятельств гибели иностранных курсантов Одесского особого центра подготовки в ходе учебных боев с куклами. Приказываю усилить контроль и охрану. Особое внимание обратить. Этот приказ я перечитываю три раза. Ясно, как нужно обходиться с куклой, как ее содержать и охранять, только неясно, что такое кукла. Нелегко готовить иностранных бойцов и агентуру спецназа. Мы, советские бойцы спецназа, будем действовать во время войны. А эти ребята действуют уже сейчас и по всему миру. Они бесстрашно умирают за свои светлые идеалы, не подозревая, что и они бойцы спецназа. Удивительные люди. Мы их готовим. Мы тратим миллионы на их содержание. Мы рискуем репутацией нашего государства. А они наивно считают себя независимыми. Тяжело иметь дело с этой публикой. Приходя к нам на подготовку, они приносят с собой дух удивительной беззаботности Запада. Они наивны, как дети, и великодушны, как герои романов. Их сердца пылают, головы забиты предрассудками. Говорят, что некоторые из них считают, что нельзя убивать людей во время свадьбы. Другие думают, что нельзя убивать во время похорон. Чудаки, кладбище, на то и придумано, чтобы там мертвые были. Особый центр подготовки эту романтику и дурь быстро вышибает. Их тоже рвут собаками, их тоже по огню бегать заставляют. Их учат не бояться высоты, крови, скорости, не бояться смерти. Эти ребята часто демонстрируют всему миру свое презрение к смерти, чужой и собственной, когда молниеносным налетом они захватывают самолет или посольство. Особый центр их учит убивать. Убивать умело, спокойно, с наслаждением. Но что в этой подготовке может скрываться под термином кукла? Наша система сохранения тайн отработана, отточена, отшлифована. Мы храним свои секреты путем истребления тех, кто способен сказать лишнее путем тотального скрытия колоссального количества фактов, часто и не очень секретных. Мы храним тайны особой системой отбора людей, системой допусков, системой вертикального и горизонтального ограничения доступа к секретам. Мы охраняем свои тайны собаками, караулами, сигнальными системами, сейфами, печатями, стальными дверями, тотальной цензурой. А еще мы охраняем особым языком, особым жаргоном. Если кто-то и проникнет в наши сейфы, то и там он немногое поймет. Когда мы говорим о врагах, то употребляем нормальные всем понятные слова. Ракета, ядерная боеголовка, химическое оружие, диверсант, шпион. Те же самые советские средства именуются изделия ГЧ, специальное оружие, спецназ, особый источник. Многие термины имеют разное значение. Чистка, в одном случае исключение из партии, в другом массовое истребление людей. Одно нормальное слово может иметь множество синонимов на жаргоне. Советских диверсантов можно называть общим термином спецназ, а кроме того, глубинной разведкой, туристами, любознательными, рейдовиками, что же в нашем языке кроется под именем кукла, используют ли кукол и для тренировки советских бойцов, или это привилегия для иностранных курсантов, существовали ли куклы раньше, или это нововведение наподобие воздушно-штурмовых бригад. Я закрываю папку с твердым намерением узнать значение этого странного термина. Для этого есть только один путь, сделать вид, что я понимаю, о чем идет речь, и тогда в случайном разговоре кто-либо действительно знающий, может сказать чуть больше положенного, а одной крупицей иногда достаточно, чтобы догадаться. 296-й отдельный разведывательный батальон спецназа спрятан со знанием дела со вкусом. Есть в 13-й армии полк связи. Полк обеспечивает штаб и командные пункты, через полк проходит секреты государственной важности, и потому он особо охраняется. А на территории полка отгорожена особая территория, на которой и живет наш батальон. Все диверсанты носят форму войск связи, все машины в батальоне, закрытые фургоны, точно как у связистов. Так что со стороны виден только полк связи и ничего больше. Мало того, и внутри полка большинство солдат и офицеров считает, что есть три обычных батальона связи, а один необычный, особо секретный, наверное, правительственная связь. Но и внутри батальона спецназа немало тайн. Многие диверсанты считают, что в их батальоне три парашютные роты, укомплектованные обычными, но только сильными и выносливыми солдатами. Только сейчас я узнал, что это не все. Кроме трех род существует еще особый взвод, укомплектованный профессионалами. Этот взвод содержится в другом месте, вдали от батальона. Он предназначен для выполнения особо сложных заданий. Узнал я о его существовании только потому, что мне, как офицеру информации, предстоит обучать этих людей вопросам моего ремесла, правильному и быстрому обнаружению важных объектов на территории противника. Я еду в особый взвод впервые и немного волнуюсь. Везет меня туда полковник Кравцов лично. Он представит меня. Догадайся, какую маскировку мы для этого взвода придумали. Это выше всех моих способностей, товарищ полковник. У меня нет никаких фактов для анализа. Все попытайся это сделать. Это тебе экзамен на сообразительность. Представь их, на то у тебя воображение, и попытайся их спрятать, вообразив себя начальником разведки 13-й армии. Они должны четко представлять местность, на которой им предстоит действовать, поэтому они должны часто выезжать за рубеж. Они должны быть отлично натренированы. Я бы их, товарищ полковник, объединил в спортивную команду и маскировка, и возможность за рубеж ездить. Правильно, смеется он, все просто, а не спортивная команда общества ЦСК. Парашютисты, бегуны, стрелки, боксеры, борцы, каждая армия и флотилия имеет такую команду. Каждый военный округ, флот, группа войск имеют еще более мощные и еще лучше подготовленные спортивные команды. На спорт мы денег не жалеем. А где бы ты своим спортсменам учебный центр спрятал? В Дубровице. Он разведчик, он владеет собой, только зубы слегка заскрепили, даже лваки на щеках заиграли. Отчего же в Дубровице? В составе нашей любимой тринадцатой только один штрафной батальон для непокорных солдат, и он в Дубровице. Военная тюрьма. Из нашей дивизии часто туда солдатиков загребали. Заборы там высокие, собаки злые, колючие проволоки много рядов. Отгородил себе сектор, да и размещай любой особо секретный объект. Людей нужных туда в арестантских машинах возить можно, никто не дознается. Мало ли в нашей тринадцатой объектов хорошо охраняемых, АПРТБ, к примеру? В АПРТБ, товарищ полковник, куклу негде содержать. Он только подарил мне долгий тяжелый взгляд, но ничего не сказал. АПРТБ армейская подвижная ракетно-техническая база, подразделение в составе общевойсковых и танковых армий, занимается транспортировкой, хранением и техническим обслуживанием ракет для ракетной бригады армии и ракетных подразделений дивизии, входящих в состав данной армии. Только осенней ночью так много звезд, только холодной сентябрьской ночью их можно видеть так отчетливо, словно серебряные гвоздики в черном бархате. Сколько их смотрит на нас из холодной черной пустоты? Если смотреть на большую медведицу, то рядом с яркой звездой, той, что на переломе ручки ковша, можно разглядеть совсем маленькую звездочку. Она может быть совсем и не маленькая, просто она очень далеко. Может быть, это громадное светило с десятками огромных планет вокруг, а может быть, это галактика с миллиардами светил. Во Вселенной мы, конечно, не одни. В космосе миллиарды планет, очень похожих на нашу. На каком основании мы должны считать себя исключением? Мы не исключение. Мы такие же, как и все. Разве только форма и цвет глаз у нас могут быть разными. У жителей одних планет глаза голубые, как у полковника Кравцова, а у кого-то зеленые, треугольные, с изумрудным отливом. Но на этом, видимо, и кончаются все различия. Во всем остальном мы одинаковы. Все мы звери. Звери, конечно, разные бывают. Мыслящие, цивилизованные и немыслящие. Первые отличаются от вторых тем, что свою звериную натуру маскировать стараются. Когда у нас много пищи, тепла и самок, мы можем позволить себе доброту и сострадание. Но как только природа и судьба ставят вопрос ребром, одному выжить, другому сдохнуть, мы немедленно впиваем свои желтые клыки в горло соседа, брата, матери. Все мы звери. Я точно и не стараюсь этого скрывать. И обитатель двенадцатой планеты оранжевого светила, затерянного в недрах галактики, не имеющий названия, он тоже зверюга, только старается добрым казаться. И начальник разведки тринадцатой армии, полковник Красов, зверь, он зверюга, каких редко встретишь. Вот он у костра сидит, палочкой угли помешивает. Роста небольшого, подтянут, лицо красивое, молодое, чуть надменное, улыбка широкая, подкупающая, но уголки рта всегда чуть вниз, признак сдержанности и точного расчета. Взгляд сокрушающий, цепкий, взгляд его заставляет собеседника моргать и отводить глаза, руки точеные, непродитарские. Полковничий погон ему очень к лицу. Люди такого типа иногда имеют совершенно странные наклонности. Некоторые из них я слышал, копейки ржавые собирают. Интересно, чем наш полковник увлекается? Для меня и всех нас он загадка. Мы знаем о нем удивительно мало. Он знает о каждом из нас все. Он зверь. Маленький, кровожадный, смертельно опасный. Он знает свою цель и идет к ней не сворачивая. Я знаю его путеводную звезду. Зовется она власть. Он сидит у костра и красные тени мечутся по скуластому волевому лицу. Черный правильный профиль, красные тени, ничего более, никаких переходов, никаких компромиссов. Если я совершу одну ошибку, то он сомнет меня, сокрушит, если я обману его, он поймет это по моим глазам, и интеллект у него могучий. Суворов, ты что-то хочешь спросить? Мы одни у костра, в небольшом овражке, в бескрайней степи. Наша машина спрятана вон там, в кустах, и водителю спать разрешено. У нас впереди длинная осенняя ночь. Да, товарищ полковник, я давно хочу спросить вас. Вашим подчинении сотни молодых толковых перспективных офицеров с великолепной подготовкой, утонченными манерами. А я крестьянин. Я не читал многих книг, о которых вы говорите. Мне трудно вашим кругу. Мне неинтересны писатели и художники, которыми восхищаетесь вы. Почему вы выбрали меня? Он долго водится с чайником, видимо, соображая. Сказать мне что-то обычное о моем трудолюбии и моей сообразительности или сказать правду. В чайнике он варит варварский напиток. Смесь кофе с коньяком. Выпьешь, сутки спать не будешь. Я тебе, Виктор, правду скажу, потому что ты ее понимаешь сам, потому что тебя трудно обмануть, потому что ты ее знать должен. Наш мир жесток. Выжить в нем можно только каракаясь вверх. Если остановишься, то скатишься вниз, и тебя затопчут те, кто по твоим костям вверх идет. Наш мир это кровавая бескомпромиссная борьба систем, одновременно с этим это борьба личностей. В этой борьбе каждый нуждается в помощи и поддержке. Мне нужны помощники, готовые на любое дело, готовые на смертельный риск ради победы. Но мои помощники не должны предать меня в самый тяжелый момент. Для этого существует только один путь набирать помощников с самого низа. Ты всем обязан мне. Если выгонят меня, то выгонят и тебя. Если я потеряю все, ты тоже потеряешь все. Я тебя поднял, я тебя нашел в толпе не за твои таланты, а из-за того, что ты человек толпы, ты никому не нужен. Что-то случится со мной, и ты снова очутишься в толпе, потеряв и власть, и привилегии. Этот способ выбора помощников и телохранителей стар как мир, так делали все правители. Предашь меня, потеряешь все. Меня точно так же в пыли подобрали. Мой покровитель идет вверх и тянет меня за собой, рассчитывая на мою поддержку в любой ситуации. Если погибнет он, кому я нужен? Ваш покровитель генерал-лейтенант Абатуров? Да, он выбрал меня в свою группу, когда он был майором, а я лейтенантом, но очень успешным. Но и он кому-то служит. Его тоже кто-то вверх тянет. Конечно, только не твоего этого ума дела. Будь уверен, что ты в правильной группе, что и у генерал-лейтенанта Абатурова могущественные покровители в генеральном штабе, но тебя, Суворов, я знаю уже хорошо. У меня такое чувство, что это не тот вопрос, который тебя мучает. Что у тебя? Расскажите мне про аквариум. Ты и это знаешь? Услышать это слово ты не мог. Значит, ты его где-то увидел. Дай подумать, и я тебе скажу, где ты его мог увидеть. На обратной стороне портрета. Ах, вот где. Слушай, Суворов, про это никогда никого не спрашивай. Аквариум слишком серьезно относится к своим тайнам. Ты вопрос просто задашь, а тебя на крючок подвесят. Нет, я не шучу. За черюсть или за ребро и вверх рассказать тебе об аквариуме я просто не могу. Дело в том, что ты можешь рассказать еще кому-то, а он еще кому-то. Но настанет момент, когда события начнут развиваться в другом направлении. Одного арестуют, узнают у него, где он слышал это слово, он на тебя укажет, а ты на меня. Вы думаете, что если меня пытат начнут, я назову ваше имя? В этом я не сомневаюсь, и ты не сомневайся. Дураки говорят, что есть сильные люди, которые могут пытки выдержать, и слабые, которые не выдерживают. Это чепуха. Есть хорошие следователи, и есть плохие. В аквариуме следователи хорошие. Если попадешь на конвейер, то сознаешься во всем, включая и то, чего никогда не было. Но я верю, Виктор, что мы с тобой на конвейер не попадем. И потому тебе об аквариуме немного расскажу. Что за рыбы там водятся? Там только одна порода, пираньи. Вы работали в аквариуме? Нет, этой чести меня не удостоили. Может, в будущем? Там, наверное, считают, что зубы у меня еще недостаточно остры. Итак, слушай. Аквариум это центральное здание второго главного управления генерального штаба, то есть главного разведывательного управления, ГРУ. Военная разведка под различными названиями существует с 21 октября 1918 года. В это время Красная армия уже была огромным и мощным организмом. Управлял армией главный штаб, мозг армии. Но реакция штаба была замедленной и неточной от того, что организм был слепым и глухим. Информация о противнике поступала из ЧК. Это как если бы мозг получал информацию не от своих глаз и ушей, а со слов другого человека. Да и чекисты всегда рассматривали заявки армии как нечто второстепенное. По-другому и быть не может. У тайной полиции свои приоритеты, а у генерального штаба свои. И сколько генеральному штабу не давай информации со стороны, ее никогда не будет достаточно. Представь себе, случилась неудача, с кого спрашивать? Генеральный штаб всегда может сказать, что информации о противнике было недостаточно, оттого и неудача. И он всегда будет прав, потому что сколько ее не собирай, начальник генерального штаба сможет поставить еще миллион вопросов, на которые нет ответа. Вот поэтому и было решено отдать военную разведку в руки генерального штаба. Пусть начальник генерального штаба ею управляет. Если недостаточно сведений о противнике, так это вина самого генерального штаба. И КГБ никогда не стремилось установить власть над ГРУ. Всегда стремилось и сейчас стремится. Это однажды удалось Ежову. Он был одновременно шефом НКВД и военной разведки. За это его пришлось немедленно уничтожить. В его руках оказалось слишком много власти. Он стал монопольным контролером всей тайной деятельности. Для верховного руководства это страшная монополия. Пока существует минимум две тайные организации, ведущие тайную борьбу между собой, можно не бояться заговора внутри одной из них. Пока есть две организации, есть качество работы, так как существует конкуренция. Тот день, когда одна организация поглотит другую, станет последним днем для политбюро. Но политбюро этого не допустит. Деятельность КГБ ограничена деятельностью враждебных организаций. Внутри страны МВД делает очень сходную работу. МВД и КГБ готовы сожрать друг друга. Кроме того, внутри страны действует еще одна тайная полиция, народный контроль. Сталин стал диктатором, придя с поста руководителя именно этой тайной организации из народного контроля, а за рубежом тайную деятельность КГБ уравновешивает деятельность аквариума. Гуру и ГБ постоянно дерутся за источники информации и оттого обе организации так успешны. Я молчу, переваривая смысл сказанного. Долгая ночь впереди, метрах в 30 от нас в Ивнике спрятана большая резиновая надувная ракета Першинг, точная копия американского оригинала. Прошлой ночью весь диверсионный батальон спецназа был выброшен небольшими группами вдали от этого места. Соревнование маршрут 307 километров. На маршруте пять контрольных точек, ракеты, радиолокатор, штаб. группа, которая первой пройдет весь маршрут, обнаружив все объекты и сообщив их точные координаты, получит отпуск и золотые часы каждому солдату. Все солдаты, победившие группы, станут младшими сержантами, а сержанты старшими сержантами. Высший командный состав разведывательного отдела контролирует прохождение групп. Сам Кравцов обычно на вертолете вдоль трассы соревнований летает. Но сегодня он почему-то решил находиться на контрольной точке, и в помощнике он выбрал меня. Кажется, идут. Поговорим потом. Камешки чуть шуршат под ногами и катятся вниз. Во враг, тихо по змеиному скользя, спускается гигантская тень. Огонь костра в ночи чуть ослепил широкого диверсанта. Он всматривается в наши лица и, узнав Кравцова, докладывает. Товарищ полковник, 29-я рейдовая группа 2-й роты спецназа, командир сержант Полищук. Добро пожаловать, сержант. Сержант оборачивается к группе и тихо свистит, как свистят суслики. По откосу вниз зашуршали диверсантские подошвы. Двое занимают позицию на гребне, наблюдение и оборона. Радист быстро разбрасывает антенну, двое растягивают брезент, под брезентом будет колдовать шифровальщик группы. Как он готовит сообщение, знать обычным смертным не положено, и оттого во время работы его всегда накрывают брезентом. В боевой обстановке командир группы головой за шифры и шифровальщика отвечает. В случае, если группе угрожает опасность, командир обязан шифровальщика убить, шифры и шифровальную машину уничтожить. Если он этого не сделает, отвечать жизнью будет не только он сам, но и вся группа. Вот готово сообщение. Теперь мы все его видим. Обыкновенная кинопленка с несколькими рядами аккуратных дырочек на ней. Сообщение вкладывается в радиостанцию. Станция еще не включена и не подстроена. Радист на хронометр смотрит и вот жмет на кнопку. Радиостанция включается, автоматически подстраивается, протаскивает сквозь недра кусок пленки, тут же выплевывает его. Несколько цветных лампочек на радиостанции сразу гаснут. Весь сеанс связи длится не более секунды. Заряд информации радиостанция практически выстреливает. Шифровальщик подносит спичку к пленке и там мгновенно исчезает злобно шипя. Кинопленка только кажется обычной. Горит она так же быстро, как радиостанция передает шифровальное сообщение. Готовы? Попрыгали. Время? Пошли. Жесток сержант Полищук и на руку Дерзок. Группу сгрызет, а гнать будет без остановки. Да только цыплят на финише считают. Пока все хорошо. А если группа на первых двух сотнях сдохнет, командирам групп большие права даны. На то и соревнования. Хочешь останови группу, хочешь спать ее положи, хочешь через каждые десять минут хода отдыхай, но если в последней десятке групп окажешься, сорвут лычки сержантские, в рядовые спишут, а на твое сержантское место много любителей. Товарищ полковник, одиннадцатая группа первой роты, командир сержант столяр. Добро пожаловать, сержант. Действуй, на наше присутствие внимания не обращай. Есть! Носорог и гадкий утенок на стремя. Есть! Блеватин! Я! Связь давай! Есть! Связь! Готовы! Попрыгали! Время! Пошли! Теперь группы потоком пойдут. Так всегда на соревнованиях бывает. Несколько групп вырывается далеко вперед, потом идет основная масса с короткими перерывами или без перерывов вообще, а потом отставшие, заблудившиеся. Некоторые отдыхают у нашего костра по часу, некоторые подво, некоторые останавливаются, только чтобы развернуть связь, передать сообщение и вперед. Рядом с нами сразу несколько групп готовят свой нехитрый ужин. В ходе учений огонь разводить запрещено, и тогда диверсант готовит себе пищу на спиртовой таблетке. Но на соревнованиях можно пользоваться огнем. Главное на соревнованиях точное ориентирование, скорость, определение координат и связь, остальное не так важно. От костра пряным запахом потянуло. Диверсанты курицу жарят. Жарят ее особым методом. Выпотрошили, срезали голову и ноги, но перья не ощипывали. Курицу толстым слоем глины мокрой измазали и в костер. Вот уж и запах пошел, скоро она и готова. Нету диверсанта кастрюли, и оттого в глине готовить приходится. Когда совсем она и жарится, глину собьют, а вместе с глиной слетят с нее и перья, и курочка во всем своем жиру прямо к столу. Товарищ полковник, милости просим. Спасибо. А где же вы курицу взяли? Дикая, товарищ полковник, беспризорная. В ходе соревнований часто спецназы и дикую свинку найти могут, и курочку, и петушка. Иногда дикая картошка попадается, дикие помидоры и огурцы, дикая кукуруза. Кукурузу другая группа в чайнике огромным ванит. Отчаянник откуда? Да как сказать, лежал на дороге, че ж думаем добру пропадать. Отведайте кукурузки, хороша. У Кравцова правило, приглашение солдата он принимает с благодарностью, как принимает приглашение начальника штаба округа или самого командующего. Разницы он не делает. Весело у костра. Обмани ближнего или дальний приблизится и обманет тебя. Шутник полковник. За него любой диверсант глотку перегрызет. Не просто такого уважения среди них добиться. Подчиняются они всякому поставленному над ними начальнику, а уважают не всякого. И тысячи способов зверехитрый диверсант знает, чтобы командиру своему продемонстрировать уважение или не уважение. А за что они Кравцова уважают? За то, что тот натуру звериную свою не прячет и прятать не пытается. Диверсанты уверены в том, что натура людская порочна и неисправима. Им виднее. Они каждый день жизнью рискуют и каждый день имеют возможность наблюдать человека на грани смерти. И поэтому всех людей они делят на хороших и плохих. Хороший по их понятиям. Тот человек, который не прячет зверя, сидящего внутри него. А тот, кто старается хорошим казаться, тот опасен. Самые опасные люди те, которые не только демонстрируют свои положительные качества, но и внутренне верят в то, что являются хорошими. Отвратительный, мерзкий преступник может убить человека или десять человек, или сто. Но преступник никогда не убивает людей миллионами. Миллионами убивают только те, кто считает себя добрым. Робеспьеры получаются не из преступников, а из самых добрых и самых гуманных. И гильотину придумали не преступники, а гуманисты. Самое чудовищное преступление в истории человечества совершили люди, которые не пили водки, не курили, не изменяли жене и корнили белочек с ладони. Ребята, с которыми мы сейчас жуем кукурузу, уверены в том, что человек может быть хорошим только до определенного предела. Если жизнь припрет, хорошие люди станут плохими, и это может случиться в самый неподходящий момент. Чтобы не быть застигнутым врасплох такой переменой, лучше с хорошими не водиться, лучше иметь дело с теми, кто сейчас плохой. По крайней мере, знаешь, чего от него ждать, когда фортуна оскал продемонстрирует. Полковник Кравцов в этом смысле для них свой человек. Идет, к примеру, девочка грудастая по улице, ягодицы, как два арбуза в авоське, перекатываются. Что диверсант в этом случае делать будет? По крайней мере, взглядом изнасилует, если по-другому нельзя. Но и полковник Кравцов так же поступит, не постесняется. За это его уважают. Опасен тот, кто женщине вслед не смотрит. Опасен тот, кто старается показать, что это его не интересует совсем. Вот именно среди этой публики можно найти тайных садистов и убийц. Кравцов к этой категории не относится. Любит он женский пол, а кто не любит, и секреты из этого не делает, любит власть. Зачем же любит он ее крепко, любую власть. Почувствовал я это, когда впервые увидел, как он куклу бил. Это был апофеоз мощи и беспощадной власти. Кукла это человек такой. Человек для тренировки. Когда ведешь учебный бой против своего товарища, то наперед знаешь, что он тебя не убьет, и он знает, что ты его не убьешь. Поэтому интерес к учебному бою теряется, а вот кукла тебя убить может, но и тебя ругать не очень будут, если ты кукле ребра переломаешь или шею. Работа у нас ответственная, и рука наша не должна дрогнуть в ответственный момент, и не дрогнет. А чтобы командиры наши полную уверенность в том имели, подбрасывают нам для тренировок кукол. Куклы не нами выдуманы, их и до нас использовали и гораздо шире, но назывались они по-другому. В ЧК их называли гладиаторами, в НКВД волонтерами, в СМЕРШе робинзонами, а у нас они куклы. Кукла это преступник, приговоренный к смерти. Тех, кто стар, болен, слаб, тех, кто знает очень много, уничтожают сразу после вынесения приговора. Но тот, кто силен до крепок, того перед смертью используют для усиления мощи нашего государства. Говорят, что приговоренных к смерти на уран посылают. Чепуха. На уране обычные зэки работают. Приговоренных к смерти более продуктивно используют. Один из видов такого использования сделать его куклой в спецназе. И нам хорошо, и ему. Мы можем отрабатывать приемы борьбы, не боясь покалечить противника, а у него отсрочка от смерти получается. Раньше гладиаторов до кукол на всех достаточно было. Теперь нехватка. Во всем у нас нехватка. То мяса нет, то хлеба, а теперь вот и кукол не хватает на всех. А желающих использовать кукол не убавляется. А где ты их наберешь? Потому приказывают куклу длительно использовать осторожно, но это на качество занятий не очень влияет. Ты его не можешь сильно калечить, а у него ограничений нет. Он в любой момент озвереть может, терять ему нечего, шею свернуть запросто может. Оттого бой с куклой в сто раз полезнее, чем тренировка с инструктором или с коллегой. Бой с куклой настоящий бой, настоящий риск. Во всем батальоне спецназа только один особый профессиональный взвод допущен к тренировкам с куклами. Три обычные дивизионные роты о существовании кукол просто не знают. Особый взвод отделен от батальона спецназа и спрятан в Дубровнице внутри штрафного батальона. И место хорошо охраняется, и кукол содержать есть где. Не любит Кравцов зря рисковать, но любит власть. И потому попав в Дубровицу, он каждый раз переодевается и идет лично сам тренироваться на куклах. Он тренируется долго и упорно, он очень настойчив. Немного воды, полбанки кофе, коньяка солидную порцию и на огонь. Это варварское месиво должно долго вариться. Попьешь, будешь прыгать, как молодой козлик. Приятный аромат щекочет ноздри. Серый рассвет, холодный туман, едкий дым костра, мы снова одни. Много ГБ нашей крови выпило. Ты, Витя, про всю армию или только про разведку? И про армию, и про разведку. Много. Почему так получилось? Мы были очень наивны, мы служили родине, а чекисты служили сами себе и партии. Это может повториться? Да, если мы будем так же наивны, как и раньше. Он мешает ложкой коньячное варьево, а мне кажется, что он судьбу мою вершит. Не зря он один со мной в глухой степи оказался, не зря он разговоры такие ведет. Рассказав мне об аквариуме, он доверил мне свою судьбу, я же ее поломать могу. Зачем он рискует так? Не иначе? Он от меня требует мою собственную судьбу. Я согласен рисковать вместе с Кравцовым и ради него, но как мне выразить это? Мы не должны им позволить, чтобы это повторилось. Ради благополучия нашей Родины мы должны быть сильными, армия должна быть не менее сильной, чем ГБ. Внезапно я чувствую, что это именно то, чего он ждет от меня. Мы не должны им позволить монополии. Монополия чекистской власти может удушить советскую власть, продолжаю я, но и монополия власти военной может уничтожить советскую власть. Ты этого не боишься, Виктор? Он смотрит в упор. Не боюсь. Что бы ты на моем месте делал? На месте советских генералов и маршалов? Я бы поддерживал жесткий контакт с коллегами. Если один в опасности, все генералы и маршалы должны его защищать, нам нужна солидарность. Представь, что есть такая солидарность, тайная, конечно, представь, что партия ИГБ решили свергнуть одного из нас. Как же всем остальным реагировать? Бастовать? Всем в отставку подавать? Я думаю, что мы должны отвечать ударом на удар, но не по всем нашим врагам, а только по самым опасным. Если вы лично имеете проблемы с местным партийным руководством или СГБ, не вам с ними биться, но все ваши друзья со всего союза должны наносить тайные удары по вашим врагам, и наоборот, когда кто-то из ваших далеких друзей в беде, вы обязаны использовать всю свою мощь для нанесения тайных ударов по его врагам. Хорошо, Суворов, но помни, что этого разговора никогда не было. Ты просто перепился коньяку и все это сам придумал. Запомни, что лучше всего стоять в стороне от всех этих драк, но тогда ты так и останешься в пыли. Драка за власть жестокая драка, тот кто проиграл преступник. Для победителя все равно совершал ты преступление или нет, все равно преступник, так что лучше уж их делать, чем быть наивным дурачком. С волками жить, а то ведь съедят. Но уж если ты встал на этот путь, то лучше не попадаться, а если попадаться, так не сознаваться, а уж если и сознаваться, то в простом деле, а не в организованном, каждый, кто дерется за власть, имеет свою группу, свою организацию, и каждый не прощает этого своим соперникам. участие в организации это самое страшное, в чем ты можешь признаться, это жуткий конец для тебя лично, под самыми страшными пытками лучше признаться, что ты действовал один, в противном случае пытки станут еще страшнее, а теперь слушай внимательно. Его голос резко изменился, как и выражение лица. Через неделю ты пойдешь контролером с группой спецназа, вас выбросят на Староженецком полигоне, на второй день группа распадется надвое, с этого момента ты исчезнешь, твой путь в Кишинев, ехать только товарными поездами, только ночью, в Кишиневе есть педагогический институт, уровень национализма в институте выше среднего, этот лозунг ты напишешь ночью на стене, он протягивает мне листок тонкой папиросной бумаги, ты по-молдавски не говоришь, поэтому запомни весь текст наизусть, сейчас, попробуй написать, еще раз помни, ты делаешь все сам, если тебя где-то остановит, ты отстал от группы, потерял направление, стараешься сам вернуться в штаб армии без посторонней помощи, поэтому ты по ночам едешь в товарных вагонах, смотри, не усни, отсыпайся днями в лесу, какой величины должны быть буквы, 15-20 сантиметров будет достаточно, чтобы свалить председателя молдавского ГБ, одним лозунгом, тут особый случай, с национализмом в институте боролись давно и безуспешно, принимали самые драконовские меры, донесли в Москву, что теперь все хорошо, твое дело доказать, что это не так, может, конечно, подозрение пасть на Одесский округ, но Одесское военное руководство легко докажет свою полную невиновность, удар мы наносим не прямой, а из-за угла, из соседнего округа, я повторяю, ты действуешь сам, ты видел этот лозунг на клочке бумаги, который валялся на улице, выучил его наизусть и написал на стенке, не зная его значения, лучше быть дураком, чем не забыл лозунг, нет, нас бросали с трех тысяч метров, на второй день группа распалась надвое, командиры двух подгрупп знали, что с этого момента они действуют самостоятельно, без контроля сверху, через пять дней я появился в штабе армии, мой путь к начальнику разведки, я докладываю, что в ходе учений после разделения групп я должен был встретить третью группу, но не встретил ее, потерял ориентировку и долгое время искал правильный путь, не пользуясь картой и услугами посторонних, легкой улыбкой я докладываю, что дело сделано, чисто сделано, легким кивком он дает мне знать, что понял, но он не улыбается мне, прошли три недели, я внимательно слежу за всеми публикациями, понятно, что ни в местных, ни в центральных газетах никто ничего не опубликует, в местных газетах может появиться статейка под названием «Крепить пролетарский интернационализм», но нет такой статейки, он положил мне руку на плечо, он всегда подходит неслышно, не теряй времени, ничего не случится, почему, потому что то, что ты написал на стене, не принесет никому никакого вреда, текст был совершенно нейтральным, зачем же писал его на стене, затем, чтобы я был в тебе уверен, я был под наблюдением все время, почти все время, твой маршрут я примерно знал, оконечный пункт, тем более, бросить десяток диверсантов на контроль, и почти каждый твой шаг зафиксирован, конечно, и контролеры не знают того, что они делают, когда человек в напряжении, ему в голову могут прийти самые глупые идеи, его контролировать надо, вот я тебя и контролировал, зачем вы мне рассказали о том, что я был под вашим контролем, чтобы тебе и впредь в голову дурные идеи не пришли, я буду поручать тебе иногда подобные мелочи, но ты никогда не будешь уверен в том, идешь ты на смертельный риск, или просто я тебя проверяю, он улыбнулся мне широко и дружески и знай, что материалов на тебе у меня столько, что в любой момент я тебя могу превратить в куклу, он смотрит на меня выжидающе, потом наливает по полстакана холодной водки и молча кивает мне на один стакан, с начальником тоже иногда выпить можно, не бойся, не ты ко мне в друзья навязываешься, это я тебе вызвал, пей, я взял стакан, поднял его на уровень глаз, улыбнулся своему шефу и медленно выпил, водка оживительная влага, он снова налил по полстакана, слушай, Суворов, своим взлетом ты обязан мне, я всегда об этом помню, я за тобой наблюдаю давно и стараюсь понять тебя, на мой взгляд, ты прирожденный преступник, хотя об этом и не догадываешься, и не имеешь уголовной закалки, не возражай, я людей знаю лучше, чем ты, тебя насквозь вижу, пей, ваше здоровье, а сади огурчиком, спасибо, лицо у него мрачное, по всей видимости, он до моего прихода уже успел употребить, а выпив, он всегда становится мрачным, со мной всегда происходит то же самое, он, видимо, это давно подметил, и по некоторым другим, почти незаметным признаком самого себя рисует мой портрет, если бы ты, мерзавец, к уркам попал, то ты бы у них прижился, они бы тебя за своего считали, а через несколько лет ты бы в банде определенным авторитетом пользовался, возьми колбаски, не стесняйся, мне ее из спецраспределителя доставляют, ты о существовании такой колбасы, наверное, и не догадывался, пока я тебя к себе не забрал, пей, в том, что водки в нем было уже более полкило, сомнений не было, она понемногу действовать начинала, вилка в его руке точности уже не отличалась, но ум его от влияния алкоголя полностью изолирован, говорит он ясно и четко, мысли тоже ясно и четко, одного я в тебе, Суворов, не понимаю, ты в мучительстве наслаждения не находишь, или только скрываешь это, у нас широкие возможности наслаждаться своей силой, Ваньку педераста можно мучить столько, сколько душа пожелает, а ты от этих удовольствий уклоняешься, почему? я в мучительстве наслаждения не чувствую, жаль, это плохо для нашей профессии, вообще-то нет, в мире астрономическое число проституток, но лишь немногие из них наслаждаются своим положением, для большинства из них это очень тяжелая физическая работа и не более, но независимо от того, нравится проститутке ее работа или нет, ее уровень во многом зависит от отношения к труду, от чувства ответственности, вся диверсионная подготовка мне не поможет, такси, эй, такси, штаб округа, Пентагон? Ну да, именно туда, в Пентагон. Огромные корпуса штаба Прикарпатского военного округа выстроены недавно. Город знает эти стеклянные глыбы под именем Пентагон. Львовский Пентагон это грандиозная организация, подавляющая новичка обилием охраны, полковничьих погон и генеральских лампасов. Но на деле все же не так уж сложно, как кажется, в первый день. Штаб военного округа это штаб, в распоряжении которого находится территория величиной Западную Германию и с населением 17 миллионов человек. Штаб округа отвечает за сохранность советской власти на этих территориях, за мобилизацию населения, промышленности и транспорта в случае войны. Кроме того, штаб округа имеет в своем подчинении четыре армии воздушную, танковую, две общевойсковые. Накануне войны штаб округа превратится в штаб фронта и будет управлять этими армиями в войне. Организация штаба округа точно такая же, как и организация штаба армии, с той разницей, что тут все на ступень больше. Штаб состоит не из отделов, а из управлений, а управление, в свою очередь, делится на отделы, а те на группы. Зная организацию штаба армии, тут совсем легко ориентироваться. Все ясно, все понятно и логично. Мы, молодые пришельцы, еще раз стараемся во всем убедиться и всюду суем свои носы. А это что? А это зачем? Бывший начальник разведки Прикарпатского военного округа, генерал-майор Берестов, смещен, а за ним ушла и вся его компания. Старики на пенсию, молодежь в Сибирь, на новую землю, в Туркестан. Начальником разведки назначен полковник Кравцов. И мы, люди Кравцова, бесцеремонно гуляем по широким коридорам Львовского Пентагона. Строился он недавно и специально, как штаб округа. Тут все рассчитано, тут все предусмотрено. Наше второе управление занимает целый этаж во внутреннем корпусе колоссального сооружения. Одно нехорошо. Все наши окна выходят в пустой, огромный, залитый бетоном двор. Наверное, так для безопасности. Отсутствие хорошего вида в окнах, пожалуй, единственное неудобство. А в остальном, все нам подходит. Нравится нам и разумная планировка, и огромные окна, и широкие кабинеты, но больше всего нам нравится уход наших предшественников, которые совсем недавно контролировали всю разведку в округе, включая и в нашей 13-й армии. А теперь этих ребят судьба разметала по дальним углам империи. Власть – дело деликатное, хрупкое. Власть нужно крепко держать и осторожно. На новом месте вся наша компания, и я в том числе, обживается быстро. Работа у нас все та же, только тут размах шире, тут интереснее. Меня уже знают, и мне уже улыбаются в штабе. У меня уже хорошие отношения с ребятами из инквизиции, из группы переводчиков. Мне уже рассказывают анекдоты шифровальщики с узла связи и оператор из центра радиоперехвата. Но и за пределами второго управления меня уже знают. Прежде всего, в боевом планировании, в первом управлении. Боевое планирование без наших прогнозов жить не может. Но им вход в наше управление запрещен, и потому они нас к себе зовут. Витя, что в ближайшую неделю супостат в Битбурге делать собирается? Битбург – американская авиабаза в Западной Германии. И чтобы ответить на этот вопрос, я должен зарыться в свои бумаги. Через 10 минут я уже в первом управлении. Активность на аэродроме в пределах нормы. Одно исключение. В среду прибывают из Америки три транспортные самолета С-141. Когда мы такие прогнозы выдаем, операторы улыбаются. Хорошо тот парень работает. Им, операторам, знать не положено, откуда дровишки к нам поступают. Но операторы, люди и тоже шпионские истории читают. И оттого они наверняка знают, что у Кравцова есть супершпион в каком-то натовском штабе. Супершпиона они между собой называют «тот парень», хвалят того парня и довольны им очень офицеры боевого планирования. Действительно, есть у Кравцова люди завербованные. Каждый военный округ вербует иностранцев и для получения информации и для диверсии. Но только в данном случае тот парень ни при чем. То, что от секретной агентуры поступает, то Кравцов в сейфе держит и мало кому показывает. А то, чем мы боевое планирование питаем, имеет куда более прозаическое происхождение. Называется этот источник информации «Графики активности». И сводится этот способ добывания информации к внимательному слежению за активностью радиостанций и радаров противника. На каждую радиостанцию, на каждый радар дело заводится. Тип, назначение, где расположено, кому принадлежит, на каких частотах работает. Очень много сообщений расшифровывается нашим пятым отделом. Но есть радиостанции, сообщения которых расшифровать не удастся годами. Именно они представляют для нас главный интерес, ибо это и есть самые важные радиостанции. Понятны нам сообщения или нет? На станцию заводится график активности и каждый ее выход в эфир фиксируется. Каждая станция имеет свой характер, свой почерк. Одни станции днем работают, другие ночью, третьи имеют выходные дни, четвертые не имеют. Если каждый выход в эфир фиксировать и анализировать, то скоро становится возможным предсказывать ее поведение. А кроме того, активность радиостанции в эфире сопоставляется с деятельностью войск противника. Для нас бесценны сведения, поступающие от водителей советских грузовиков за рубежом, от проводников советских поездов, от экипажей аэрофлота, от наших спортсменов и, конечно, от агентуры. Сведения эти отрывочны и не связаны. Дивизия поднята по тревоге. Ракетная батарея ушла в неизвестном направлении. Массовый взлет всех самолетов. Эти кусочки наша электронная машина сопоставляет с активностью в эфире. Замечаются закономерности, учитываются особые случаи и исключения из правил. И вот в результате многолетнего анализа становится вполне возможным сказать, если вышла в эфир РБ 76-65-1, значит, через 4 дня будет произведен массовый взлет в Рамштейне. Это нерушимый закон. А если вдруг заработает станция, которую мы называем С-1000, тут и ребенку ясно, что боеготовность американских войск в Европе будет повышена. А если, к примеру, слушай, Витя, мы, конечно, понимаем, что нельзя об этом говорить, но вы уж того, как бы сказать понятнее, в общем, вы берегите того парня. Меня проверяют. Меня всю жизнь будут проверять. Такая работа. Меня проверяют на уравновешенность, на выдержку, на сообразительность, на преданность. Проверяют не меня одного. Всех проверяют. Кому улыбаешься, кому не улыбаешься, с кем пьешь, с кем спишь, а если не с кем, опять же проверка, а почему? Заходи. Товарищ полковник, старше ли, садись. Он, это полковник Марчук, новый заместитель Кравцова. У советской военной разведки формы особой нет. Каждый ходит в форме тех войск, из которых в разведку пришел я. Я, к примеру, танкист, Кравцов артиллерист. В разведывательном управлении у нас и пехота, и летчики, и саперы, и химики, а полковник Марчук медик. На малиновых петлицах чаша золотистая, да змеюга вокруг. Красивая у медиков эмблема. Не такая, конечно, как у нас, танкистов, но все же красивая. В армии медицинскую эмблему по-своему расшифровывают. Хитрый, как змей, и выпить не дурак. Марчук смотрит на меня тяжелым, подавляющим взглядом. Гипнотизер, что ли? Мне от этого взгляда не по себе, но я его выдерживаю. Тренировка у меня на этот счет солидная. Каждый в спецназе на собаках тренируется. Если смотреть в глаза собаке, то она человеческого взгляда не выдерживает. Человек может ревущего пса взглядом остановить. Правда, если пес один, а не в своре, против своры нужно ножом взгляду помогать. В глаза ей смотришь, а ножичком под бочок ей, под бочок, а тогда на другую начинай смотреть. Вот что, Суворов, мы на тебя внимательно смотрим. Хорошо ты работаешь и нравишься нам. Мозг у тебя вроде как электронная машина, ненастроенная. Но тебя настроить можно, в это я верю. Иначе тебя бы тут не держали. Память у тебя отменная, способность к анализу развита достаточно, вкус у тебя точный. Девочку из группы контроля ты себе хорошую присмотрел. Звонкая девочка, мы ее знаем, она к себе никого не подпускала, ишь ты какой, а вроде ничего в тебе примечательного нет. Я не краснею, не институтка, я офицер боевой, да и кожа у меня не та, шкура у меня азиатская и кровь азиатская. Оттого не краснею, физиология не та, но как черт их побери, они про мою девочку узнали. Как не печально, Суворов, но мы обязаны такие вещи знать, мы обязаны о тебе все знать. Такая у нас работа. Изучая тебя, мы делаем заключение, и в своем большинстве это положительное заключение. Больше всего нам нравится прогресс, с которым ты освобождаешься от своих недостатков. Ты почти не боишься теперь высоты, закрытых помещений, с кровью у тебя хорошо, крови ты не боишься, и это исключительно важно в нашей работе. Тебя не пугает неизбежность смерти, с собачками у тебя хорошие отношения, поднатаскать тебя, конечно, в этом вопросе следует, но вот с лягушками и со змеями у тебя совсем плохо. Боишься? Боюсь, признался я. А вы как узнали? Это не твоя проблема. Твоя проблема научиться змеи не бояться. Чего их бояться? Видишь, у меня змеюги даже на петлицах сидят, а некоторые люди лягушек даже едят. Китайцы? Не только, французы тоже. В голодный год я, товарищ полковник, лучше бы людей ел. Они не от голода. Это дирикатес. Не веришь? Ну, конечно же, я этому не верю. Пропаганда, мол, плохая жизнь во Франции, если он настаивать будет, я, конечно, соглашусь, что плохо пролетариату во Франции живется, но это только вслух. А про себя я останусь при прежнем мнении. Жизнь во Франции хорошая, и пролетариат лягушек не ест. Но не обманешь Марчука. Сомнения в моих глазах он разглядел без труда. Иди сюда. В кинозал зовет, где нам фильмы секретные про супостата крутят. Марчук кнопку нажимает, и на экране замелькали кухня, повара, лягушки, кастрюли, красный зал, официанты, посетители ресторана. На фокусников посетители не похожи, но лапки съели. Ну, что? А что тут скажешь? Крыть вроде нечем, но вот фильм недавно показывали освобождение и Гитлер там, но ведь это не Гитлер совсем, артист из ГДР, Диц ему имя. Вот если бы ты, полковник, сам лягушку съел, тут бы я тебе поверил, а в кино что угодно показать можно, даже Гитлера, не то что лягушек. Ну, что? повторяет он. Что ему скажешь? Скажи, что поверил, он тут же и прицепится, да как же ты, разведчик, такой чепухе поверил, я тебе всякую чушь показываю, а ты веришь, да как же ты, офицер информации, сможешь отличать ценные документы от спабрикованных? Нет, говорю, этому фильму я поверить не могу, подделка, дешевка, если людям есть нечего, то они в крайнем случае могут съесть кота или собаку, зачем же лягушек? Мне ясно совершенно, что фильм учебный сообразительность проверяет, вон у дамы какой пудель пушистый был, тут меня проверяют, заметил я пуделя или нет, ну, конечно, я его заметил, и вывод делаю, которого вы явно от меня добиваетесь, не станет нормальный человек лягушку есть, если у него в запасе есть пудель, нелогично это, а Марчук уже сердится, лягушки денег стоят и немалых, я молчу, в полемику не ввязываюсь, каждому ясно, что не могут быть лягушки дорогими, но с полковником соглашаюсь дипломатично, неопределенно, оставляя лазейку для отдыха, жиру бесится, буржуазные разложения, ну, вот, наконец поверил, я тебе фильм вот зачем показывал, люди их едят, а ты даже в руки их взять боишься, откровенно говоря, лягушку или змею я сам в руки взять не могу, но мне это и не надо, а ты, Виктор, начинающий молодой перспективный офицер разведки, и тебе это надо, внутри холодеет все, неужели и есть заставит, Марчук психолог, он мои мысли как в книге тому воды никогда не хватает, тот из строя быстро выходит, увидишь, неправильно воду пьют, смело по пять штрафных рисуй, можешь и по десять, я все понимаю, товарищ полковник, не первый раз на контроле, вы бы поспали немного, вертолет через час вернется, самое время вам, вы уж сколько времени не спите, да это, Виктор, ничего, служебные заботы я из-за заботы не считаю, хуже, когда партийное руководство донимает, везет нам, во Львове между партийным руководством и командованием округа хорошие отношения, а вот в Ростове командующему Северо-Кавказским военным округом генерал-лейтенанту танковых войск Литовцеву не сладко приходится, местные партийные воротилы вместе с КГБ ополчились против него, жизни не дают, жалобы в Центральный комитет пишут, уже написали жалоб и доносов больше, чем Дюма Романов, и никто генералу Литовцеву помочь не может, как тебе сказать, друзей у него много, но ведь как поможешь, людям и подневольные, уставы, наставления, военные законодательства чтим, не нарушаем, как ты ему в рамках закона поможешь, товарищ полковник, может, я чем могу помочь, чем же ты, Витя, старший лейтенант, генерал-лейтенанту поможешь, у меня впереди ночь длинная, я подумаю, думать вообще-то много не надо, все уж продумано, действовать надо, кажется, вертолет гудит, это за мной, наверное, вот что, Виктор, тут на учениях присутствует мой коллега, начальник разведки Северо-Кавказского военного округа, генерал-майор Забалуев, он хочет лично посмотреть прохождение диверсионных групп, но диверсантов своим званием смущать не желает, Завтра он тут с тобой на контрольной точке будет сидеть, форма у него наша, обычная, куртка серая, без знаков различия, в действие групп он вмешиваться не станет, просто хочет понаблюдать, да с тобой потолковать, если ты и вправду помочь желаешь, попроси, Вы думаете, товарищ полковник, что после окончания соревнований мне придется заболеть? Я тебе такого приказа не давал, если сам чувствуешь, что надо, тогда, конечно, но помни, в нашей армии так просто не болеют, нужно справку от врача иметь, будет справка, только смотри, бывают ситуации, когда человек чувствует себя больным, а врач нет, это нехорошая ситуация, нужно так болеть, чтобы у врача сомнений не было, температура действительно должна быть высокой, знаешь, как бывает, сам чувствуешь себя больным, а температуры нет, будет температура, ладно, Виктор, успехов желаю, у тебя есть чем генерала накормить? Есть, только с водкой не суйся, если сам не попросит. Через девять дней являюсь к полковнику Кравцову доложить, что после соревнований заболел, но теперь себя чувствую хорошо, он улыбается мне и журит слегка. Тренированный разведчик никогда не болеет, нужно себя контролировать, нужно гнать болезнь от тела, наше тело подчинено нашей воле, а усилием воли можно выгнать из себя любую болезнь, даже рак, сильные люди не болеют, болеют только слабое духом, он ругает меня, а сам цветет, а сам улыбку свою погасить не в силах, он улыбается ярко и открыто, так солдаты улыбаются после штыкового боя, не тронь наших, только тронь кишки штыками выпустим. Много у тебя, брат, диверсант врагов, ранний рассвет и поздний закат против тебя, звенящий комар и ревущий вертолет твои враги, плохо тебе, брат, когда солнце в глаза, плохо тебе, парень, когда попал ты под луч прожектора, плохо тебе, когда сердце твое голопом скачет, плохо тебе, когда тысячи электронных устройств эфир прослушивают, ловя твой хриплый шепот и срывающееся дыхание, плохо тебе, брат, всегда, но бывает хуже, бывает совсем плохо, совсем плохо, это когда появляется твой главный враг, много еще против тебя придумают всяких хитростей, противопехотных мин и электронных датчиков, но главный враг всегда остается главным, у главного твоего врага, мой друг, уши торчком, желтые клыки с каплями злой слюны, серая шерсть и длинный хвост, глаза у него карие с желтыми крапинками и рыжая шерсть под ошейником, главный твой враг быстрее тебя, он твой запах носом чувствует, у главного твоего врага прыжок гигантской, когда он на твою шею бросается, вот он вражина, главный, наиглавнейший, у гад, как клычищи-то оскалил, шерсть дыбом, хвост поджал, уши прижал, это перед прыжком, сейчас зараза прыгнет, не рычит, хрипит только, слюна липкая вокруг пасти, точно бешеный, в КГБ для таких собак особая графа в персональном деле предусмотрена, называется злостность, и пишут мудреные специалисты в этой графе страшные слова, злостность хорошая, злостность отличная, у этого пса наверняка в графе о злостности одни воспитательные знаки, зовут зверюгу Марс, и принадлежит он пограничным войскам КГБ, не скажу, что огромен пес, видел я псов и покрупнее, но опытен Марс, и это все знают, сегодня не я против Марса, сегодня против Марса Женя Быченко работает, прокричали мы Жене слова напутственные, мол, держись Женя, мол, всыпь ты ему, мол, продемонстрируй хватку диверсантскую и все, чему тебя в спецназе учили, советы в таком деле кричать не положено, не принято, совет, даже самый расчудесный, в самый последний момент может отвлечь внимание бойца и вцепится ему свирепое животное прямо в глотку, оттого советчиков в такой ситуации посылают подальше, но Женя в левой руке держит, куртку в правой, но не обмотал он руку курткой, просто ее на весу держит на вытянутой вперед руке, не нравится это псу, необычно это, и нож в левой руке не нравится, почему в левой, не спешит пес, взгляд свой звериный бросает с ножа на глотку из глотки на нож, но и на куртку пес смотрит, почему ее человек вокруг руки не обернул, знает серый своим песим разумением, что у человека только одна рука решающая, вторая только дополняющая, только отвлекающая, и надо ему псу не ошибиться, надо ему на ту руку броситься, которая страшнее, которая решающая, а может все же за горло, бросает свой взгляд пес, выбирает, когда он свое песе решение примет, то остановится его взгляд, и бросится он, и человек на арене, и мы зрители ждем именно этого момента, перед прыжком у собаки взгляд останавливается, и у человека будет короткое мгновение для встречного удара, но опытен Марс, и бросился он внезапно, без рыка и хрипа, бросился он, как другие собаки не бросаются, бросился Марс, не остановив своего взгляда, не сжавшись перед прыжком, его длинное тело вдруг повисло в воздухе, его пасть, его страшные глаза, вдруг полетели на Женьку, и не крикнул никто, не взвизгнул, момент прыжка не уловил никто, мы прыжок ожидали секундой позже, и оттого в тишине пес на Женькино горло летел, только Женькино куртка стегнула серого по глазам, только черный его сапог подковкой сверкнул, только взвыл пес, отлетев в угол, взревели мы от восторга, зарычали мы, как кабаны дикие, завизжали мы от радости, режь его, Женька, режь серого, ножичком его, ножичком, топчи серого, пока не встал, но не стал Женька топтать пса скулящего, не стал резать задыхающегося, перемахнул Женька через барьер, прямо в объятия рекующей диверсантской братьи, у, Женька, как ты его сапожищем-то, на выдохе поймал, на излете, в полете прямо, а на арене в опилках возле издыхающего пса плакал солдатик в ярко-зеленых погонах и зачем-то совал в окровавленную звериную пасть кусочек замусоренного сахара. Товарищ старший лейтенант, вас вызывает начальник строевого отдела. Иду. Из всех отделов штаба строевой отдел самый маленький. В штабах военных округов отделами обычно командуют полковники, управлениями генерал-майоры и только в строевом отделе начальником майор. Но когда офицера в строевой отдел вызывают, он подтягивается весь. Что ж, черт побери, ждет меня? Строевой отдел это небольшой зал, в котором старый седой майор, крыса канцелярская, да трое ефрейторов писарей, мурашки по коже бегут у любого, когда в строевой отдел вызывают. Не важно, старшие лейтенанты или генерал-майор. Строевой отдел это учреждение, в котором воля командующего округом превращается в письменный приказ. А что написано пером, строевой отдел это канал, по которому верховный главнокомандующий, министр обороны, начальник генерального штаба, доводит свои приказы до подчиненных. Строевой отдел эти приказы доводит до тех, кому они адресованы. Товарищ майор, старший лейтенант Суворов по вашему приказанию прибыл. Удостоверение на стол. Вздохнул я глубоко, маленькую зеленую книжечку с золотой звездой перед майором положил. Майор спокойно взял удостоверение личности офицера, внимательно осмотрел его, почему-то долго рассматривал страницу, где зарегистрировано мое личное оружие и страницу, где обозначена моя группа крови. Ни один мускул на его дрябном лице не дрогнет. Делает он свою работу точно как машина и бесстрастно как палач. Майор ефрейтору передал удостоверение. У ефрейтора на столе уже все готово. Обмакнул ефрейтор длинное золотое перо в черную тушь и что-то аккуратно написал в нем. Я стою вытянувшись, но шею не вытягиваю, чтобы ефрейтору через плечо глянуть. Потерпим. Через минуту объявит майор чье-то решение. Промокнул ефрейтор черную тушь. Удостоверение майора возвращает. Глянул майор на меня испытующе, достал из маленького потайного кармашка затейливый ключ на цепочке, открыл огромную дверь сейфа, достал большую печать, долго примирялся и вдруг четко и резко ударил ею по только что исписанной странице удостоверения. Слушай приказ. Вытянулся я. Приказ по личному составу Прикарпатского военного округа номер 0257 секретно пункт 17 старшему лейтенанту Суворову В.А. офицеру 2-го управления штаба округа присвоить досрочно воинское звание капитан в сочетании с представлением начальника 2-го управления полковника Кравцова и начальника штаба округа генерал-лейтенанта Володина подпись генерал-лейтенант танковых войск Абатуров служу Советскому Союзу поздравляю вас капитан спасибо товарищ майор примите приглашение на вынос тела спасибо Вите за приглашение но не могу я его принять если бы я каждое предложение принимал то спился бы давно не обижайся вот только сегодня 116 человек в списке 18 из них досрочно не обижайся Витя майор протянул мне удостоверение и руку еще раз спасибо товарищ майор лечу я как на крыльях по лестницам и коридорам ты чего счастливый такой тебя зачем к барсуку в нору вызывали не отвечаю никому нельзя отвечать сейчас плохая примета первым о присвоении командир мой должен узнать и никто больше Витя че цветешь звание что ли присвоили нет нет мне до капитана еще полтора года ждать ах скорее в отдел уж эти чертовы двери броневые эти допуски и пропуски товарищ полковник разрешите войти войди кравцов от карты не отрывается товарищ полковник старший лейтенант Суворов представляюсь по случаю досрочного присвоения воинского звания капитан осмотрел меня кравцов почему-то под ноги себе глянул поздравляю капитан служу советскому союзу в советской армии капитан больше всех звездочек имеет аж четыре у тебя витя в этом отношении максимум поэтому я не желаю тебе много звездочек я тебе желаю мало звездочек но больших спасибо товарищ полковник разрешите пригласить вас на вынос тела когда сегодня когда же еще что ты думаешь если мы на завтра перенесем в ночь нам на подготовку учений ехать перепьются ребята вечером не соберешь их а выйдем в поле там завтра исправим отлично на сегодня на сегодня ты свободен помню что выезжаем в три ночи я помню тогда свободен есть учения обычно из года в год проводят на одних и тех же полях и полигонах штабные офицеры хорошо знают местность на которой развернутся учебные бои и все же перед большими учениями офицеры которым предстоит действовать в качестве посредников и проверяющих должны еще раз выйти на местность и убедиться в том что все к учениям готовы местность оцеплена макеты обозначающие противника расставлены опасные зоны обозначены специальными указателями каждый проверяющий на своем участке должен почувствовать предстоящее сражение и подготовить для своих проверяемых и обучаемых вводные вопросы и ситуации соответствующие именно этой местности а не какой-либо другой от того что проверяющие знают районы предстоящих учений неплохо многие здесь имели свой лейтенантский старт тут их самих когда-то кто-то проверял выезд на местность перед учениями превращается в своего рода маленький пикник небольшой коллективный отдых некоторую разрядку в нервной штабной суете всем все ясно ясно дружно взревели штабные тогда и отобедать пора прошу к столу сегодня Витя Суворов нас угощает стола собственно никакого нет просто десяток серых солдатских одеял растерян на чистой полянке в ельнике у звенящего ручья все что есть все на столе банки рыбных и мясных консервов розовое сало ломтиками лук огурцы редиска солдат и водители картошки в костре напекли да ухи наварили я полковнику Кравцову рукой на почетное место указываю традиция такая он отказывается и мне на это место указывает это тоже традиция я отказываться должен дважды а на третий раз должен приглашение принять и Кравцову место указать справа от себя все остальные сами рассаживаются по старшинству заместители Кравцова начальники отделов их заместители потом старшие групп ну и все остальные бутылки на стол расставлять должен самый молодой из присутствующих это Толя Бутурлин лейтенант из инквизиции из группы переводчиков то есть добрый парень но работу свою серьезно делает традиция запрещает ему сейчас улыбаться все остальные тоже серьезны не положено сейчас ни улыбаться ни разговаривать и вопросы не положено задавать отчего во главе стола старший лейтенант сидит ясно всем почему холодные бутылки расставляют но неприлично о них говорить и о причине их появления тоже сиди да помалкивай степенно бутылки Толик из ручья носит они там аккуратно и горкой в ледяной воде сложены играет вода на прозрачном стекле журчит да пенится где же твой сосуд так спросить положено вот он подаю Кравцову большой граненый стакан наливает Кравцов стакан по ободок прозрачной влагой передо мной ставит аккуратно ставит ни одна капля пролиться не должна но и стакан полным быть должен чем полнее тем лучше молчат все вроде бы и не интересуют их происходящее а Кравцов достает из командирской сумки маленькую серебристую звездочку и осторожно ее в мой стакан опускает чуть слышно та звездочка звякнула заиграла на дне стакана заблестела беру я стакан ах не плеснуть бы губам несу губы навстречу стакану тянуть не положено хотя так и подсказывает природа отхлебнуть самую малость тогда и не прольешь ни капли выше и выше свой стакан поднимаю вот солнечный луч ворвался в ледяную жидкость и рассыпался искрами многоцветными вот теперь от солнца стакан нужно чуть к себе и вниз вот он и губ коснулся холодный потянул я огненный напиток донышко стакана выше и выше вот звездочка на дне шевельнулась и медленно губам скользнула вот и коснулась губ она офицер звездочку свою новую как бы поцелуем встречает звездочку чуть-чуть губами придержал пока огненная влага из стакана в душу мою журчала вот и все звездочку я осторожно левой рукой беру и вокруг себя смотрю стакан то разбить надо на этот случай на мягкой траве чей-то заботливой рукой большой камень положен хряснул я тот стакан об камень звонкие осколки посыпались а звездочку мокрую полковнику Кравцову подаю Кравцов на моем правом погоне маленькой командирской линеечкой место вымеряет четвертая звездочка должна быть прямо на красном просвете а центр ее должен отстоять на 25 миллиметров выше предыдущей вот она мокрая и встала на свое место теперь мое время закусить запить огурчиком водочку осадить где где же твой стакан так спросить положено два плеча два погона значит и две звездочки значит и два стакана в начале церемонии подаю второй стакан снова в нем огненно-ледяная жидкость заиграла снова до краев стал я стоя пить легче встать разрешается никто тут не возразит можно было и первый стакан стоя пить традиция этому не препятствует лишь бы стаканы полными были лишь бы не ронял офицер драгоценные бриллиантные капли сверкнула вторая звездочка красавица в водочном потоке прошла огненная благодать по душе зазвенели осколки битые вот и на втором погоне мокрая да остроконечная появилась теперь кравцов себе наливает до краев и каждый в тишине сам себе льет своя рука владыка лей сколько хочешь если Витю Суворова уважаешь так полный стакан лей а уж коль не уважаешь лей сколько знаешь только пить до дна выпьем смиренно предлагает полковник не положено в такую минуту говорить за что пьем выпьем и все тут пьют все медленно достепенно все до дна пьют только я не пью теперь мое право на каждого смотреть кто сколько налил себе кто полный стакан а кто на две трети но полные у всех были а теперь вот сухие у всех теперь мне и улыбнуться можно но широко ибо по традиции я все еще старший лейтенант хотя приказ вчера был хотя сегодня мне уже и звезды новые на погоны повесили вот и кравцов допил чуть водичкой запил теперь фраза должна ритуальная последовать нашего полку прибыло вот именно с этого момента считается что офицер повышение получил вот только с этого момента я капитан закричали все зашумели улыбки у всех пожелания поздравления теперь все говорят теперь смеются все теперь церемонии кончились теперь традиции побоку пьянка офицерская начинается и если правда в вине то бытие сегодня все целы на нашей стороне беги толик ручью беги толик ты моложе всех будет толик и твое время будет праздники на твоей улице будет обязательно жара пыль песок на зубах хрустит степь от горизонта до горизонта солнце белое жестокое и равнодушное бьет безжалостно в глаза как ламп последователя на допросе редко-редко уродливое деревце изломанное степными буранами нарушает пугающее однобразие добрый человек плюнь перекрестись да возвращайся домой нечего тебе тут делать а мы грешные пойдем вперед туда где выжженная степь вдруг обрывается крутым берегом грязного ингула туда где в дрожащем мареве столпили скелеты караульных вышек туда где десятки рядов колючие проволоки безнадежно опутали чахлые рощицы деревца тощие листья серые под толстым слоем пыли может вышки-то не караульные может геологи может нефть какая к черту нефть вышки с прожекторами и с пулеметами много вышек много прожекторов много пулеметов ну значит не ошиблись мы значит правильный путь держим верной дорогой идете товарищи сюда нам желтые воды будет время и будет это название звучат так же страшно как Катынь Освенцин Суханова Бабий Яр Бухенвальд Кыштым но не наступило еще то время и потому услышав это страшное название не вздрагивает обыватель не коровит его от этого названия и мурашки по коже не бегут да и не только у обывателя это название никаких ассоциаций не вызывает но и у зэков которых бесконечные колонны гонят со станции к вышкам рады многие ни Колыма ни Новая Земля Украина черт побери живем ребята и не скоро узнают они а может и никогда не узнают что Центральный Комитет имеет прямую связь с директором глиноземного завода на котором им предстоит работать не положено им знать что из Центрального Комитета каждый день звонят большие люди директору завода производительностью интересуются важен завод важнее Челябинского танкового и не очень вам ребята повезло что гонят вас сюда и не радуйтесь пайке жирной ищам с мясом того у кого зубы начнут выпадать да волосы заберут в другое место того кто догадается что тут за глинозем тоже быстро заберут а уж если вы все там лагеря взбунтуетесь то охрана в желтых водах надежная а если нужно то и мы поможем имейте ввиду рядом с вами соседствует самый большой учебный центр спецназа с этим не играйте лучше уж подыхайте понемногу не рыпаясь на глиноземном заводе пыль жара степь мы прыгаем мы много прыгаем с больших высот с малых высот со сверх малых мы прыгаем в два потока с Ан-12 и в четыре потока с Ан-22 а вы себе можете представить выброску в четыре потока ни хрена вы не можете только тот кто прыгал тот знает что это такое мы прыгаем днем и ночью желтые воды это Европа желтые воды это у самого Кировограда но лето тут всегда душно и засушливо лето знойно и безоблачно тут нелетной погоды не бывает и оттого из всех концов страны сюда собирают роты батальоны полки и бригады спецназа и бросают их тут от июня до сентября боже пошли ливень пусть раскиснет проклятый аэродром он крепок как гранит но это просто глина и не надо его бетонировать солнце забетонировало его лучше всякого технолога ну пошли же пошли ливень пусть он раскиснет мы все тебя боже просим много нас тут тысячи десятки тысяч ну пошли же ливень гроза ищет ищет зной будет горячий ветер с мелкими песчинками будет бескрайняя выжженная степь и пересохшими глотками мы будем орать ура вот как сейчас орем от края и до края взлетные полосы построен цвет спецназа чуть колышется море запыленных выцветших голубых беретов смирно для встречи справа на караул грянул встречный марш и вот уж не надо мне ни воды ни дождя понес меня марш на крыльях вдали показалась машина с огромным маршалом и увидев его взрывел первый батальон ура и покатилось солдатское приветствие по рядам наверное с таким воплем вставали батальоны в атаку товарищ маршал советского союза представляю сводный корпус специального назначения для проведения строевого смотра и марш парада начальник пятого управления генерал-полковник Петрушевский глянул маршал на бесконечные ряды диверсантов улыбнулся генерал Петрушевский свое воинство представляет 27-я бригада спецназ белорусского военного округа здравствуйте разведчики рявкнула маршальская глотка здрав желал в Тау со союз рявкнула в ответ 27-я бригада благодарю за службу служ со союзу рявкнула 27-я 3-я морская бригада спецназ черноморского флота здравствуйте разведчики здрав желал 72-й 72-й отдельный учебный батальон спецназ здрав желал 13-я бригада спецназ московского военного округа 224-й отдельный батальон спецназ 6-й гвардейской танковой армии кричит маршал приветствие и эхо радостно гонит слова его за горизонт благодарю за службу 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 суров и строг церемониал военных парадов и радостен не зря придуманы смотры ах не зря машина генерала петрушевского идет правее и чуть сзади маршальской машины что блестит в глазах генеральских гордость конечно гордость полюбуйся маршал на моих молодцов разве хуже они головорезов маргелова ах не хуже нет не хуже 32 бригада спецназ закавказского военного округа здравствуйте чудо-богатыри здрав жлав нет конца аэродрому нескончаемой стеной стоит спецназ благодарю за службу после каждых крупных учений по традиции строят войска для общей проверки традиции этой сотни лет так после сражения полководец собирал оставшихся считал потери поздравлял победителей грандиозные учения завершены и только тут на бескрайнем поле когда все участники собраны вместе можно представить невероятную мощь пятого управления гру а ведь не все еще тут 703 отдельная рота спецназ 17 армии а ведь едет маршал вдоль рядов и несомненно мысль его терзает на кого же всю эту рать с цепи спустить на Европу на Азию а может на товарищи по политбюро ну что же ты маршал чего медлишь мы тут все свои злые мы все но спусти с цепи всю Россию кровью зальем только команду дай не всех убивать конечно будем не всех если у кого дача большая да машина длинная тех мы не тронем это не грех иметь дачу да длинную машину тех кто о социальной справедливости говорит мы тоже не тронем грех это но не очень большой заблуждаются люди что с них возьмешь сиродевых убивать мы маршал только тех будем кто две эти вещи воедино объединяет кто о социальной справедливости болтает да на длинной машине ездит тех как бешеных собак на фонари на столбы телеграфные от них маршал все беды на нашу землю сыплются от них ну спусти цеть маршал эх маршал ведь если не ты так последователи твой спустит цепна с цепи спустит будь уверен много будет крови чем дольше тянуть будете тем больше потом крови будет но будет будет ура катится царев пополю катится в дальних балках без дождя пересохших лает эхо нашего орела а поработаем ребята попрошает маршал ура ревет спецназ восторженно в ответ поработаем значит поработаем мы работаем мы работаем дни и ночи и уже не различаешь дней и ночей все несется серым колесом прыжки дневные прыжки ночные прыжки со сверхмалой прыжки со средних высот прыжки с катапультированием но это не для всех прыжки из стратосферы это тоже для избранных соревнования 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 и снова прыжки горькая пыль на губах красные глаза злость наружу просится иногда апатия полная и уже укладываем парашюты свои без трепета скорее бы сложить да поспать минут тридцать может проверить укладку еще раз да ну учебные бои напалм собаки мвд кгб опять стрельбы и опять прыжки а смерть рядом с нами ходит нет никого она под свои черные крылья не прибрала но рядом старуха не дремлет в 112 отдельном батальоне новый парашют проверяет D18 плохой парашют боятся его спецназы не хотят на D18 прыгать что-то не так в нем на каждые сто прыжков минимум один перехлест приходится тут и конструктор парашюта и испытатели объясняют что уложили мы не так хранили не так ну вас всех огробиться нашему брату старшина из 112 батальона прыгал перехлестнула ему стропы через купол он их стропорезом полоснул хорошо приземлился мягко а ему шутки на земле надо было не смаху полосовать стропы а найти где они шелковой ниточкой шиты да ниточку аккуратно и распустить а старшина после прыжка такого совсем шуток не понимает да матом шутников и конструктора заодно рядом смерть с нами вон за теми заборами желтые воды рядом концлагеря уран а значит и смерть не тут ли каждый начальник себе кукол да гладиаторов подбирает запретные зоны вышки сторожевые вышки парашютные все рядом концлагерь и мы зачем это чтобы нас пугать а может еще какая причина есть держать главный учебный центр спецназа рядом с урановыми рудниками рядом с концлагерями рядом со смертью и опять прыжки капитан суворов этот парашют я укладывал сам операция первая закрепили вершину купола этот парашют я укладывал сам готовы попрыгали вперед 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 генерал-майор кравцов этот парашют я укладывал сам я долго тупо смотрю на расписку моего соседа который закончил укладку что-то в этой надписи мне непонятно что-то не так но тупые мозги у меня недосып я мучительно напрягаю свое сознание и вдруг меня озаряет товарищ генерал тихо не шуми да литя да и он смеется только не шуми я уже тридцать два часа как генерал ты первый сообразил поздравляю вас спасибо много вам звезд да не шуми ты пить будем потом не время сейчас ах черт замотался я совсем ты-то свой парашют уложил оба товарищ генерал сдай их оба есть сдать и предчувствуя что-то вопреки уставам я лишний вопрос задал я не прыгаю сегодня ты никогда больше прыгать не будешь ясно хотя ничего мне не ясно вызывают тебя в киев а там наверное в москву есть о вызове ни с кем не болтать при оформлении документов в строевом отделе скажешь что вызов из десятого главного управления генерального штаба есть рявкнул я тогда до свидания капитан и успехов тебе капитан есть предварительное решение генерального штаба запросить тебя в тыл противника для выполнения особого задания незнакомый генерал измерил меня тяжелым взглядом сколько времени надо на подготовку три минуты товарищ генерал почему не пять он впервые улыбнулся мне только в туалет сбегать три минуты достаточно и понимая что мою шутку он может не оценить я добавил всю ночь меня сюда в автобусе везли там никакой возможности не было николай я обратился генерал кому-то проводите капитана в туалет через две с половиной минуты я вновь стоял перед генералом теперь готов готов товарищ генерал куда угодно в огонь и в воду товарищ генерал и тебя не интересует куда интересует товарищ генерал если бы мы решили тебя готовить к выполнению задачи очень долго например пять лет как бы ты отнесся к этому положительно почему это означает что задание будет действительно серьезным это мне подходит что ты капитан знаешь о 10 главном управлении генерального штаба оно осуществляет поставки вооружения всем кто борется за свободу готовит командиров для национально освободительных движений направляет военных советников в Азию Африку на Кубу как бы ты отнесся к предложению стать офицером 10 главного управления это была бы высшая честь для меня 10 главное управление направляет советников страны жарким влажным и жарким сухим климатом что бы ты предпочел жаркий и влажный почему это Вьетнам Камбоджа Лаос там воюют а в жарком сухом сейчас прекращение огня ты ошибаешься капитан воюют всегда и везде перемирия никогда нигде нет и не будет война идет постоянно открытая война иногда прерывается но тайная никогда мы рассматриваем вопрос об отправке тебя на войну на тайную войну в КГБ нет разве бывает тайная война без участия КГБ бывает и эту войну ведет 10 главное управление нет ее ведет второе главное управление генерального штаба ГРУ для прикрытия своего существования ГРУ используют разные организации в том числе и 10 главное управление тебя капитан мы отправим на экзамены в тайную академию ГРУ но все будет организовано так как будто ты становишься военным советником 10 главное управление это твое прикрытие все документы будут оформлены только в 10 главное управление это управление вызовет тебя в Москву а там мы тайно заберем тебя к себе сдавать экзамены а если я экзаменов не сдам он брезгливо фыркнул тогда мы тебе и вправду отдадим в 10 главное управление и ты действительно станешь военным советником они тебя возьмут ты им нравишься но ты и нам нравишься мы уверены что ты наши экзамены сдашь иначе мы бы с тобой сейчас не беседовали все ясно товарищ генерал а коль так необходимо выполнить некоторые формальности он извлек из сейфа хрустящий как новенький червонец лист бумаги с гербом и грифом совершенно секретно прочитай и подпиши на листе 12 коротких пунктов каждый начинается словом запрещается и завершается грозным предупреждением карается высшей мерой наказания а заключение гласило попытка разглашения данного документа или любой его части карается высшей мерой наказания готов вместо ответа я только кивнул он придвинул мне ручку я подписал и лист исчез в недрах сейфа до встречи в Москве капитан сдав дела совсем молоденькому старшему лейтенанту я предстал перед своим теперь уже бывшим командиром товарищ генерал капитан суворов представляюсь по случаю перевода в 10-е главное управление генерального штаба садись сел он долго смотрит мне в лицо я выдерживаю его взгляд он подтянутый строк и он не улыбается мне ты Виктор идешь на серьезное дело тебя забирают в десятку но я думаю это только прикрытие мне кажется что тебя заберут куда-то выше может быть даже в гру в аквариум просто они не имеют права об этом говорить но вспомни мои слова приедешь в 10-е главное а тебя заберут в другое место наверное так оно и будет если мой анализ происходящего правильный то тебя ждут очень серьезные экзамены если ты хочешь их пройти то будь самим собой всегда в тебе есть что-то преступное что-то порочное но не пытайся скрывать этого я не буду этого скрывать и будь добрым всегда будь добрым всю жизнь ты обещаешь мне обещаю если тебе придется убивать человека будь добрым улыбайся ему перед тем как его убить я постараюсь но если тебя будут убивать не скули и не плачь этого не простят улыбайся когда тебя будут убивать улыбайся палачу этим ты обессмертишь себя все равно каждый из нас когда-нибудь подохнет подыхай человеком Витя гордо подыхай обещаешь на следующий день зеленый автобус доставил группу офицеров на пустынную железнодорожную станцию где формировался воинский эшелон всех их вызывало в Москву 10-е главное управление генерального штаба всем им предстояло стать военными советниками во Вьетнаме в Алжире Йемене Сирии Египте в этой группе находился и я для всех моих друзей коллег начальников и подчиненных с этого момента я перестал существовать пункт первой документа который я подписал запрещал мне любые контакты со всеми людьми которых я знал в прошлом глава шестая мать Россия ты машешь мне детской рукой железнодорожной насыпи ты открываешь передо мной свои необозримые дали осинки березки елочки разграбленные церкви девочки на сенокосе заводские трубы и опять дети на насыпи они машут мне вслед и улыбаются мне мосты мосты Дисна река прогрохотала стальными пролетами Конотоп Брянск Калуга стучат колеса на стыках тук 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 шумит вагон вагоне у нас пьянка вагоне все свои эшелон воинской чужих нет вагоне только военные советники будущее и пьют обитатели вагона за свое будущее за 10-е главное управление за генерал полковника Акунева пошла бутылка новая по кругу пей капитан за звезды больших звезд тебе капитан спасибо майор и тебе тоже глаза горят глаза у всех горят мы все мальчишки помешанные на войне разве мы шли в училище ради того чтобы проверять как у солдат сапоги вычищены нет мы шли в училище как романтики войны и вот они счастливцы которым 10-е главное управление даст такую возможность за десятку братцы за десятку много нас вагоне артиллерия летчики пехота танкисты еще день назад мы не знали друг друга но все мы уже друзья и снова бутылка по кругу за вас ребята за вашу удачу за ваши звезды а куда же меня черти несут в моих документах числится куба но это только потому что в группе нет никого другого на кубу тут очень много в египет много в сирию некоторые во вьетнам если бы был кто-то действительно на кубу то мне придумали бы что-то другое кравцов конечно догадывается предполагает что куба только маскировка но ничего толком не знал и он кравцов генерал я видел его генералом но он был в запыленном комбинезоне и в голубом выгоревшем берете такой же как все ничем не отличимый от солдат спецназа я стараюсь представить его в настоящей генеральской форме золотыми погонами и широкими лампасами но это не удается я представляю его всегда только так как в момент нашей самой первой встречи в чистенькой гимнастерке с погонами подполковника с лицом молоденького капитана успехов вам генерал красная пресня самый мощный военный железнодорожный узел мира эшелоны 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 тысячи людей все за колючей проволокой все за высокими заборами все под слепящим светом прожекторов эшелоны с танками в Германию эшелоны с новобранцами в Чехословакию ляск и грохот маневровые тепловозы формируют составы на Дальний Восток эшелон с пушками вот какие-то контейнеры охрана вокруг как вокруг Брежнева склады 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 погрузка и разгрузка эшелон демобилизованных солдат из Польши и тут же тюремные вагоны окна узкие и длинные окна закрашены белой краской окна в решетках красная пресня это не только военный центр это пересыльная тюрьма солдаты с овчарками красные погоны тюремный эшелон медленно уходит в зону ворота огромные стальные колючая проволока голубой слепящий свет тюремные эшелоны в Бадайбо в Череповец в Северодвинск в Желтые Воды огромные серые блоки военного пересыльного пункта группа советников в Южный Йемен пройдите в блок Б комната 217 советник на Кубу я капитан Суворов да следуйте за мной молодой стройный майор ведет меня мимо каких-то длинных заборов и штабелей из зеленых ящиков сюда капитан в небольшом дворике нас ждет санитарная машина с красными крестами пожалуйста капитан дверь захлопнула за мной и машина тронулась пару раз она останавливалась наверное проверка при выходе из запретной зоны и вот меня везут по Москве я знаю что везут не по прямой дороге а по улицам большого города машина часто поворачивает и подолгу стоит у светофоров на перекрестках но это только мои предположения видите ничего не могу окна в салоне матовые как в тюремном вагоне удельное давление на грунт американского танка М60 какие противотанковые ракеты вам больше нравятся американские или французские почему почему винтовые лестницы в замках закручиваются снизу влево вверх а не снизу вправо вверх почему у телеги передние колеса маленькие а задние большие что такое три линии почему в русской винтовке Мосина нарезы идут слева вверх направо а в японской винтовке Арисака наоборот каковы принципиальные недостатки роторного двигателя Венкеля сколько весит ведро ртути какой тип женщин вам нравится сколько номеров журнала огонек выпускается в год кто первым применил вертикальный охват что означает буква Л в названии советского истребителя бомбардировщика Су-7 БКЛ если бы вам приказали модернизировать американский стратегический бомбардировщик Б-58 какие параметры вы улучшили бы в первую очередь почему на германских танках Пантера была использована шахматная подвеска советской мотострелковой дивизии 257 танков по вашему мнению это количество нужно уменьшить или увеличить насколько почему как это повлияет на организацию снабжения дивизии вопросы сыплются один за другим времени на обдумывание никакого только задумался следует новый вопрос кто такой Чехов это снайпер из 138 стрелковой дивизии 62 армии а Достоевской странные вопросы кто не знает Достоевского Николай Герасимов Достоевской генерал-майор начальник штаба 3-й ударной армии они смеются это капитан немного не то чего мы хотим но твои ответы мы принимаем они тебя характеризуют очень ярко если мы иногда смеемся не обращай внимания не смущайся а разве я когда-нибудь смущался мне кажется что мне задали миллион вопросов но позже я прикинул что их было где-то около пяти тысяч 50 вопросов в час 17 часов 6 дней на некоторые вопросы приходится отвечать 5 а то и 10 минут на другие уходят секунды иногда вопросы повторяются иногда один и тот же вопрос быстро повторяется несколько раз не надо нервничать отвечай быстрее не вздумай врать не вздумай хитрить и так сколько водки вы можете выпить за один раз вот фотографии десяти женщин какая вам нравится больше всех 262 умножить на 16 скорее в уме это не очень трудно нужно сначала 262 умножить на 10 потом прибавить половину этого что получилось потом еще 262 экзаменатор смотрит в упор скорее капитан такая чепуха я смотрю в потолок я мучительно складываю все вместе я смотрю прямо перед собой какому-то моему предшественнику задавали именно этот вопрос и он тоненьким карандашом выписал все вычисления на зеленой бумаге которые покрыт мой стол я хватаю готовый ответ и тут же соображаю что это просто провокация не могло быть у моего предшественника тоненького карандашика не мог он под сверлящим взглядом тайно делать вычисления на бумаге я сжимаю челюсти и бросаю свой собственный ответ 4192 я даже не смотрю на зеленую бумагу покрывающую мой стол я знаю что там заведомо неправильный ответ а вопросы сыплются как горох как бы вы капитан реагировали если бы вам предложили торговать арбузами иногда в зале один экзаменатор иногда их трое иногда 15 вот 200 фотографий опознайте тех кого вы видели в этой комнате за время экзаменов время пошло теперь выберите тех кого вы видели в этой комнате только однажды в этом тексте зачеркните все буквы о подчеркните все буквы обведите кругом все буквы с на действие этого субъекта внимания не обращайте как и на передаче радио время пошло субъект корчит мне рожей старается вырвать мой карандаш выбивает стул из-под меня а радио нагревается зачеркни с подчеркни о иногда во время экзаменов прямо в комнату приносит роскошный обед иногда забывают иногда отпускают в туалет по первому требованию иногда приходится просить по три раза каждый день они подводят меня к последнему рубежу моих умственных и физических возможностей и я и они этот рубеж совершенно отчетливо чувствуем далеко за полночь я не раздеваясь валюсь на свою кровать и засыпаю мгновенно вот этого момента они и ждут ослепительные лампы в глаза 262 умножить на 16 ну скорее в уме это так просто ты же уже на этот вопрос отвечал ну что же ты 4192 кричу я и свет гаснет много позже я узнал что тех кто ответил правильно больше чем на 90% вопросов суда не принимают очень умные не нужны и все же главное в экзаменах это не установить уровень знаний совсем нет способность усваивать большое количество информации в короткое время при сильном возбуждении и при наличии помех вот что главное а кроме того устанавливаются наличие или отсутствие юмора уровень оптимизма уравновешенность способность к интенсивной деятельности устойчивость настроения и многое другое что ж парень ты нам подходишь сказал мне на исходе шестого дня седой экзаменатор организация у нас серьезная правила тут такие короткие что понимает их даже тот кто не хочет их понимать закон у нас простой вход рубль выход два это означает что вступить в организацию трудно но выйти из нее труднее теоретически для всех членов организации предусмотрен только один выход из нее через трубу для одних этот выход бывает почетным для других позорным и страшным но для всех нас есть только одна труба только через нее мы выходим из организации вот она эта труба я думал что лицо полковника будет преследовать меня всю жизнь в ночных кошмарах но он не снился мне никогда а думал я о нем много и вот что мне непонятно объяснили мне что любил он деньги любил выпить женщин любил за деньги и продался иностранным разведкам допустим что так но у него были великолепные возможности бежать на запад но он не бежал на западе было бы ему в досталь и денег и вина и женщин а в москве он деньги все равно тратить не мог да и не разгуляешься особенно бабник сбежал бы к бабам и деньгам а он не бежал а он над крематорием балансировал отчего черт подери я кручусь на горячей подушке и уснуть не могу первая ночь без экзаменов а может телекамера за мной по ночам смотрит ну и хрен с ней я встаю и показываю кукиш во все углы если вы за мной и сейчас следите то завтра в центральный комитет меня не повезут потом я решаю что недостаточно показать им только кукиш и потому показываю телекамере если она действительно есть все что могу показать утром посмотрим выгонят меня или нет продемонстрировав все что могу я удовлетворенно улегся на кровать и тут же уснул в твердой уверенности что завтра меня выгонят в Сибирь командовать танковой ротой а если нет то тут жить можно и можно обходить контроль я сплю в кровати блаженно и сладко я сплю крепко я знаю что если меня в аквариум примут то это будет большая ошибка советской разведки я знаю что если выход останется только один и только через трубу то для меня этот выход не будет почетным я знаю что и в своей постели я не умру нет такие в своей постели не умирают ах советская разведка лучше бы ты меня сразу через трубу пропустила меня вновь куда-то везут в закрытой машине с матовыми окнами я не вижу куда и меня никто не видит куда же это меня в центральный комитет или в Сибирь наверное все же в центральный комитет если бы в Сибирь то мой чемодан со мной был бы а раз нет чемодана это может означать что везут меня не на совсем на короткий визит с возвращением туда откуда везут за окном шумит огромный город значит мы где-то в центре а может быть это Лубянка у Лубянки на площади Дзержинского всегда такой шум как от Ниагарского водопада мне почему-то кажется что мы именно у Лубянки но в этом ничего странного центральный комитет тут совсем рядом наша машина долго стоит потом куда-то осторожно въезжает сзади лязг металлических ворот дверь открывается выходите мы в узеньком мрачном дворике с четырех сторон высокие старинные стены сзади нас ворота сержанты КГБ у ворот несколько дверей выходит в мрачный дворик у одних дверей тоже охрана КГБ у остальных дверей охраны не видно сверху на карнизе воркуют голуби сюда пожалуйста седой показывает какие-то бумаги сержант КГБ козыряет проходите седой он ведет меня бесконечными коридорами красные ковры сводчатые потолки кожаные двери у нас вновь проверяют документы проходите лифт бесшумно поднимает нас на третий этаж снова коридоры большая приемная пожилая женщина за столиком подождите пожалуйста ждем заходите пожалуйста седой чуть подтолкнул меня сзади и закрыл дверь за мной сам оставшись в приемной кабинет высокий окна под потолок вида из окна никакого в упор смотрит глухая стена и голуби на карнизе стол дубовый худой человек в золотых очках за столом костюм коричневый никаких знаков отличия ни медалей ни орденов хорошо в армии посмотрел на погоны да и начинай говорить товарищ майор товарищ подполковник а как тут начинать поэтому я никак не начинаю я просто представляюсь капитан суворов здравствуйте капитан здравия желаю мы внимательно изучали вас и решили вас принять в аквариум после соответствующей подготовки конечно благодарю вас сегодня 23 августа эту дату капитан запомните на всю жизнь с этого дня вы входите в номенклатуру мы поднимаем вас на очень высокий ее этаж в номенклатуру центрального комитета помимо прочих исключительных привилегий вам предоставляется еще одна с этого дня вы не под контролем КГБ с этого дня КГБ не имеет права задавать вам вопросы требовать ответы на них предпринимать какие-либо акции против вас если вы совершите ошибку доложите о ней своему руководителю он доложит нам если вы не доложите мы все равно о вашей ошибке узнаем но в любом случае любое расследование ваших действий будет проводиться только руководством ГРУ или отделом административных органов ЦК о любом контакте с КГБ вы обязаны докладывать своему руководителю благополучие ЦК зависит от того как организации и люди имеющие ранг номенклатуры ЦК сумеют сохранить свою независимость от любых других организаций благополучие ЦК это и ваше личное благополучие капитан гордитесь доверием которое ЦК оказывает военной разведке и вам лично желаю успехов я четко козырнул и вышел широкое озеро в лесу по берегам камыш над обрывом березовые рощи там за высоким забором наша дача крошечный пляж лодки вверх дном на другом берегу тоже какие-то дачи бревенчатые тоже за зелеными заборами тоже под охраной зона тут особая дачи но дачи только для ответственных товарищей и в эту дачную зону совсем нелегко попасть дубовые рощи озера густые леса кое-где красные крыши и вновь зеленые заборы проехать к нашему озеру только по одной дороге можно других путей нет как ни крути вокруг а все время будем в зеленые заборы упираться за нашими заборами тоже чьи-то дачи кто-то там по волейбольному мячику стучит но нам не положено знать кто там стучит а ему к нам не положено заглядывать а слева у нас забор выше чем справа из-за того забора по вечерам музыка доносится очень приятная мелодия танго дача у нас большая тут нас живет 23 человека но места хватило бы и на 30 у каждого по маленькой комнатке бревенчатые сосновые стены запах смолы маленький пейзажик на стене огромная мягкая кровать книжная полка внизу холл с большим азиатским ковром мы встаем когда хотим и делаем что нравится завтрак сытный обед скромный ужин роскошный вечерами мы сидим у камина мы пьем травим байки мы все в прошлом офицеры средних этажей советской военной разведки в группе один подполковник два майора один старший лейтенант остальные капитаны один из нас в прошлом летчик-истребитель двое ракетчиков один десантник один командир ракетного катера военный врач военный юрист в общем очень цветастый букет мы пришли от разных начальников каждый из нас по каким-то причинам попал в фарватер какого-нибудь военного разведчика дивизионного армейского или более высокого уровня каждого из нас кто-то отбирал в свою персональную группу и вот именно из этих групп аквариум выбирает своих кандидатов понятно что забирая людей у руководителей разведки на низших этажах аквариум совсем не старается забрать всех или самых лучших нет если у Кравцова аквариум сегодня заберет всех его лучших ребят завтра Кравцов не будет выбирать свою свиту так кропотливо поэтому аквариум отбирает людей у ниже стоящих начальников очень осторожно чтобы не отбить им охоту на будущее уделять выбору людей столь огромное внимание я много сплю я давно не спал так крепко и так сладко утром я встаю поздно иду на озеро погода пасмурная но вода теплая и я плаваю очень долго я знаю что этот сон и эта свобода ненадолго просто нам дают возможность расслабиться после экзаменов перед началом учебного года и я расслабляюсь быстрая дружба кончается долгой враждой я знаю это и мои товарищи по группе тоже знают это поэтому мы не спешим в наших отношениях мы очень осторожно прощупываем друг друга мы болтаем о пустяках мы рассказываем не особенно острые анекдоты травим одним словом нам пока можно пить в огромном буфете обильный выбор подходи и пей но мы пьем умеренно когда-то мы станем друзьями когда-то мы будем доверять друг другу когда-то мы будем поддерживать друг друга вот тогда мы и будем пить по-настоящему как настоящие офицеры но не сейчас нас тщательно обмерили и вот все мы уже в гражданских костюмах некоторым из нас суждено надеть форму когда мы станем генералами некоторым придется остаться в гражданской одежде даже став генералом такова служба меня зовут полковник Разумов Петр Федорович представился грузный человек в спортивном костюме с волейбольным мячом в руке мне 51 год из них 23 я служу в аквариуме работал в трех странах за рубежом провел 16 лет имею 7 вербовок награжден четырьмя боевыми орденами и несколькими медалями я буду руководителем вашей группы вы конечно придумаете мне кличку чтобы вам не мучиться я скажу вам несколько моих неофициальных кличек одна из них слон слонами называют всех преподавателей и профессоров военно-дипломатической академии а сама академия именуется консерватория когда речь идет о вас о молодежи или кладбищем слонов когда речь идет о нас профессорах и преподавателях может когда-то кто-то из вас тоже станет слоном и придет сюда готовить молодых слоников а сейчас я хотел бы поговорить с каждым из вас отдельно капитан суворов я товарищ полковник называйте меня просто Петр Федорович есть забудьте это есть вы остаетесь офицером советской армии более того вы подниметесь на самый высокий этаж в генеральный штаб но это есть на время забудьте вы можете не щелкать каблуками когда говорите с начальством никак нет товарищ Петр Федорович первое тебе Виктор задание научись сидеть в кресле слегка развалясь ты сидишь с ровной спиной вроде как штык проглотил так гражданские дипломаты не сидят понял понял меня давно вопрос занимал как можно организовать тайную школу шпионов в центре огромного города да так чтобы никто не дознался чтобы никто нас не заснял ни по одному ни с тайкой а делается все просто центральная глыба военно-дипломатической академии высится на улице народного ополчения понятно что никаких названий вы тут не увидите только оград узор чугунный буйные заросли сирени да колонны да окна в решетках да плотные шторы и часовые по углам но это не главное тут учат только тех кто будет работать в большой зоне в соцлагере а нас расконвоированных тех кто из лагеря выход иметь будет готовит не тут слушатели основных факультетов разбросаны по всей Москве по небольшим учебным точкам а где моя точка я и сам не знаю каждое утро 8.30 я у научно-исследовательского института электромагнитных излучений знаете около темирязевского парка официально институт принадлежит министерству радиопромышленности но кому он на самом деле принадлежит и чем он занимается мало кому известно в сталинские времена был институтик маленьким совсем человек 200 не больше и как память того времени четырехэтажный дворец позднего сталинизма фальшивые колонны да балкончики но рос быстрый институт и огромные шестиэтажные серые блоки тому свидетели это хрущевская экономия силикатный кирпич хрущевы а еще дальше стеклянные глыбы брежневского военно-бюрократического размаха все это перегорожено множеством стен на зоны и секторы проволока колючая ролики белые предъявляйте пропуск в развернутом виде народу много утренняя смена проходная в 12 потоков на территории объекта не курить будьте бдительны болтун находка для врага перевыполним план первого квартала не стой под грузом дробит проходная мощный поток трудовой интеллигенции на реки и ручьи течет серая масса по своим отделам до сектора скрипит тормозами маневровый тепловоз огромный ангар поглощает 60-ти тонные вагоны спешит научные братья молча толпа валит все секретные все совершенно секретные вход воспрещен предъявите пропуск в развернутом виде заборы бетонные заборы кирпичные трубы разноцветные зона 12b над какими проблемами тут работают лучше не спрашивать еще раз пропуск предъявим на пропуске множество шифрованных значков каждый сверчок знай свой шесток каждый владелец пропуска только в своей строго для него установленной зоне обитает без особых значков на пропуске не выпустят тебя за зону твоего обитания наберем номер на диске вот мы в ангаре тут вся наша группа собирается тут стоит огромный эмас с оранжевым контейнером наше место внутри а там как в хорошем самолете ковры да кресло удобные только окон нет 8.40 когда контейнер уже закрыт изнутри появляется в ангаре водитель и гонит свою масс по москве водителя мы не видели никогда он даже не догадывается что людей возит у него работа такая 8.40 войти в ангар сесть в машину и везти контейнер с неким очень опасным грузом через несколько кварталов сосновый лес тут еще некий секретный объект тоже ангар он загоняет контейнер туда а сам выходит в комнату ожидания по вечерам он делает еще один рейс а в остальное время он другие оранжевые контейнеры по москве гоняет может с обзревателями к атомным бомбам может со смертоносными вирусами которые способны сожрать человечество может с аппаратурой генетической войны откуда ему знать что в контейнерах все они одинаковы все оранжевые а зашибает он видимо здорово на таких исследовательских центрах все здорово зашибают из нашего оранжевого контейнера мы на землю прыг прыг в ангаре высоко под потолком воробей чирикает ему одному только секреты все видны кто водитель у нас кто по ночам ангар убирает кто в таком же вот контейнере суда к нам пищу возит и в столовой накрывает пока мы в зоне никого тут нет из персонала столовая и та как система клапанов устроена если в ней открыта дверь в ангар и кто-то накрывает там на стол к завтраку то мы не можем проникнуть ни в столовую ни в ангар потом звонок нам как павловским псам готово тут уж мы в столовую входим зато никому другому двери не открываются автоматика кормит хорошо меня никогда так не кормили даже в чехословакии и все же зона она и есть зона а наш контейнер мы зовем оранжевым вороном в принципе нас как зэков возят только с комфортом в особые книги я спасибо пишу за хороший завтрак и заказ на завтра и скорее на занятие все готовы все пять минут подышать дворик у нас аккуратный кусты сирени серые бетонные стены почти полностью закрывают уют над сиренью проволока колючая что за той проволокой увидеть нельзя только ясно что там такие же полукруглые ангарные крыши как у нашего бассейна и теннисного корта может там другая учебная точка такая же как и у нас а может там польские или венгерские наши коллеги обучаются а может быть кубинские итальянские ревийские откуда нам знать а может там и не учебная точка а секретная лаборатория или склад а может там тюрьма просто по движению нашего оранжевого ворона я все пытаюсь направление по утрам угадать чудится что возят нас совсем недалеко и по направлению угадывается мне что мы обучаемся где-то совсем рядом от краснопресненской тюрьмы но точно установить конечно невозможно а сосновых пролесков по москве хоть пруд пруди в том же серебряном бару подышали и будет все в зал тут сейфы в моем сейфе четыре тетради в каждой по 96 страниц это на три года пиши конспекты убористо больше запоминай хватай информацию слету бумагу приучись экономить тетрадь по разведке в руку сейф на ключ и в зал преподаватель от нас кисейной занавеской отгорожен потому он нас четко разглядеть не может но и мы его четко не видим хотя разговариваем без помех все преподаватели и командиры слоны некоторые из них допущены к персональной работе с нами но большинство может видеть нас только через полупрозрачный экран и называть только по номерам каждый из них волк разведки каждый провел много лет за пределами большой зоны но каждый из них был в провале и оттого превратился в слона то кто в провале не был продолжает работу в добывании или по крайней мере в обработке провалившийся волк разведки включает системы защиты от чего стены нашего спецооружения плавно задрожали и начинает вот так выглядит шпион он показывает большой плакат с человеком в плаще в черных очках воротник поднят руки в карманах так шпиона представляют авторы книг кинорежиссеры а за ними и вся просвещенная публика вы не шпионы вы доблестные советские разведчики и вам не пристало на шпионов походить а посему вам категорически запрещается а носить темные очки даже в жаркий день при ярком солнце б надвигать шляпу на глаза в держать руки в карманах г поднимать воротник пальто или плаща ваша походка взгляд дыхание будут подвергнуты долгим тренировкам но с самого первого дня вы должны запомнить что в них не должно быть напряжения вороватый взгляд оглядка через плечо враг разведчика и за это в ходе тренировок мы будем вас серьезно наказывать не менее чем за принципиальные ошибки вы меньше всего должны напоминать шпионов и не только внешним видом но и методами работы писатели детективных романов изображают разведчика великолепным стрелком и мастером ломания рук своим противникам большинство из вас пришли из нижних этажей разведки и сами это видели но тут наверху в стратегической агентурной разведке мы не будем вас обучать стрельбе и способом ломания рук наоборот мы требуем от вас забыть ваши навыки полученные в спецназе некоторые разведки мира обучают своих ребят стрельбе и прочим штучкам это идет от недостатка опыта помните ребята что вы можете надеяться только на свою голову но не на пистолет если вы сделаете одну ошибку то против каждого из вас контрразведка противника бросит 5 вертолетов 10 собак 100 машин и 300 профессиональных полицейских пистолетиком тогда вы уже себе не поможете и руки всем не переломаете пистолет это не нужная иллюзия пистолет и греет ваш бог и создает мираж безопасности но вам не нужны иллюзии и миражи вы должны постоянно иметь чувство безопасности и превосходство над контрразведкой противника но это чувство вам дает не пистолетик а трезвый расчет без всяких иллюзий знаете это примерно как среди монтажников высотников одни из них малоопытные пользуются страховочными поясами другие никогда не пользуются первые падают и разбиваются вторые никогда происходит это потому что тот кто поясом пользуется создает себе иллюзию безопасности однако он забыл застегнуться и вот уже его кости собирают в ящик тот кто поясом не пользуется иллюзии не имеет он постоянно контролирует каждый свой шаг и никогда на высоте не расслабляется советская стратегическая разведка своим ребятам не дает страховочных поясов знаете что у вас нет пистолета в кармане забудьте удары ребром ладони по кирпичу надейтесь только на свою голову ваш спорт благородный теннис человек способен творить чудеса человек может переплывать ла-манш три раза выпить сто кружек пива ходить босыми ногами по раскаленным углем человек может выучить тридцать языков стать олимпийским чемпионом по боксу выдумать телевизор или велосипед стать генералом гру или миллиардерам все в наших руках кто хочет тот и может главное захотеть что-то а потом все зависит только от тренировки но если тренировать свою память мускулы или психику регулярно то ничего из вашей затеи не получится регулярность тренировок важна но сама по себе она ничего не решает один чудак тренируется каждый день раз в день он поднимает утюг тренировки продолжаются регулярно в течение десяти лет его мышцы не увеличились успех приходит только тогда когда каждая тренировка памяти мышц психики силы воли настойчивости доводит человека до грани его возможностей когда конец тренировки превращается в пытку когда человек кричит от боли тренировка полезна только тогда когда она подводит человека грани его возможностей и он эту грань совершенно точно знает я могу прыгнуть вверх на два метра я могу отжаться от пола сто пятьдесят три раза я могу запомнить за один раз две страницы иностранного текста и каждая новая тренировка полезна только тогда когда она будет попыткой побить свой собственный вчерашний рекорд сдохну но отожму сто пятьдесят четыре раза нас водит на тренировки будущих олимпийских чемпионов вот они пятнадцатилетние боксеры пятилетние гимнасты трехлетние пловцы смотрите на выражение их лиц ждите самый последний момент тренировочного дня когда на маленьком детском личике появляется зная решимость побить свой собственный вчерашний рекорд смотрите на них когда-нибудь они принесут олимпийское золото под огромный красный флаг серпом и молотом смотрите на это лицо сколько в нем напряжения сколько муки это путь это путь это путь это путь к успеху работа только на пределе своих возможностей работа на грани срыва чемпионом становится только тот кто знает что штанга сейчас задавит его но толкает ее вверх побеждает в этой жизни только тот кто победил сам себя кто победил свой страх свою лень свою неуверенность наш слон привел нас на тренировку юных олимпийцев так наша страна готовит тех кто защищает ее спортивную славу неужели ребята вы думаете что наша страна к подготовке разведчиков относится менее серьезно глава 7 февраль 1971 года незабываемое время начальнику ГРУ генерал-полковнику Петру Ивановичу Ивашутину присвоили звание генерал-армии ликует аквариум ликует весь генеральный штаб военная разведка впереди председатель КГБ Юрий Андропов остается только генерал-полковником какая пощечина мы знаем что центральный комитет раздувает огонь борьбы а драки к КГБ ГРУ не миновать баланс между КГБ и армией был нарушен и вот центральный комитет оплошность исправляет февраль 1971 года идет чистка в среднем слое КГБ идет массовое смещение полковников и генерал-майоров КГБ идет возвышение офицеров и генералов ГРУ всего генерального штаба всей советской армии вот командующий северокавказским военным округом генерал-лейтенант танковых войск литовцев стал генерал-полковником а помните товарищ генерал ваш тяжелый старт на этом посту а ведь вам кто-то тогда помог рискуя головой я за эту помощь досрочно стал капитаном а ведь вы товарищ генерал кому-то тайно помогали и помогаете иначе никто бы вас поддерживать не стал и не носить бы вам сейчас три генеральские звезды успехов вам генерал февраль 1971 года КГБ и Грум вцепились в глотки друг другу но кто это может видеть со стороны все знают генерал-полковника Юрия Андропова а кто знает генерала армии Ивашутина но ему реклама и не нужна Ивашутин в отличие от Андропова руководит тайной организацией которая действует во мраке и не нуждается в рекламе войну планирует генеральный штаб генеральный штаб мозг армии любое вмешательство КГБ в процесс планирования неизбежно приводит все государство на грань катастрофы поэтому для того чтобы выжить государство вынуждено ограничить влияние КГБ на генеральный штаб для того чтобы победить войне генеральный штаб должен собирать информацию о противнике усилиями своих собственных офицеров которые понимают проблемы боевого планирования которые сами могут решить что важно для генерального штаба а что нет генеральный штаб не имеет времени просить об информации он приказывает своей собственной разведывательной службе что нужно добыть в первую очередь для успешной работы генеральный штаб должен иметь право поощрять своих лучших разведывательных офицеров и жестоко карать нерадивых и он имеет такие права и он имеет свою собственную разведывательную службу и он видит мир не через призму КГБ а своими собственными глазами генеральный штаб собирает информацию не усилиями полицейских а усилиями офицеров генерального штаба нашими усилиями мы должны стать офицерами разведки и офицерами генерального штаба одновременно на это нам отводится очень короткий срок 5 лет а если так то программа нашей подготовки насыщена выше всяких возможностей вы офицеры генерального штаба если эти нагрузки вы не способны перенести мы отпустим вас на нижние этажи мы стараемся мы выдерживаем нагрузки не все по ночам мне снятся только грандиозные наступательные операции глубокие танковые клинья воздушные десанты бригады спецназа в тылу противника нелегальные резидентуры и поток информации в генеральный штаб мне снится грохот сражение и огонь я открываю глаза я слышу отвратительный звон будильника и холодный свет режет глаза я долго сижу на кровати и трущоки ладонями наверное я не выдержу время летит зимняя сессия восемь экзаменов летняя сессия восемь экзаменов зимний отпуск пятнадцать суток летний отпуск тридцать суток я в отпуск не поеду я сдал сессию но мне нужно сделать очень многое снова зимний отпуск и я снова не поеду почти никто из наших ребят не едет надо работать надо работать больше кто хочет остаться наверху должен работать много до зеленых кругов в глазах до черных пятен нам не препятствует можно ночами сидеть можно спать по три часа в сутки наша группа тает подполковник моральные разложения сексуальная распущенность изгнан на космодром в плесецк это тоже гру но только ссылка для провинившихся майор артиллерийской разведки пьянство возвращен в спецназ в Забайкалье тает группа нас было двадцать три теперь только семнадцать изгоняют тех у кого от усиленной работы мозга начинаются обмороки изгоняют тех кто не может выявлять слежку кто ошибается или горячится при приеме решений изгоняют тех кто не может изучить два иностранных языка усвоить историю дипломатии и разведки всю структуру тактику стратегию вооружение и перспективы нашей армии и армии наших противников они исчезают внезапно они никогда больше не поднимутся вверх для них находят такие места где им некому рассказать о том где они были им находят места где работают только такие же неудачники из гру где недоверие и провокация процветают а вообще-то где они не процветают волка ноги кормит мы чувствуем себя волками любой свободный момент мы отдаем поиску мест мы рыщем разведчику нужны сотни мест таких мест где он мог бы совершенно гарантированно оставаться один таких мест где он с полной уверенностью может сказать что за ним никто не крадется по пятам таких мест где он смог бы спрятать секретный материал и быть уверенным что ни уличные мальчишки ни случайные прохожие не найдут его что тут не будет строительства что ни крысы ни белки ни снег ни вода этот материал не повредят разведчик должен иметь множество таких мест про запас и не имеет права использовать одно и то же место дважды наши места должны быть в стороне от тюрем вокзалов важных военных заводов в стороне от правительственных и дипломатических кварталов во всех этих местах активность полиции повышена и до провала только шаг а где найти в москве места где нет тюрем и важных правительственных или военных учреждений мы рыщем все наше свободное время мы рыщем в подмосковных рощах в парках на заброшенных пустырях и брошенных стройках мы рыщем в снегу и в грязи нам нужно множество удобных мест и тот кто научится их находить в москве тот сможет делать это в хартуме в мельбурне в хельсинки мы учимся запоминать лица людей эта активность мозга должна быть не аналитической а рефлекторной и потому передо мной мелькают на экране тысячи лиц тысячи силуэтов людей мой палец на кнопке как на спусковом крючке увидев одно и то же лицо дважды на экране я должен мгновенно нажать на кнопку если я ошибаюсь меня пронизывает легкий но неприятный электрический шок нажал неправильно кнопку и легкий удар не нажал кнопку когда надо опять удар тренировки повторяются регулярно и скорость показа лиц все увеличивается каждый раз показывают все больше и больше изображений тех же людей показывают в париках в гриме в другой одежде в других позах ошибки карают легким но неприятным шоком разведчик должен быть внимательным к номерам машин один номер попался дважды значит возможно слежка значит на операцию идти нельзя мне показывают тысячи номерных знаков они несутся по экрану как французский электропоезд их не нужно запоминать но их нужно узнавать аналитический ум тут не поможет нужен автоматический рефлекс и его вырабатывают как у собаки по методу профессора павлова ошибка и шок ошибка и шок но номера машин могут быстро менять поэтому нужно узнавать машины не только по номерам а просто по их виду а в современном городе миллионы машин и наш мозг не способен запомнить даже сотни машин тем более что столько их одинаковых и тут вновь разведчика выручает рефлекс наш мозг способен фиксировать миллионы деталей но мы просто не можем пользоваться этой колоссальной информацией не беспокойтесь аквариум вас научит через пять лет у вас будут соответствующие рефлексы мы офицеры генерального штаба нас возят на гоголевский бульвар нас учат принимать решения в ходе грандиозных операций на огромных картах и на бескрайних полях широколановского полигона мы сначала робко и неуверенно сначала только на бумаге а потом и на практике пробуем управлять огромными массами войск в современной войне возможно это нам не придется никогда делать но однажды передвинув даже на карте пятую и седьмую гвардейскую танковые армии из Беларуси в Польшу вдруг понимаешь какое количество какой именно информации нужно генеральному штабу чтобы сделать это в реальной войне мы рыщем по городу мы учимся безошибочно выявлять слежку перед операцией офицер разведки должен совершенно четко ответить самому себе есть слежка или ее нет да или нет в настоящей тайной войне в которой он готовится ему никто не сможет помочь и никто не будет делить ответственность за допущенную ошибку да или нет по заранее подготовленному маршруту я петлял по Москве 4 часа я менял такси автобусы трамвай из огромной толпы уходил в безлюдные места и снова бросался в толпу как в океан КГБ тоже учится для КГБ очень важно знать свои собственные ошибки в слежке тут и интересы ГРУ и КГБ совпадают тут осуществляется кооперация между двумя враждебными организациями слон знает что сегодня я тренируюсь в городе что моя тренировка начинается ровно в 15.00 от отеля метрополь который сейчас является как бы советским посольством во враждебной стране я выхожу из посольства а дальше дело слона позвонить в КГБ или нет и так да или нет раз в неделю каждого из нас слон гоняет по разным маршрутам которые каждый готовит для себя в прошлый раз слежка была точно в прошлый раз я был в этом совершенно уверен а сегодня да или нет я не знаю я не уверен если так то нужно возвратиться в посольство и доложить слону что я не уверен и тогда он вновь пошлет меня кружить по Москве и завтра утром я буду обязан дать окончательный ответ и так да или нет язык оружие разведчика глаза оружие разведчика аквариум делает все возможное чтобы заставить своих офицеров владеть иностранными языками за знание одного западного языка платит на 10% больше за каждый восточный язык 20% выучи пять восточных языков и будешь получать вдвое больше но не проценты меня гонят не выучишь два языка выгонят на космодром в Плесецк мне на космодром совсем не хочется поэтому я учу иностранный язык для меня проблема нет во мне музыкальности чувствительность слухового аппарата танковыми пушками понижена я стараюсь я тянусь но по языкам я самый худший в группе были хуже меня но их уже выгнали я на очереди следующий сдохну черт побери пусть произношение дубовое я в других областях наверстаю у меня та же проблема была ободряет слон учи целые страницы наизусть тогда беглость появится тогда у тебя для устной речи и для написания будут всегда в запасе стандартные обороты фразы целые куски я учу страницами я зубрю их наизусть а затем пишу их пишу и переписываю я переписываю эти страницы по памяти по тридцать раз добиваюсь чтобы не было ошибок с глазами у меня хуже чем с языком у меня есть опыт из спецназа смотреть в глаза собакам но тут этого недостаточно нас тренирует зеркалом смотри в глаза не моргай не отводи взгляд если хочешь завербовать человека ты должен прежде всего выдержать его взгляд дружба начинается с улыбки вербовка со взгляда если ты не выдержал первый тяжелый взгляд своего собеседника то не пытайся потом его вербовать психически он сильнее он не поддастся я выхожу на станции метро Краснопресненская иду в зоопарк если у вас та же проблема то приходите к закрытию вам никто не помешает я смотрю в глаза тигром леопардом я направляю свою волю я сжимаю челюсти неподвижные желтые глаза изящного хищника расплываются передо мной я сильнее сжимаю кулаки впиваюсь ногтями в ладони глаза нужно осторожно сощуривать и вновь медленно медленно широко раскрывать так можно не моргать глаза режет наворачиваются слезы еще мгновение и я моргну огромная ленивая рыжая кошка презрительно улыбается мне и отворачивает разочарованно морду слаб ты суворов со мной состязаться ничего кошка я настойчивый я приду сюда в следующее воскресенье и в следующее и потом еще я настойчивый и опять летит серое колесо дней и ночей наша программа вполне могла бы быть десятилетней но ее спрессовали в пять лет и потому не все выдерживают а может это тоже испытание может в этом и заключается главный смысл нашей подготовки освободиться от слабых тут на своей территории чтобы не делать этого позже в разведке есть простое совсем правило отрыв запрещен если увидел что за тобой следят во-первых не покажи виду что ты их заметил не нервничай не мечись ты дипломат черт побери поболтайся по городу покружи на операцию сегодня идти не следует они могут прикинуться что бросили тебя а на самом деле они рядом только больше их стало только сменили они своих людей в тот день когда выявил слежку операция запрещена тут закон нерушимый а каждая операция во многих вариантах готовится слежка сегодня значит завтра повторим операцию или через неделю или через месяц но не вздумай отрываться от них оторвавшись даже под очень хорошим предлогом ты показываешь ты показываешь им что ты шпион а не простой дипломат что ты можешь видеть тайную слежку что тебе надо от нее зачем-то убегать если ты им это покажешь то от тебя не отстанут ты покажешь им что ты шпион и этого достаточно тогда слежка будет преследовать тебя каждый день тогда не дадут тебе работать один раз от них конечно оторвешься но они тебя зачислят в разряд опасных и больше ты никогда от них не оторвешься за тобой их будет по 30 человек по пятам ходить каждый день так что отрыв запрещен но не сегодня сегодня у нас разрешение на отрыв хрен с вашими дипломатическими карьерами сказал слон есть ситуация когда аквариум приказывает проводить операцию любой ценой отрывайтесь двое нас генка да я отрывайтесь твою мать поди оторвись темно уже в москве холодно пуста москва через три дня запьет загуляет москва праздники парады до оркестры а сейчас перед взрывом пьяного восторга затаилась москва двое нас с генкой да тени черные за нами наши тени да еще чьи-то мечутся тени не прячутся если бы мы по одному работали то давно бы оторвались отрыв запрещен но обучены мы его делать первый раз мы сделали рывок в петровском пассаже хорошее место много людей было мы через толпу через очереди расталкивая и по лесенкам крутым и снова в толпу черными ходами да в метро но тени мечутся за нами и не отступают на ленинских горах в метро мы вторую попытку сделали тоже место хорошее уходит поезд двери щелк так вот за секунду до этого щелчка надо и рвануть из вагона но и тени хитры пуста москва холодно и темно но Генка еще какое-то место знает на площади Марины Росковой уйдем Генка уйдем уйдем сколько их Генка за нами сегодня много много черт побери жаль разойтись нам нельзя операция на двоих может разойдемся Генка превышение полномочий нельзя а если операцию провалим разве это лучше ведет меня Генка по пустым переулкам тут место у него давно подготовленное сейчас рванем мы переулками но нет нет черт подери три больших парня за нами вплотную идут не прячутся это демонстративная слежка это слежка на психику их еще много тайно нас преследует за каулками переулками а трое теперь открыто за нами топают смеются прямо в затылок а если побегут зычный голос спрашивает догоним успокаивает его другой хохот нам в затылок Генка меня вбок толкает приготовься я-то готов да только мелкий снежок в воздухе кружит первый снежок тут бы гулять по улице да воздух рустальный пить но не до воздуха нам отрываться пора рванул меня Генка за руку и в какую-то дверь мы влетели а тут лестницы грязные вниз да вверх до коридоры темные во все стороны ах ноги не переломать бы вниз вниз по лестнице ведра тут какие-то смрад опять дверь опять лестницы до коридоры генка задыхается задыхается но хорошо бежит большой он тяжело ему но зато в темноте он как кот все видит еще двери какие-то тряпки щебень да стекло битое вылетели вы на улицу я уж и не знаю где всю москву исходил а таких мест не видывал раньше три переулка перед нами генка влевый меня тянет хороший ты генка парень ушли бы мы хорошее место ты нашел сколько месяцев ты генка по москве топал чтобы такое место найти такое место только в рамочку золотую да молодым шпионам показывать любуйтесь какое место великолепное это образец будете работать в лондоне в нью-йорке в токио каждое такое место для себя должен иметь чтобы в любой момент гарантированно от полиции оторваться но не выгорит нам сегодня и место не поможет нам легкий снежок над москвой первый самый липнет он к подошвам и следы наши с генкой как следы первых астронавтов на луне это законом подлости называется согласно этому нерушимому закону кусок хлеба с маслом всегда маслом вниз падает не уйдем генка уйдем тащит меня генка за руку пустая москва попрятались честные граждане в свои норы во всей москве генка да я и большие мальчики из кгб генка дышит не побоишься витька с поезда прыгнуть нет генка не побоюсь но тогда витька поднажмем есть у меня шанс ты на операцию пойдешь я тебе прикрою бежим мы переулками бежим дворами если выйти на большую улицу там следов наших не будет да зато там все их машины от машины не уйдешь перемахнули мы через заборчик и станция и электричка тормозами скрипит генка дышит а за нами трое больших тоже дышат тоже через заборчик перемахнули как кони бешеные генка меня к электричке тянет в последнюю дверь валились мы и бегом по проходу ах если бы двери за нами захлопнулись но не захлопнулись и топот за нами конской валились и те трое в вагон и по проходу за нами пролетели один тамбур другой толкнул меня генка вперед а сам назад пошел он как истребитель в лобовую атаку а я к двери теперь не закрылись бы двери массой своей бросился я на одну половину двери а другая за моей спиной щелкает и плавно поезд пошел прыгать из поезда нужно задом и назад но это я уж потом вспомнил а вылетел я из двери передом и вперед зубы нужно сжать было но и об этом я забыл и оттого лязгнули они как капкан чуть не отрубив язык скорости было немного совсем когда вылетел я и высота была минимальная платформа была вровень с вагоном да только подвернул ногу падая да руку разодрал ну хрен с ней вскочил а последний вагон мимо меня простучал просвистел мимо быстро московские электрички скорость набирают а тормоза уже скрипят это большие ребята стоп-кран сорвали у меня учеба но и у них учеба я действую как в настоящей обстановке действовать буду но и они учатся у них тоже экзамены им тоже оценки ставят им меня сейчас любой ценой взять надо ну это уж вам хрен ребята рванул я к забору да через верх доходу доходу спасибо генка уж за полночь и электрички в метро пустые совсем рвал я переходами подземными да переулками темными теперь в метро нырнул тем хорошо что машина за мной идти не может в метро ребята из КГБ должны быть рядом со мной но вагон пуст поздно уже да и оторвался я чисто теперь главное обойти телекамеры на каждой станции метро вон их сколько понатыкано и если меня потеряло КГБ в Москве то центральному командному пункту давно уж мое описание передали давно уж все телекамеры подземную Москву обшаривают но и я опытен уже я буду выходить на станции Измайловский парк тут я только четыре телекамеры выявил их расположение четко знаю если находиться в последнем вагоне то можно быстро мимо нее прошмыгнуть а там забор бетонный с узким проходом для пешеходов до десяток тропинок в густой лес ищи свищи снег под ногами первый поскрипывает но тут на тропинках его уже утоптали вечером тут пенсионеры толпами гуляют а там дальше в сосняке всегда сопляки подвыпившие но сейчас нет никого я делаю огромную петлю в лесу останавливаюсь и долго слушаю нет не скрипит снег за моей спиной тут я и не стесняясь уже во все стороны смотрю обычно в романах это описывают термином воровато оглядываясь да именно так стесняться мне больше некого оторвался я чисто слежки за мной нет и место тайника известно только мне вот оно в глухом углу к бетонной стене прилепились десятка два гаражей а между ними и стеной чуть заметная щель мочой кругом пахнет это хорошо это означает что в щель эту загаженную не найдется любителей лазить они свое дело тут возле нее делают и дальше спешат ну а у меня работа такая оглянулся еще раз для верности и втиснулся в щель тут сухо и чисто только тесно мне три метра пыхтет нужно до стыка первых двух гаражей там если просунуть вперед пальцы можно нащупать оставленный кем-то пакет но нелегко эти метры даются генка ни за что в такую щель не пролез бы выдохнул я и еще чуть-чуть протиснулся чуть отдышался снова глубоко выдохнул и еще вперед ах я дурак надо же было пальто снять перед тем как лезть щель эту я очень давно нашел и тогда втиснулся в нее без особого труда да только это дело летом было еще выдохнул и еще вперед теперь правую руку вперед еще чуть вперед ладонь за угол теперь пальцы растопырить вверх вниз оооо чья-то железная кисть стиснула мою руку и свет ослепительный в глаза голосов тихих вокруг меня десяток а рука как в капкане больно черт побери Ухватили меня за ноги чьи-то сильные руки и дернули Выдернули меня без труда Да за ноги и тянут, да носом я по снегу сегодняшнему Да по моче вчерашней Тут и машина легковая откуда ни возьмись тормозами взвизгнула Хотя и нет им доступа вроде бы в Измайловский парк Руки мне заломили назад до хруста Только ойкнул я, наручники холодные щелкнули Позовите консула, так мне орать положено в подобной ситуации Задняя дверь машины распахнулась Тут мне протестовать полагается Мол, не сяду в машину Но по ногам мне здорово кто-то дал И выбил землю из-под ног, как табуретку под виселицей Ах, сильные ребята! Да чего сильные, щелкнули зубы мои И уж сижу я на заднем сиденье промеж двух геркулесов Позовите консула Ты что здесь мерзавец делаешь? Позовите консула Все твои действия на пленку засняты Наглая провокация Я на пленку могу заснять, как вы половое сношение с Бриджит Бордо совершаете Консула позовите В твоей руке были секретные документы Вы силой мне их впихнули Не мои документы Ты пробирался в тайник Нахальная выдумка Вы поймали меня в центре города и силой засунули в эту вонючую щель Позовите консула Машина дико скрипя на поворотах Мчит меня куда-то в темноту Позовите консула, ору я Им это надоело Эй, парень, потренировался и будет кончая рать А эти штучки я знаю Если вы меня бы отпустили сейчас Значит тренировка кончилась А если вы меня не отпускаете Значит она продолжается И набрав полные легкие воздуха Я запопил диким голосом Консула, гады, позовите Я невинный дипломат Консула Позовите консула Света они не жалеют Два прожектора в лицо Глазам больно до слез Они меня усадили И большой такой угрюмый человек сзади встал Нет, тут я сидеть не буду Позовите консула Я встаю Но большой человек огромными ладонями Вдавливает мои плечи в глубокое деревянное кресло Подождав, пока давление на плечи ослабнет Я вновь делаю попытку встать с кресла Тогда большой вновь вдавливает меня в кресло И помогает своим огромным рукам Тяжелым ботинком Он легко подсекает мне ногу Как в борьбе Так что я падаю в кресло Легкий удар его ботинка Пришелся мне прямо по косточке Больно Откуда-то из-за прожекторов Ко мне приплывает голос Вы шпион Позовите консула Я дипломат Союза Советских Социалистических Республик Все ваши действия у тайника сняты на пленку Подделка Подлая провокация Позовите консула Я делаю попытку встать Но большой, легким движением огромного ботинка Слегка подсекает мне левую ногу И я теряю равновесие И снова мне больно Он бьет легко Но по косточке По той, что прямо над пяткой Вот не думал никогда, что это может быть так больно Что вы делали ночью в парке Позовите консула Я снова встаю Он снова бьет легко и точно Ведь и синяков не останется И не докажешь никому Что он меня, гад, мучил Я снова встаю И снова он сажает меня легким ударом Эй ты, большой Мы же учимся Это учение Зачем же так больно бить Я снова встаю И он снова сажает меня Я глянул через плечо Что у него за морда Но не разглядел ничего Круги в глазах от прожектора Ни черта не видно Комната вся темная И два прожектора Даже не поймешь Большая комната Или маленькая Наверное, большая Потому что от прожекторов Нестерпимая жара Но иногда вроде чуть ветерок тянет прохладный В маленькой комнате так не бывает Вы нарушили закон Расскажите это моему консулу Мне больно И мне совсем не хочется Вновь получить легкий удар по косточке Поэтому я решаю повторить попытку встать еще три раза А после буду сидеть, не вставая Ой, как не хочется вставать с деревянного кресла Но, Витя, начали Я опираюсь ногами о кирпичный пол Осторожно переношу тяжесть тела на мышцы, ног И глубоко вздохнув, толкаюсь сверх Его удар совпадает с моим толчком Моя левая ступня чуть подлетает вверх И я с легким стоном вновь падаю в кресло Жаль, что кресло не мягкое Удобнее было бы От кого вы получили материалы через тайник? Позовите консула Я знаю, что тот, который бьет по ногам Сейчас учится В будущем у него будет такая работа Стоять позади кресла И удерживать допрашиваемого В этом глубоком деревянном кресле Это сложная наука Но он старательный ученик Настойчивый, энтузиаст Последний его удар был сильнее предыдущих А может быть мне это так показалось? Ведь все по одному месту В принципе, зачем я пытаюсь встать? Мне ведь можно просто сидеть И требовать консула А пока консула не позовут Не дать им втянуть себя в разговор И так я прекращаю вставать Попытаюсь еще раз И все Следующий удар был выполнен мастерски И с большой любовью к профессии Поэтому следующий вопрос я не понял Знаю, что был вопрос Но не знаю, какой Несколько секунд думал Что же мне отвечать? А потом нашелся Позовите консула Такой допрос мне начал надоедать И им тоже И тогда большие руки вновь Вдавили мои плечи в сиденье И кто-то вставил карандаши Между моих пальцев Эти штучки я знаю Это очень просто И очень эффективно И вдобавок Не оставляет никаких следов Пока не сжали ладонь Я вспоминаю всю науку Первое Не закричать Второе Наслаждаться своей собственной болью И желать для себя еще большей боли Это единственное спасение Чья-то потная рука Ощупала мою ладонь Поправила карандаши Между моими пальцами И вдруг сжала Сжала ладонь Как тисками Два прожектора дрогнули Задрожали И бешено закружились Я поплыл куда-то Из большой темной комнаты С кирпичным полом Я желал только большей боли себе И смеялся над кем-то Над Москвой Серое холодное утро Ноябрь Еще все спят Проехала почтовая машина Полусонный дворник метет улицу Я лежу на мягком сиденье Откинутом далеко назад Москва летит мимо меня Боковое стекло чуть приоткрыто И морозный ветер Уносит обрывки каких-то кошмаров Я чувствую Что щеки мои небритые Волосы на голове слиплись В лицо почему-то мокрое Но мне хорошо Меня кто-то куда-то везет На большой черной машине Я поворачиваю голову к водителю Это слон Это он меня везет Товарищ полковник Я им ничего не сказал Я знаю, видите Куда мы едем? Домой Они отпустили меня? Да Я долго молчу И вдруг мне стало страшно Мне показалось, что я рассказал им все Когда смеялся Товарищ полковник Я раскололся? Нет Вы уверены? Уверен Я все время рядом с тобой был Даже во время ареста В чем моя ошибка? Ошибки не было Ты оторвался и вышел к тайнику чистым Но место слишком хорошее Его Московское КГБ знает Ты использовал место, которое используют настоящие иностранные шпионы Место очень хорошее И потому оно под постоянным контролем Они тебя взяли как настоящего шпиона Не зная, кто ты Но мы вмешались тут же Арест был настоящим А допрос учебным А Генка как? Генка хорошо Его слегка помурыжили Но он тоже не раскололся В таком деле Мобилизоваться надо Нельзя жалеть себя И нельзя мечтать о мести Тогда выдержи что угодно Спи Я тебя на настоящую работу рекомендовать буду А Генку и Генку Ты когда-нибудь был в мытищах? Нет Тем лучше Слон вдруг стал очень серьезным Слушай учебно-боевую задачу Объект Мытищинский ракетный завод Задача Найти подходящего человека И завербовать его Цель первая Получить практику настоящей вербовки Цель вторая Выявить возможные пути Которые вражеская разведка Может использовать Для вербовки наших людей На объектах особой важности Ограничения Первое Во времени Можно использовать для вербовки Только свое личное время Выходные дни и отпуска Никакого особого времени На проведение вербовки не отпускается Второе Финансовое Можно расходовать только свои личные деньги Сколько угодно Хоть все Ни копейки государственных денег Не выделяется Вопросы? Что знает об этом КГБ? КГБ знает Что с разрешения Отдела административных органов Центрального комитета Мы такие операции Проводим постоянно И по всей Москве Если КГБ тебя арестует Мы тебя спасем Но за рубеж не пошлем Что я могу сказать Вербуемому человеку О себе и своей организации? Все что угодно Кроме правды Ты его вербуешь Не от имени советского государства Это и дурак сумеет сделать От своего собственного имени И за свои деньги Значит Если я его завербую Он будет по-настоящему Считаться шпионом Именно так С той разницей Что переданная им информация Не уйдет за рубеж Но это никак не смягчает его вины Никак Что же его ждет? 64 статья Уголовного кодекса Разве ты этого не знаешь? Знаю, товарищ полковник Тогда желаю тебе успеха И помни Ты делаешь большое государственное дело Ты не только учишься Но и помогаешь нашему государству Избавляться от потенциальных предателей Вся группа получает подобную задачу Только на других объектах И вся академия делает то же самое И каждый год И последнее Распишись вот тут В получении задачи Это вполне серьезная задача Теория вербовки говорит Что вначале нужно найти заданный объект Это нетрудно Мытищи Городок небольшой А в нем огромный завод Проволока колючая на роликах Ночью завод залит морем слепящего света Псы караульные тявкают за забором Тут сомнений быть не может А еще у завода соответствующее имя должно быть Если на воротах написано Что этот завод тракторной электроаппаратуры То это может означать Что кроме военной продукции Завод выпускает что-то и для тракторов Но если название ничего не выражает Уралмаш, Ленинская кузница, Серб и Молот То тут сомнения отбрасываете в сторону Военный завод без всяких посторонних примесей Второе правило вербовки говорит Что через забор лезть не надо Люди из завода сами выходят Они идут в библиотеки, в спортзалы, в рестораны, в пивные Вокруг крупного завода должен быть район, где живут многие рабочие Где есть школы для их детей и детские сады Где-то есть поликлиника, туристическая база, зона отдыха Все это надо найти Третий закон вербовки гласит Что не нужно вербовать директора или главного инженера Их секретарши вербуются легче, а знают совсем не меньше, чем их начальники Но вот беда Условия учебно-боевой вербовки Запрещают нам вербовать женщин За рубежом – пожалуйста Во время тренировок – нет Нужно найти чертежника Оператора электронной машины Хранителя секретных документов Копировальщика и других Каждый из нас получил подобное задание И каждый готовит свой план, как перед генеральным сражением Учебная вербовка для нас ничуть не проще боевой Если тебя арестуют за подобным занятием в любой стране Запада То расплата только одна Выгонят в Советский Союз Если совершишь ошибку на тренировке И арестуют КГБ То плата более высокая Никогда не выпустят на Запад На боевой работе тебе принадлежит все твое время И финансы ничем не ограничены А тут экзамены подходят По стратегии, по тактике По вооруженным силам Соединенных Штатов По двум иностранным языкам Крутись, как хочешь Хочешь – к экзаменам готовься Хочешь – вербуй Прежде всего я мысленно очертил для себя Невидимый круг шириной в километр Вокруг всей огромной заводской территории В этом пространстве я решил не появляться ни под каким предлогом В этом пространстве каждый сантиметр под надзором КГБ И там мне делать нечего Теперь я жду конца смены Вот она Через проходные ворота устремился черный поток людей Шум, топот, смех На автобусной остановке огромные толпы Снег скрипит, морозная мгла вокруг фонарей Шумит людской поток Повалил народ по кабакам да по пивным Но это меня пока не интересует Это легкий путь И его я приберегу на случай Если другие варианты не пройдут Мне сейчас библиотека нужна Как ее найти? Просто Нужно смотреть, куда очкастые в своем большинстве валят Я увязался за группой очкастых интеллигентного вида парней Я не ошибся Они шли в библиотеку Нет, это не секретная библиотека Секретная внутри завода Это обычная библиотека И вход туда всем разрешен Вот и я с группой затесался Девушке за прилавком подмигнул Она мне улыбнулась И я уже у книжных полок Теперь я роюсь в книгах И внимательно смотрю за тем, кто чем интересуется Мне нужен контакт Вот рыжий, очкастый Перебирает научную фантастику Хорошо, подождем его Вот он отошел к другой полке К третьей Извините, шепчу я на ухо А где тут научная фантастика? Да вон там Да где же? Идите сюда Покажу Хороший контакт у меня получился Только на третий вечер Что-нибудь про космонавтов? Про Циолковского? Да это вот тут Где? Идите сюда Покажу Фильмы про шпионов Показывают офицера разведки В блеске остроумия и красноречия Доводы шпиона неотразимы Жертва соглашается на его предложение Это и есть брехня В жизни все наоборот Четвертый закон вербовки говорит Что у каждого человека в голове Есть блестящие идеи И каждый человек страдает в жизни Больше всего от того, что его никто не слушает Самая большая проблема в жизни для каждого человека Найти себе слушателя Но это невозможно сделать Так как все остальные люди Заняты тем же самым Поиском слушателей для себя И потому у них просто нет времени Слушать чужие бредовые идеи Главное в искусстве вербовать Это умение внимательно слушать собеседника Научиться слушать не перебивая Это гарантия успеха Это очень тяжелая наука Но только тот становится нашим лучшим другом Кто слушает нас не перебивая Я нашел себе друга Он перечитал все книги Про Цандера, Целковского, Королева Говоря о них Он говорил и о тех О ком еще нельзя было писать книг О Янгеле, Челомее, Бабакине, Стечкине Я слушал По библиотеке нельзя говорить громко Да и вообще разговаривать не принято Поэтому я слушал его На заснеженной полянке в лесу Где мы катались на лыжах В кинотеатре В который мы ходили смотреть укращения огня В маленьком кафе Где мы пили пиво Пятый закон вербовки Это закон клубники Я люблю клубнику Я люблю ловить рыбу Но если рыбу я буду кормить клубникой То не поймаю ни одной Рыбу надо кормить тем, что она любит Червяками Если ты хочешь стать другом кому-то Не говори о клубнике, которую ты любишь Говори о червяках, которых любит он Мой друг был помешан на системах подачи топлива От емкости к двигателям ракеты Подавать топливо можно, используя турбонасосы Турбонасосы или вытеснительные системы Я слушал его и соглашался На первых германских ракетах Использовались турбонасосы Провод от магнитофона Я прокрутил пленку слону Фамилия? Он никогда не спрашивал Когда у тебя следующая встреча? В четверг Перед встречей я организую тебе консультацию В девятом управлении информации ГРУ С тобой будет говорить настоящий офицер Который анализирует американские ракетные двигатели Он, конечно, знает многое и о наших двигателях Информатор поставит тебе настоящую задачу Такую, которая его бы интересовала Если бы ты познакомился с американским ракетным инженером Если ты из очкарика вырвешь достаточно вразумительный ответ То считай, что тебе повезло Тебе, а ему нет Информация ГРУ желала знать Что мой знакомый знает о бороводородном топливе Мы сидим в грязной пивной И я говорю своему другу о том Что бороводородное топливо никогда применяться не будет Не знаю, почему Но он думает, что я работаю в четвертом цехе завода Я ему этого никогда не говорил Да и не мог говорить Ибо не знаю, что такое четвертый цех Он долго, испытующе смотрит на меня Это у вас там в четвертом так думают Знаю я вас, перестраховщиков Токсичность и взрывоопасность Это так Но какие энергетические возможности Вы там об этом подумали Токсичность можно снизить У нас этим второй цех занимается Поверь мне Будет успех И тогда перед нами необъятные горизонты За соседним столиком Я узнаю чью-то знакомую спину Неужели слон? Точно! Рядом с ним еще какие-то очень внушительные личности Следующим утром слон поздравил меня с первой вербовкой Это учебное Ну ничего Котенок, если хочет стать настоящим котом Должен начинать с птенчиков А не с настоящих воробьев А про бороводородное топливо забудь Это не твоего ума дело Есть забыть И про очкастого забудь Его дело с твоими отчетами и магнитофонными лентами Мы передадим кому следует Чтобы держать ГБ в узде Центральному комитету нужен конкретный материал о плохой работе КГБ Где взять этот материал? Вот этот материал Слон распахивает сейф с отчетами моих товарищей О первых учебно-боевых вербовках Но с вытеснительными системами и бороводородным топливом Мне еще раз пришлось встретиться Перед самым выпуском из Академии Нам дали возможность поговорить с конструкторами вооружения Для того, чтобы мы хоть в общих чертах Представляли проблемы советской военной промышленности Нам показывали танки и артиллерию в Солнечногорске Новейшие самолеты в Монине Ракеты в Мытищах Мы проводили по нескольку суток с ведущими инженерами и конструкторами Конечно, не зная их имен Они тоже не совсем понимали Кто мы такие? Какие-то хлопцы молодые из Центрального комитета И вот в Мытищах Меня провезли через три проходных пункта Через массу контролеров и охранников В высоком светлом ангаре Нам показали зеленую тушу После долгих объяснений я спросил А почему бы не вернуться к старым Испытанным турбонасосам вместо вытеснительных систем? Вы ракетчик? Полюбопытствовал инженер В некотором роде Испытанным турбонасосам вместо вытеснительных систем? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...